здрасте те кто смотрят в записи это очередное историческое событие сегодня будет третий выпуск русбрейн капа турнира по варкрафту 2016 году феврале 2016 года идет турнир по варкрафту призовой фонд уже составил 42 222 рубля и постоянно будет я надеюсь пополняться у нас 16 игроков 8 приглашенных корейцев лучшие европейские игроки которые проходили через квалификацию и первый матч который мы с вами посмотрим будет спирит мун тот самый мун инопланетянин пятая раса луналикий против соника замечательного эльфа из украины вот мы убедились в том что sonic действительно пригласить нас в игру или ну как мы зайдем сами вот ему тоже вроде онлайн аркадий перевел 493 рубля увеличив призову фонда 42 тысяч 6666 рублей сегодня будет очень много числительных ну как бы тут в чатике все отображается ссылка на сеточку с и на странице турнира где есть вся информация она есть в москве дэйна на всякий случай я продублирую вот таким вот образом там есть в общем то все что нужны большинство вопросов которые будут возникать по турниру ответ на эти вопросы есть здесь то есть что за турнир как называется какие карты кто организатор кто за саппортил кто участвует какой рейтинг кстати участников фокус между прочим имеет самый высокий рейтинг среди участников фокус хавк фоги они тут расположены видите по по рейтингу сетка дабл эллиминейшн играют они до двух побед кроме суперфинала ну соответственно есть сетка виннеров сетка лузеров матчи сегодня будет просто море огромное количество разноплановых стримов стрима от бобра стрима от хавка фогича соника типси рич стримит зарубежные коллеги из back to warcraft neo стримит люцифер кекс волеверин и вендис 34 короче вендис 32 герака почему-то написано ну ладно в общем если у вас будут какие-то вопросы относительно турнира для начала заходите сюда и смотрите как то так чатик привет думчик перевел 2222 рубля увеличив до 44 тысяч девятьсот пяти рублей ну что у нас где game name 1 лаги так вообще за соником следить он подруг он со мной подружился смотрите класс а что так мало турниров пока из go я не знаю они периодически случаются просто сама турнирная система на good game подразумевает возможность проведения мероприятия любым человеком ну и собственно с краудфандинге вы мы элементом то есть любой человек может не только провести там но и поддержать турнир который ему необходим и наверное во многом зависит от комьюнити которая есть на сайте в частности турниры по варкафту по старкрафту и по хс у являются регулярными событиями на gg а вот пока из go событий достаточно мало может быть из-за того что на сайте не так много поклонников этой игры вот русские 29 r666 рублей дает ну короче понеслась бич-лич активировал премиум крисолид передает привет точнее крисолиду передает привет это x-ком 2 нет крисолид сегодня будет только варк рации не только rus brain cup матчи уйма будет и они должны быть но судя по составу игроков очень хорошего уровня ну и конечно же старичков многое будет что вспомнить я чувствую куда отправлять пожелание по турнирному модулю есть несколько способов если ты сам организатор то лучше добавится в конференцию организаторов потому что там происходит обсуждение и те вещи которые нужны организаторам по крайней мере наиболее важным и стараемся реализовывать если ты участник то скорее всего лучше написать пожелание на майкер собаку game.ru или если вопрос об ошибке какой-то или баги то на саппорт собака goodgame.ru будь человеком открою в чатике ссылку так в чатике ссылку вконтакте сейчас покажу пацаны сейчас покажу это уже есть фотка с мудом конечно но . точно не так и секундочку добавить окно окно sonic вот он вот они друг против друга и будут играть сейчас для и один и еще на 223 рубля призовой фонд уже 45 800 верни нам майкер в смысле кого я тут говорят там уже началась и стоп какой началась давайте лучше sonic включу ничего не началась я же вижу это не мой звук был сейчас вот только что это на стриме не думать так там черкают карты как и видите на канале sony говорит взяли что творит миша пиарит меня на своем стриме до дача куда деваться приходится крисолитом тоже фоточки скидывает гадость какая мишкир привет успешно завершил trypix чем один ох как же многого ты не знаешь посмотри пару записей трансляции последнюю особенно это будет конечно это было круто для себя это будет круто расскажи пока пока провели кстати на виде то должны эти ретрансляции виде сейчас зайду на свой канал на видим кстати на виде то должны идти до идет чатик работает разрабатывает продолжают вроде медленно верно почему перестал катать фуфану потому что это мне в личные сообщения на виде написали ура нас видит беда потому что xcom в преддверии выхода нового решил пройти попытаться с челленджем старый там серии из 15 трансляций поэтому времени не остается столин говорит так быть могу с тобой по касте тряхнем стариной как 97 помнишь да нет такого не было майкер наконец-то варик всем бобром привет привет эски бой фаберже по поводу xcom спрашивают вопросы повторяются все хорошо били фоги уже создали репризал создали не хочу я пропустить игру соников скую но там вроде нет и вещам о мун соник рэдди фойрон файт рэдди говорит мун пошло черканье т-с-т-р-а-и-а-з-а-и-н-ай-л-р непонятные аббревиатуры знаю тут только 567 все расшифровал минусы хайлс когда катка то нот карты как черкнут тут последовательность какая сначала игроки до сетки друг друга находят потом переписываются черкают карты вот прямо на ваших глазах минус эхуайлс после этого карта создается потом туда заходят игроки стримеры судьи если нужно и после этого она стартуется вот после того как она стартовалась следующим уже идет игра последовательность такая урок перевел 500 рублей увеличить призовой до 46 5 539 рублей только наклонений конечно андедов стрим будет но если вы живут туда lr last refuge зайди на мой стрим пожалуйста говорит соника заходим тут послушаем они не послушаем я же выключил ешки матрешки и успеть бы включить открывайся микшер громкость какое тормознутое это все вроде футболка поддержку муна это я уже слышал никак не могу показать мне никак там футболка в поддержку муна как вы могли догадаться не показать напишу сонику ссори кричит соник вот эмоции непередаваемые они переполняют просто всех игроков без исключения я уверен что ему если сейчас стриме тоже откопал где-то футболку россии или украины и может быть рвет ее сейчас на себе прямо потому что ну потому что прекрасный ивент потому что интрига ее мое ждем что-то не черкают они нифига соник черканул амун затих фа с корейцами не будет да не вы что они же они же все злые макер оправдывает это дичь скажите какую дичь что оправдывает кто такой майкер не понимаю чем то они влс черкают ясно ну хорошо наберемся терпения надеюсь что первое 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 карта не заставит себя долго ждать да это будет эльфийский миррор увы для арков андедов и альянса но но этому и sonic за кого-то пить будешь за эльфов говорю же партечку фуфа успеем миша создавай нет нет тот самый майкер не не тот да так 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 читается полезный совет читается ста ассот во всех случаях окей так хвак создали хваку игру во хромеев говорит мишка привет передавай мне привет хочу остаться в записи на русбрейне салют тот самый мун который с граби играл тот самый если попробовать сделать турнир фуфа первые три места по очкам в итоге призовые получишь представляешь какой трэш будет все поделят заранее и втроем будут всех мочить хотя там будет 3 на 3 ой там 3 на 3 на 3 на 3 пол нет не фуфа получится ironicus поддержал на 512 рублей увеличил до 47000 иностранные стримеры освещают турнир ну зайти на страницу с турнира можно посмотреть back to warcraft освещает сами стримеры типа люцифера стримят поэтому думаю да но и китайцы должны по идеям подключиться добрый вечер миш какая стадия добрый день бабушка тэда только начали фоги начал играть это хорошо стрим идет 9 20 минут что на наушники марка не знаю давай фогич посмотрим пока нет терпеливо ждем муна с соником смотреть вот эти вот половинки игр особенно когда вот-вот начнется это не то так ancient tiles amazonia и last refuge такая будет последовательность и дочеркали короче они создает сейчас sky series а и хавк начал но это понятно что начал учитывая то что у него стрим идет и они написали геймный где-то минуты три-четыре назад то да полезная информация с цирон перевел 800 рублей увеличить призовой до блина озвучку кстати можно саппорта турниров при прикрутить как думаешь локи воду в навигатор выложим да так есть игра мун соник мун соник эй эй показалось ну что я смотрел не так давно несколько игр муна не помню на какой китайский то ли лиги то ли турниры мне не очень впечатлила конечно его форма с другой стороны я и соник это давно не видел в смысле прямо сейчас запили да нет нет в принципе в принципе это прочитаю в общем то просто возможно эта фича а тут краба можно ставить ну попробуй сделать можно все что угодно просто некоторые вещи можно делать всего один раз так темплар покинул до зрителей тут нет но вроде готовы давайте пытаются все равно зайти люди которые ну типа а псы не думали грубого позвать я не знаю звали ли не звали организаторы погище стримил стриму на а вот я кратик кстати это и смотрел да на тартал роки зашел на стрим фогич там играл мун и что-то было не очень медведи там без форма отдавала до этом отдавался какая-то была гроу нур перевел 112 рублей еще призовой фонда 47 тысяч 848 рублей грубо сказал что мы интересно играть копах по потому что приходится сидеть и ждать противников подолгу ну речь идет он скорее всего имел ввиду что это онлайновые турниры если например взять какой-нибудь zota cup или go fsk если они еще идут конечно там действительно в первых двух-трех турах ты теряешь значительную часть времени просто потому что в начале много задержек кто-то не приходит кто-то опаздывает а если речь идет о турнирах по приглашениям где известно кто когда и с кем будет играть то все равно задержка на 23 минут потому что все равно кто-то задерживается но это не такие большие на самом деле задержки как в открытых капах но для того чтобы групп стру гробе принять участие на этом турнире ему насколько понимаю надо было пройти так же как и всем остальным европейский отборочный итак первая игра sonic против муна sonic под аккаунтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 16 символов ровно 15 миша 15 и мун кармун синенький эльф наверху что стало с габиданом боингом я думаю что у поинта все отлично потому что ну потому что опытный товарищ в звании и это бывшие офицеры они не теряются в жизни чаще всего так играют они до двух побед легкие конечно проблемы с текстурами видимо из законного режима но переживем эту неприятность оба собираются крепится с сао вам но посмотрите насколько нагло собирается это делать sonic в отличие от скромного корейца который собирается стандартную желтую точку взять sonic замахнулся тоже на желтую точку она по сути такого же цвета музыку выключить кстати но там совсем другой лу там с больше значительно опыта сложнее крепится крепить ее безусловно но если эту тему не спалить и как-то не прийти пораньше оставив свой криппинг например у противника будет не только второй уровень но и девайса а также возможность в любой момент поставить эксп прямо на базе смысле на экспанде чё за баги с текстурами бывает такое кажется это из законного режима зря наверное дрова на видях обновил томрайдер вышел варкафт не оптимизирован видимо под 980 видеокартами увы пошел криппинг так давайте я скролл еще сделают потише чтобы прокрутка с помощью мыши ну чтобы вы в отлично слопок так во первых он увидел что здесь нет барака увидел что sonic крепится но у него у самого уже криппинг начат и надо еще поставить индикаторы здоровья что выпадает выпадает сер клетка неплохо sonic крепится главное тут не конечно не добивать вот этого главного гноу надзирателя sonic такие моменты конечно же чекает выбивает кольцо защиты плюс 3 самый не очень девайс но зато что-то отменил то тут было что-то может это экстрадрон был 21 видимо да он заказал сейчас виспа отменил магазин поставил отменил магазин и заказал виспа для того чтобы было побольше виспов видимо на лес ну и такое впечатление что sonic собирается на том или ином этапе вообще играть через x moon это проверяет не ставите какой-то халявный экспант нет там его нет sony купил кстати серпе . сейчас демона демона 2 level на 2 level размениваться в общем то можно учитывая что есть кольцо все таки ну и серклетку на серклетку но до hunter school еще говорит нам о том что а почему такой ранний hunter school тут уже hunter school сейчас я буду вспоминать вообще что такое warcraft и как играть зачем такой ранний hunter school до грейда еще понимаете ладно тут для котов hunter school но муну то зачем hunter school sonic пришел уже заставил мудо выпить пару мунвеллов да у года тоже хан треса слушайте а sony кто тут благодаря колечку так но нет ай-яй-яй-яй-яй минус тупо у соника но он надеялся что там может мисс пропрет или еще как-то в общем вынужден был sonic отдать тп он конечно заставил противника выпить все мунвеллы и даже выпив все мунвеллы демона hunter ведь какой не очень кстати самое время сейчас поставить наверное нычку раз все не так плохо у соника хан треса есть дима здоровый мун проверяет возможную базу ну что может сам поставит зачем ему этот висп здесь да не не слишком нагло так и пошла застроечка с протекторами зерклетку мун взял но sony как-то его просто просто давит он его дмитрий на дмитрия т2 почти готов у соника должен быть т2 до позже секунд на 15 на 20 ну что вот вам и луналикий пытается он тоже протектором своим ответить на застройку соника но дерево когда строится будет попроще потому что с руки уже 50 60 урона это серьезные серьезная заявка пытается контролить не пытается контроле цоник тут протектор отменят на такую халяву соник зря не прикрывает и зря он вражеский протектор не убрал до отобьется отобьется мун тем более у него видите нога уже ползет а сонику надо отменять протектор срочно причем отменяет протектор еще кота может потерять просветки правда нет у мудом что дальше т2 лорница 30 лимита до растерялся растерялся соник минус хан треса минус арча правда мун протектор достроил в конце концов но хотя это не такие серьезные затраты зато теперь практически любая агрессия особенно учитывая то что у них сейчас приблизительно все одинаково по армии она запах хотя нет подождите даже муна больше еще кота же сможет подрезать арча к сожалению не не поблочила и надо не догонит вот этом повороте код должен оторваться от заморозки и и убежит спасли кота дам он не прост зря его так я начал списывать спалил барак сониковский который планировал вместе с армией на магазине пара крепится sonic понимает что бежать спасать он не успеет там и крипы и ему и бежит в центр для того чтобы тоже взять ногу что по по технологиям то умуна раньше т3 ну позже лорницы солнце сядет я надеюсь через пару часов и не будет такого света я править не буду вступили потому что это сложно знаю сказали рано знать так бы жалюзи блин но они когда солнце попадает между ними то все смотрите на игру лучше не отвлекаетесь и других не отвлекайте только сейчас у sonica t3 отставание очень серьезные почти наполовину грейда ну посмотрим еще учитывая незначительную разницу по лимиту это что они приблизительно одинаковые страты разница по времени конечно даст я думаю о себе знать это все должно сгладиться к лимиту 50 сейчас главное не тупить с прокачкой крепится крепится тихонечку и тому и другому а sonic тут немножко не то чтобы крип джекнул но отогнал армию мудом от точки добил 1 гнола несчастного и гоняет вражеского диму у сониковского демон-хантера огромное количество вармора два кольца ему выпало будь они неладны но зато он плотный подарить живом будет хорошо заходить он контролирует виспом весьма таким грамотным появление экспанда ох как же поздно медведя тут уже все т3 закончился т3 готов это не только мишки хотим он немножко с грейдом но это буквально секунд десять-пятнадцать завтыкал тут же еще арба пойдет и формы мишек и арба но если sonic не будет ввязываться в сражение вот в это окно где-то в одну минуту когда у муда есть все а у него ничего нет то можете прокатит может он уже живет спокойно до своих медведей и будет счастьем войска вступили в бой сейчас ох ты хорошо сейчас можно подойти как бёрн 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 ах девайс не стырил но заставил муда с телепортироваться ну и троллей еще неплохо неплохо sonic зашел часто 3 левел здесь получит причем у него будет некоторое время для того чтобы забрать нижнюю точку хотя он должен по идее тоже бежать на красную сейчас вы сюда наверх потому что крипджек снизу это маловероятно да надо забирать ту же самую точку с не разбегутся в общем пока все ровно точно sonic доживает до своей формы вот это уже играет делается у соника даже легкое преимущество в плане ох ты ж ёжик тут инвиз тут можно стырить опачки тут из тролля выпадает зарядный девайс типа хелен вардов кажется если удастся есть жезл ветров чушь конечно редкостная но стырил окей демон хантер под инвизом жук если еще в этот момент sonic эту нычку точнее точку зачистил было вообще сказка а так медленно слишком у ноги просветки нет в принципе у муна просветки нет сейчас можно стырить еще один девайс слот есть демон хантер невидимый есть из дракона должна выпадать правда не помню что кажется там аурный девайс типа вампиризма или трушота или ну потому что не я не уверен на самом деле урок ветров стырил аура армора sonic жук хитрец надо хантрас наверно мочить медведями заменять но выходит из лимитов это очень круто а что ему выпало здесь тоже с циклон и он мог стать успеть еще свой лагерь наемников закрепить потому что ну мог sonic успеть так было бы опачки опачки палево палево смотрите дропчик дима спалил под инвизом своим дирижабль полный героев но к сожалению нага ступила медведи все спалили раньше времени ай-яй-яй-яй-яй да на этой карте конечно же сильно решают дирижабли потому что диверсии у фогича я помню не так давно были игры против какого-то тоже эльфы именитого он по дымкам правда как кажется комментировали или поводом что приходишь с дирижаблем во первых он помогает контролить если стенка на стенку некоторое время во вторых можно там упасть на шахту сбить быстро шахту или даже мэйн попробовать забрать он полетел sonic приходит к муду на мэйн тут протектор помогает да сейчас будет дроп застройка хреновая тут видите уму на все поплотнее как-то получается плюс протекторы есть придется телепортироваться конечно же сонику потому что понятно что он не успевает sonic есть ли порт чего медлит пошел т.п. просто тут можно добить спокойно это все дело форкет делает мун нет не добьет конечно же но это было опасным размер т.п. на т.п. минус 3 виспа надо бы починить дерево виспов не хватает так и что 54 на 58 как 58 а куда 8 лимита ушло отменил двух медведей я понял они были заказаны но нет странно что отменил ну ладно неважно пошли иллюзии мун собирается сражаться моноберн и моноберн подходит медведи 51 на 50 в принципе одинаковый лимит у муна очень битый дима поднимается медведи циклоном хорошо сражается соник моноберн еще димки дима не может выйти где став став а нет дирижабль мод не контролит до свидания а помните как в свое время мун с дирижаблем контроли ла против sky на т.с. как он там с рейнджеркой с арчами дело так что архмак выстрелив фейболом не мог там 10 раз попасть ни по кому эх мун все мы стареем появляются морщины глаз уже не тот слух тоже подводит и сейчас соник раскатывает муда раскатывает уверенно без demon hunter сражаться сложно да и неприятно в общем-то он основной и танк и дэмэдж дилер поэтому соник рвется вперед убивает котов поднимает нагу убивает медведей 32 лимит на 51 отступление исключительно тактическое то есть для того чтобы взять там посмотреть медведя у кого есть три джуф ни у кого нет джуфа не лезь на ох ты ж ёжик мун огрызается да моноберн ей под зад под хвост моноберн не туда моноберн соник тоже местами не доконтраливает может пинг не тот да конечно да пинг тоже не тот все не так демонов врывается под ингулом на ногу у ноги стп и надо его сейчас юзатели забей мун выкупает demon hunter возвращается назад но дома его опачки слушать а тут дима-то битый три джуф ничего не сделать а более столько разве что но дриада замедленным так что 1-0 sonic надо послушать что он скажет sonic стримит может быть не стоило так заходить на мне эмоции переполняют нас всех ok как этом 2 карта у нас было уже все подчеркали точно известная следующая карта поэтому все 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 нормально ждем а а что по сеточке давайте посмотрим во первых и где как а почему ну е-мое так можно сделать фокус выиграл шейка 1-0 но это мы знаем sonic муна люцифер проиграл я опять забыл кто скрывается под ним ниманджи проиграл поднимаем же стресс скрывается ниманджи кажется сейчас мне в чатике опять накидают да это сербские эльф известный сербский эльф никто не скрывается под этим никнеймом просто этот а рудан 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 и он господи эльф ли он-то ой михаил вот что делать если ты раз в три месяца смотришь варкрафт sonic moon заходим в игру рудан рудан конечно же то же самое было на прошлом разобрать капи sonic moon заходим фоги 0-1 с беливом вот этот плохо кстати рудан эльф 150 пм прикольно о санне кейтом за саппорт 250 спасибо большое спасибо тем кто турнир еще поддерживает естественно мы переключаемся на варкафт сделай вид что ты сам вспомнила и не чатики прочитал ну это все равно вскроется рано или поздно зачем ой 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 абса ставь на бас готов sonic тащи пишет гринфилд макер нельзя так с легендами одно расстройство ты про муна ну как ну тут либо ты либо тебя поэтому что же делать 150 тпм это же мало 150 пм это нормально то есть есть топовые игроки хотя вряд ли в к не в корее и вряд ли хотя у тебя же не утяжь должно быть побольше у него за 200 должно быть я 150 это ниже среднего то есть средняя пм это 200 почему без задержки потому что тут половина людей стримит вообще то есть а другая половина тупо не понимает по ну корейцев например да и тут игроки такие еще что кто не будет париться по поводу этого тохты подлаги какие-то идут микро таки подлаги да раз брай рудан затащил разбрейн почему первым не казалось что 2 он затащил а может быть мне кажется 2 потому что первый ладно мун на этот раз красный sonic слева внизу желтенький экстремального криппинга не будет но карта здесь вообще маленькая непонятно что экстремальный крипит на самом деле потому что нормальные точки они на шахтах хотя магазин но тут суммарно два классных девайса они хоть и базовые но хорошие там какой-то носок плюс сер клетка на магазине кажется все таки зарядный выпадает типа иллюзия лессы и прочего первый затащил 2 low lead затащил на второй он не появился ясно учатик коллективный разум особенно что касается фактов он помогает не помогает он только в экстреме естественно демоны куда же без них хотя можно и по-другому но не на этой карте разводит на лс сейчас sonic здесь аналогичные ситуации и остается только узнать какие девайсы получит почему нет китайцев не знаю может быть да кстати и за коннект хотя опять вот эта фишка у соника с экстра виспом и хантерс холл то есть неужели оба сейчас до оба до грейд на т2 делают хантерс холл действительно какая-то новая мода что очень удивительно хантерс холл делать играть после первой арчи через котов ну наверное практика показала что может быть в рамках текущего мапула может быть как любят говорить в текущей мете это более универсальная тема чем как раньше там три арчи и как можно быстрее ну то есть одна арча и как можно быстрее т2 т3 с добавлением арчи строго по необходимости с целью только базовой какой-то защиты отбиваться от от человека frozen you like понятно лагает frozen к сожалению что по девайсам sonic у значительно больше повезло у него вступили хоть опять и кольцо но так sonic говорит пауза frozen ли в полозе ссоре и вышел ранних х делается против застройки для протекторов ясну ясно 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 пришел sonic на желтую точку тут как бы извините уже ничего не осталось тролли возвращается но девайс тоже стырен амун прям четко по девайсам работает то есть приходит и вот в этого тролля тыкает уже при принесло свои плоды у него слиперсов агилити дополнительные и сейчас что-то еще выпадает мантия ну мантии две штучки наги передаешь и 90 маны 6 урона все дела тоже поможет лишним то точно не будет неплохо так мун он и по экспе обгоняет сейчас соника и по девайсам безусловно обгоняет sonic пытается привлечь внимание харасси виспов у хан треста значительно лучше получается конечно чем у арчей он теряет одного виспа не доводит его до модуэлов застройка у него неплохая виспов можно было погонять и коты на коты такое легкое дежавю как будто перенесся лет на 7 раньше когда еще любили очень даже больше 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 арчи стали популярны вот уже да блин да наверное лет 8 короче говоря демон хантер 3 хан тресы и нога это это старт фрозентрона то есть это такая универсальная связка которая в мироре использовалась чаще всего вот это потом медведи начали форсировать а коты-коты были раньше снова возвращается sonic оба него пришел бобер гу пару каток за коментом заодно с датой определимся бонич бонич давай лучше мы с тобой сыграем во вторник вечером как договорились у нас дуэлечка должна быть скрабом за смайл ее все ждут должны были не должны были можно было сегодня вечерком сыграть но к сожалению боничем планы на вечер более приятные видимо чем чем мочить бобра поэтому вторник вечер бонич хорошо во сколько прайм-тайм 8 часов вечера топовое событие у муна т-1 йо-моё вот я каменчу у муна т-1 действительно мун застраивает протекторами это все боневур виноват со шредом пришел мун много-много-много-много-много котов сам выкупил шредра sonic будет пытаться отбиваться но протекторы протектор это строится протекторы почти здесь уже ты господи как как я продевал то вообще great а sonic почему так халатно к этому от не увидел тоже этот great зачем мутатрин баламаз дрят штамповать или самому протекторов парочку ставить ох 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 новость пилим анонс можно пилить новость она главный зачем это ж слишком расточительно ради ради нас там стандарт нет нет простите но нет подходит протекторы потихонечку пытается sonic каким-то образом с медленными деревьями с отбиться подрывников купил мун о можно мун вэлла зайти вот в эти два полных мун вэлла можно попытаться зайти sonic это видит понимает что все плохо заходит мун мун вэлла и ну куда взрывайся взрывается раз мун вэлл успевает выдуть sonic но у него очень битые коты там подходит на гону от проку от нее не очень не очень много он может видеть ему может вот я одного понять не могу sonic пол игры тусовался на вражеской базе пол игры а наверно мун просто сделать great он делал great на т2 чтобы не палиться а потом его отменил это бы многое объясняло да и в общем то барак там вроде руками сильно не махал да это 11 изи протекторов тут не убить медведя не помогут 22 лимит на 44 очень битый demon hunter и усму на и у соника и но муновский умирает первым хотя к там-то вообще плевать чё сейчас где лечиться дорежу во хрен доживешь мун вэлов нет supply блок 22 на 10 пытается как-то отстроить мун вэллы сейчас еще один мун вэлл нужно пилить но там уже три протектора четвертый строится нага пытается отстрелиться арбой как же и достается а там уже мун решил еще лес подбывать это ну вот это какой-то космос вообще непонятно зачем то то есть он это делает просто потому что может потому что он инопланетянин неадекватный зачем он это делать никто не скажет то есть вряд ли ему нужен лес на т1 для хантрес как бы к подсказывает но он просто рубит и пилит лес про просто просто потому что он может это делать фронт шире до фронт шире кстати скорее минус для человека который застраивает на протекторы как то под таур-дефенсом лучше чтобы юниты двигались застревали вражески бобры тоже пилит лес мы не совсем пилим не совсем ну короче у нас другие цели задачи ну что мэйна скорее нет медведи нет демон hunter пытается там как-то что-то где-то и с одним медведем подрывник идет подрывник подрывник так я соника включаю срочно срочно соника ваши комментарии по этому поводу понятно и третья решающая игра нас ждет на last refuge хорошо что на стриме есть задержка на эти 5-6 секунд потому что ты хватаешь конец игры на стриме успеваешь еще комментарии от непосредственных участников послушать во вторник всех соберу маму папу бабушку дедушку чтобы смотреть как-то с боничем играть будешь до last refuge кайсерис делает меня тут чаек свеженький вам тоже рекомендую сегодня день будет у нас насыщенный плане игр по варкрафту поэтому запасайтесь комментируй же нормально не отвлекайся говорит панкин что я практически отвлекаюсь меня отвлекают и тут уж ничего не поделать sonic moon foggy 11 с беливом заходим на третью карту last refuge поскольку турнир заканчивается примерно думаю что где-то до 10 до 11 он будет идти в зависимости от того как там долго недолго серии матчей признаюсь тоже тренируешься чтобы нагреть больше нет я не заходил варкрафт уже очень очень долго потому что икс ком потому что 15 трансляции я заходил больше на стрим пару раз видел как его пух тренирует но это вообще жесть то есть если пух еще придет нашу мальчик я вообще никаких шансов не будет там страты будешь контролить на чем это вообще непонятно зачем он делает к чему это все опасно дабы не вор тренирует себя в курсе мне персональный тренер мне серьезный подход ну очень фрепризал и 20 порол хотел запустить стрим по варику посмотрел на количество трансляций понял что буду катать без трансляции блин он и владыри катает капец а я great t1 а т2 не замечаю разницы привет гага смайл страта не полей да уж итак rose brain cup номер три первый матч вижу что новые зрители тоже появились сегодня турнир пойдет от начала до конца 16 игроков отличный призовой который вы также можете пополнить и соответствующие сообщения будет в чатике пошли кто там сигналит мы знаем что бараки там будет строить кто есть мун шад кайсерис кайсерис ливну окей да и красавчики видимо аль запал у кого-то вот 16 игроков 8 корейцев победители европейских отборочных призовой под 50 где-то сейчас и две сетки нижняя верхняя бо 3 в суперфинале b5 правом верхнем углу стрелка нажми нет я ее нажимал в прошлый раз в этот раз я ее нажимать не буду это observer board обзор показывается количество ресурсов там новомодные вещи слишком сложно я лучше по по старинке буду дает даже давайте индикаторы здоровья выключу чтобы вообще полотсколы буду аль тыкать вручить ну ладно не буду молодежь коровники муна это корея ну похоже что да на магазине у нас вроде девайсы типа зарядные 4 левела бутыльки большие инвулы монопоты высасывал киманы кровавза бисты миша передай привет сереге сделай руками сердечко пошли воздушный поцелуй еще один прокаженный у нас зараженный появился давай радиотрансляцию чем мелочиться можно только звук в хтмл плеере включить кстати для любителей олдскула переключите в бета в профиле хтмл плеер если у вас там не chrome а какой-то другой сейчас было ретаргет просто отмурно хороший вот и только звук все у вас картинки не будет только звук правда я не уверен что по вахе идет трансляция вряд она идет и а на базе у соника растет инородное дерево он это видит но пока был занят криппингом он сделать с этим еще не мог возвращается быстро и судя по динамике он успеет нанести урон отменить успеет дерево хотя как вниз до конца где-то вот ну дерево будет столько хп что ему лучше не вырастать до конца искал ступили я ставлю процентов на 10 максим 15 зря неправильно поставил стареем стареем мун тем временем выбил себе девайс он продал там кажется был большой бутылек маны а тут scroll of the beast который тоже по сути на продажу идет sonic делает great на т2 но только после того как убедился что он также заказал great очень грамотный виспу соника который палит классно смотрите что делать мун он отвлек на достаточно хорошее время соника сам забрал два девайса на его часть то есть надел кольцо выбил отсюда sonic приходит тот же труп ее мое и тролли возвращаются еще под рестора смысле вы этого зелье восстановления риджевенейшн конечно был руссбрейн поддержал канал на сумму 30 рублей сообщать мешали как идет процесс удваивается ну не совсем пока но напоминаю зрителям что у главным меценатору с бренка по есть принцип если первоначальный его взнос удваивается то следующему турниру быть то есть он заносит 50 к если краудфандингом набирается еще 50 концу турнира то он заносит еще 50 на следующий так что если вы хотите чтобы был четвертый турнир то поддерживайте кажется у меня хромакей после этого надо будет поменять sonic приходит сапогах тыж третий левел уже е-мое это плохо ведь какая разница между ними уже по уровню и по девайсом начало муда просто шикарным ссылкам турнир есть если страницу канала обновить или чатика то вы получите ссылку на турнир на сетку на призовой на возможность его пополнить и далее войска вступили в бой мне как-то немножко страшно становится за sonic а потому что потому что муна все слишком хорошо ой 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 куда же как же где же откуда вы пришли вообще как здесь арчи показались войска вступили в бой что за агрессия от sonic неправомерные абсолютно все хуже герои хуже девайса он ведет арчи и куда-то в атаку непонятно куда он еще шикарная в висков развесил посмотрите ну везде у него есть свои люди козла делает мун достраивает висков и все-таки sonic немножко погонял и наконец-то sonic благодаря этому последнему троллю получит третий уровень ну и соответственно за доберем 2 но здесь и чуть дальше 3 и 2 героя девайсы девайсов большим ох он еще монобиорн сделал по иллюзии sonic sonic что же ты творишь тут копаю торчу мелочи неприятным нагу взял sonic ему нельзя сейчас скрипт джекать особенно против козла это настолько опасно войска вступили в 2 лорницы достраиваются все что мне кажется что sonic вообще будет не он будет делать т3 не достраивал бы столько висков если бы не хотел идти дальше о пуха зашел ё-моё посмотрите это просто какая-то наркомания помните этот грейт насколько часто вы его используете стражевая сова охотница приобретает способность отправлять сову на разведку окружающей местности господи сто лет играть не видел а тут тут заварушка идет прицепился мун к сониковской ноге там козел откидывается корнями от соников ского демон хантера да это нас сову на дерево вешать минус нога у соника минус арча у соника амун час реально сов кидает на деревья может он так издевается просто над соником я не знаю ну то есть это это что-то невообразимое а знали ли вы что сова снимается одним ударом рабочего орковского или ну в смысле всеми кроме эльфийских виспов да знали не просто удар просто не не то чтобы елку спилить то понятно просто ударил и все сынок перевел 550 рублей призовой 49495 тут не пробить просто никак сонику здесь не прорваться он понимает от телепортируется теряет ряду все очень плохо но есть еще конечно сетка лозеров как чистенько отыграл sonic вообще первую игру и как ошибается во второй но может быть ему тоже собрался по крайней мере на третьей карте у него были уже прям заготовочки и под аов и как там дальше крепится лучше а я что решил ты держи не из этого не упадает уже я забыл из голубого ограм да повезло лимита более-менее одинаковый но смерть наги и смерть всяких арчей все это безусловно сказалось на уровне героев тут 42 хотя тут тоже двоечка один вот как 3 до 3 ладно еще может перевернуться игра на медведи дойдет войска вступили в бой будет попроще сгладятся все вот эти вот шероховатости несоответствие по уровням туши тоуру выпадает муду подрывники 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 2 буду можно забрать дима дима поближе поближе дима а вот сюда вода а по c 1 2 не успеет забрать 2 как мунд среагировал шикарно вы видели увидели как он среагировал став сразу два виспа вступили в бой шикардос еще косарик от сержа 1988 до 50 тысяч 395 рублей призовой так а он собирается дропаться загрузился в дирижабль и полетел вот такая реакция на конечно причем он же не видел ничего то есть до тех пор пока дима в инвизии только подрывник подходит и понеслась взрыв став виспы благодаря хорошей реакции он спас фактически 2 мануэл а это не только деньги это еще и такой темп игры можно сказать да он же пока мудуэлов у него нет не сможет из лимита никак выйти а и такой наглец муда он пытается забрать точку добей крест при рождении 2 еще позиция такая хороу еще улетел еще сейчас будет господи пока соник крепится будут продолжает своим отрядом не таким уж и большим проводить диверсии муна 40 лимита у него только что убили мунуэл у него лимита реально меньше а он наносит урона как бы он сейчас не должен сражаться это ошибка сейчас на тп нужно а тп если у себя тп есть тп успел высадить там вишны не хватало дирижабль минус но если дирижабль упал вот здесь вот козел точно бы разбился ох один выстрел можно было убить где-то две дриады эту хантрессу и козла опустить тоже здесь это было бы такой подарок по эксперт зачем ноги вот эти вот штуки понял такая жесть вот здесь реально можно было игру перевернуть один выстрел один выстрел и мун за свой контроль бы мог поплатиться просто жалко такие моменты не прочитать то есть там уже выстрелит какая-нибудь дриадка или козел успеет лапой махнуть или не успеет или арчатом какая-то засейвленная сначала осталось или не осталось или дима с арбой достанет не достанет один удар и колоссальный кусок экспы ладно соник приходит его 60 здесь 53 муда соник приходит без без т.п. 40 в 60 пишет хай так хоть это совсем не так даже смотря на заказ одного медведя там полтинник разница не такая большая особенно учитывая наличие барака мануэлов и прочего нага получает бёрн козла козла почему козла ним не высасывает манов соник не доконтраливает ну или у димки димка свой не не бьется шедер еще приходит господи тут тут жестко отбивается мун подконтраливает медведя форкет прикопка диспл 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 инвул пошел свиток пошел ой нельзя сейчас сонику продолжать сражаться ой вижу что разваливаться здесь будет по количеству хп ой не прав он диспл медведи хорошо подконтролил мишек отвел дима вернулся хотя нет что-то у муна все красное если подобивать минус 2 медведя у муна хорошо минус 3 медведя у муна очень как два красных медведя ну очень красных медведя ну развернись ну фукусни минус 1 став на 2 моноберна моноберн прикопка надо наверное свиток закупить он только что появился здесь петухи прокукарекали аккуратно свиток ну свит надо было медведя конечно спасать свитка медведь стоит как свиток а ты не только медведя спасешь но и двух героев и двух остальных медведей под конку под это подлечишь итак у нас 46 лимита против 40 41 соника меньше но он жив тут правда 5 почти демон а у соника 4 вард 3 ехи это запускаемый файл собственно перевел 695 рублей в фон турнира до 51 тысячи поднял 5 демон это проблема может красную как-то взять проверяет сейчас красную точку соник левую сам идет на правую а мун летит на дирижабле войска в эти кто сильнее козел или нога там не от лейта зависит от зависит от лимита то есть в таком лимите нога по выгоднее будет но если там 50 плюс то ой-ой-ой-ой ногу 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 сейчас sonic sonic не видит перегруппировывайся прикопка ой как мун диверсирует вы посмотрите падает прямо на голову подконтраливает хорошо что крипа еще до 5 левел у муна у нее есть инвул прикапывают ногу она выпил все ее зажали короче зажали нога минус став у соника почему-то нет телепорт муна есть инвул включается козел четвертый соника чуть больше но здесь дима псих тп пошел еще минус медведь еще минус медведь господи там уже на половину 6 димка айда мун айда мун контролит конечно великолепно просто так что в первой игре дело было точно не в пинге то есть тут реакция то очень хорошие выпали когти плюс 12 у димки урон плюс 28 без рыка капец арба сер клетка троечка шестерочка 12 с таким демоном то можно и наверное он за счет этого демона и и тащил вот в этой битве когда вроде как не все было в его пользу дичь просто дичь а если порычать еще плюс 25 правда к базе будет ну двенашку плюс 40 будет будет плюс 40 урона войска вступили в бой пытается крип джекнуть видел виспом sonic подбегает тут огненный плащ моноберн даже пятого левела у соника нет а там козла целенаправленно качают до пятого ну и потому что дима ничему новому не научатся на закрепим ли на таком козел горит он просто одним демоном сейчас берни по берните уже смысла нет там маны не осталось передать бы плащик хотя у димы такие девайсы которые я лучше став например передать отстава жалко ай ну кольцо скорее да кольцом хотя дима под 6 6 уровнем он же ренджовый скорее всего ему плащик то не нужен на город напали когти обязательно надо отдать плюс 6 50 лимита у соника почти 5 но тут во первых будет 5 козел и в результате размена demon hunter в следующей битве получше стоит или убой тут ладно тут пять хоть кое-как в теории конечно может быть что как-то соник просто в холомину одержит победу в генеральном сражении никого просто не потеряя демон не прокачается но это все конечно сказки такое случается крайне редко мун плащ вообще продал странно что он и когти плюс 6 продал для demon hunter с со сплэшем это девайс топич грейды смотри кстати про грейды хорошая тема 1-0 против давайте кто-нибудь превратитесь или козу покажите 21 ой 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 демон hunter подрезают и у вас ты шьежик у него даже in wool был он хладнокровно взял и ставнул все книгу убей дряда 1 против книги медведя не поддержали акт вандализма но в таких лимитах до козел просто топич можно ему даже 3 ауру брать так и есть 3 ауру берет мун когда стенка на стенку когда очень серьезный урон возвращение 30 процентов урона от кипера это как два с половиной грейд на атаку 64 лимит на 65 нет предпосылок чтобы тут тут сонику выигрывать но тем не менее поехали пошли реджу вы реджу вы реджу вы медведи форки делает нога неплохо дима очень уже битый у нашего димки с плюс 41 урон очень классно sonic дисплей от своих медведей медведи начинают падать дима возвращается у него уже на букве d x по sonic пытается доконтраливать битых медведей но не получается до конца уже на букве m буква о и все шестой демон пишем гг выходим а маны нет маны нет не выходим стоп не выходим я сейчас выходим да там лимит 70 на 26 нога падает врывается дима и комментарии от соника вот отстой обидно конечно так все равно не получилось ничего ладно зелень останется немножко пока солнце не сядет давайте посмотрим какой у нас расклад по сеточке по сеточке по сеточке по сеточке хавк играет с пухом 11 у них счет пока непонятно что в третьей игре фокус это уже было фогич к сожалению проиграл беливу 1 2 мун выиграл sonic а сейчас белив против муна в четвертьфинальном матче watch of reach против днимера днимер и чонана против рудана а все-таки проигравших фоггис соник лицефер анима арма и шейк что смотреть-то можем попробовать в третью игру хавка против пуха мы вряд ли зайдем она скорее всего же идет помпомпомпомпомпом можно посмотреть фокус против либо пуха либо хавка это точно не зеркалка будет это будет орг против хомана или против эльфа били в мун говорят ну ладно какой били в муну муна с били вам давайте проведем демократическое голосование будем выбирать среди двух и более кандидатов первый кандидат что смотрим фокус против хавк или пух не тот пух потом мун били в это эльфа дэд пам 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 ну и как бы да мне все равно я упырь оставляем а не мир это рима инжи еще давайте рима инда добавим голосование погодите не голосуйте не голосуйте не голосуйте говорю хотя там миррор рич против время я против конечно миррора второго и что показывает голосование давайте посмотрим фокус против хавка пуха топ-1 но не с большим отрывом сейчас зайду к хавку посмотрю на какой стадии у них там игра ох там жесть ох там жесть ребятушки так давайте я сделаю ретрансляцию надеюсь меня простят секунду минус все мортиры гипосы клюют грифонов ох там сколько это уже три базы еще минус мортиры там соло варда что ли до пришла атака от хавка называется кажется тут опять варда на разуплотняет я в игру зайти ладно подождите дайте секундочку мне смотрю да тут пока ничего давайте хавка досмотрим тогда да там варден как минимум 6 очень стрёмно при этом при всем строить мортир потому что третьи ножи ультимейт и там никто не выживает ставами не напасешься хила у паладина не хватит а потом варка варка прыгает уже очень начнется жара до 3 ножи она седьмая уже с третьим блинком видимо до 7 а и поймала молоток приятно конечно что можно посмотреть от первого лица представляете 2016 год заходишь на good game тут тебе топовые игроки стримят турнир замечательно идет и все свое родное понимаете и зрители русскоязычные жалко конечно что хошка проигрывает судя по динамике потому что тут тут наверное надо ставить сразу где-то три магические вышки на третьем экспанде для того чтобы хоть как-то варю охлаждать варя прекрасно видит какой воздух то есть скорее все там просто добавляются еще там 4 гиппоса добавить и все к черту склёвываешь там так давайте в чате посмотрю на всякий случай там ничего не я предлагаю досмотреть тогда этот матч 3 решающий и потом сразу после этого переключиться на победителя против фокуса то есть фокус ждет когда как раз этот матч закончится хавк проверяет сейчас базу на 12 часах но он догадывается что раз у эльфа тоже закончился мэйн он наверняка либо перешел мэйнам туда либо третья базу не там было раньше разведку он туда делал давно еще когда красная точка не была закреплена готовится возможно третий свиток возможно т.п. ждет в магазине лимит так себе 67 свиток свиток будет похоже на улынчик а вот и варна успевает 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 кинут молоток хорошо значительную часть хп сносит варька телепортируется но у нее проблемы с хп то что это неплохой момент некоторое время ей нужно будет потратить для того чтобы до приходит хавк проверять а нету никого нету нычки да как так можно закрепить зачем как тогда сюда идет три косаря не надо идти отсюда вообще не нужно идти хавк не надо забей вот реально зачем у тебя есть база у него нет пошел закрепил там точку получил 5 5 мку например или да просто свою третью базу защищать на самом деле когда у эльфа одна база у тебя две но ты в принципе гипсов хавками уже законтрить понятно что они дороже понятно что они занимают больше лимита но если у тебя бабла в два раза больше то можете это позволить там 160 против 210 и 3 лимита против двух нормально ну и 20 лет против кажется 30 айварька врывается опять нужно брать рабочих рабочий запасом есть но это же экспо еще понимаете это еще и экспо и некоторое время добычи приостановлено еще один свиток но после таких провокаций конечно хочется прийти и 8 уровень уже а у хавка одна рабочая база там экспо закончился читая ступил он видимо вообще fast экспо играл и база у него закончилась очень быстрым сейчас хавка спровоцирует он уже не будет к варьке возвращаться забьет на это все дело и попробую сейчас прийти и пока варе нет побить юнитов причем нужно сразу сразу ловить гиппосов это делать он дает время манда там еще 5 гиппосы гиппосов слишком много надо лечить мку надо делать скоро уже будет первый свиток хотя он поймал значительно учать гиппогрифов начинает фокусить еще грамотно грамотно свиток давай свиток пора свиток теряет грифона убивает еще одного гиппогрифа свиток пора свиток пошел отлично гиппосы падают большинстве смотрите наверху гиппосов все красные свиток еще один панду молоточек подкип подлечить еще паладину нужно подлечить паладину подлечил паладину панда 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 уходит уходит панда лечится на последних и так еле-еле ну добейте ее никто не добил ее варя живая здоровая стреляют ультимейт пойдут сейчас духе возмездия но медведь минус палыч не умирает грифона ставит ков красавчик красавчик очень хорошо фактически убил весь лимит варька восьмая не успевает блинкануться и получает молоток главное сейчас никого лишнего не теряет для заказать еще одного кстати рабочего надо было хотя ческанда придет 5 господи нет дышит дичь начинает терять воздух как не туда не то все не то он не додавит этих двух героев помените мои слова тут уже нельзя с ними сражаться пытается на развороте дыхание вины пары ох если там панда умерла в тот момент надо валить заказывать двух рабочих пытаться как-то отрегенить это все дело отличить ладно хорошо у него тоже добычи нет у него же закончилась эта вся вся тема сейчас вардан будет сбежать преследовать медведь я понял тебя не атакуют грифона по этой дурочки короче надо идти убивать не туда не не делает в нет вниз вниз на базу что ж ты делаешь а он боится что нет я думаю что нельзя было сюда в принципе он не уйдет отсюда просто сейчас он дает экспо сделать ничего не может да и ради чего это все там полторы тысячи осталось на базе зачем да отсюда надо было валить инвол подлак панда шестая мк битый это гг сейчас он здесь 1 секунд 15 него есть до выхода из игры капец шансы были ну во первых если бы панду ну убрал для начала обидно в игру да в игру черт так тут sonic продолжает играть но это в нижней части сетки масс брейкеры не потащили бы да там масс брейкеры могли конечно брейкеры помочь но скорее все медведями просто это уничтожилось бы или дриадами закатилась это можно не там другому тему тут то есть ты не можешь так быстро взять и священцы брейкеров ну по крайней мере в тот момент когда вы присоединились там уже уже есть лимит какой-то добыча только с одной базой то прерывается там была проблема с пандой которая выжила чудом это раз и вторая проблема была в том что после того как хавку бил весь лимит человеку он не отступил к своей добывающей базе а продолжал тусоваться рядом ну мы ждем фокусов вот они с пухом сейчас так откуда мне звук то не отсюда от хавка все еще остался до ждем вот чек с чек пух что-то пишет ждем когда создадут жалко 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 давайте пока хромакея солнышко у нас потихонечку садится поэтому можно наверное зеленку еще немножко под хотя фиг знает нет плана и так сойдет что 80 все не так то нормально нашел какая сейчас игра будет чек против фокуса чисто такая корейская эльф против орка сегодня к скому не будет сегодня будет только русбрейн гоури стриму да нет мы будем смотреться тот матч который выбрали в голосовании и который ждем пух живет корее вы не путайте пуха и чек пуха пух это вообще корейский клал а пух о смотрите спаун видимо кто-то из забанен их надо написать днд спасибо что напомнили до приятно помнят в снг все игроки проиграли в первом раунде да ладно да ладно я ожидал что фогич он все-таки наверное лучше ответственный всех подходил к тренировкам то есть как не зайду у него днем покатушки на китайском клиенте покатушки такие серьезные регулярные последний правда несколько нет них не было может он тупо не стримил чтобы не не палит страты хотя вряд ли пора уже арена купить там фиво прописывать зачем зачем все равно вот есть определенная часть населения до который которых ты сплэшем как-то можешь задеть вот обиды банным это не тот гейм-нэйм кажется хотя не точно точно не мирор баниур говорит от анклав я прочекал айпи фоги высадил мэйн начали а выкопал мэйн но это в лучших традициях муна конечно же бываешь если если волнуешься то торки хоть есть но фокус сейчас будет сва 38 роз мы же ждем как раз фокуса фокус против пуха чека блин мишка там такая игра мунбелив что же делать вы проголосовали я всего лишь безвольная как бы это сказать то безвольный инструмент все вот-вот вам демократическое голосование мунбелив проиграл а мы сидим ждем не правильно ждем на самом деле буду посмотрели чутка сейчас надо и честь знать без хавка переголосовать надо поздно там уже игра идет за кого легче научиться играть зорков и за или за эльфов за протосов проще всего уверяю а если варкафте то за хуманов где мясной конь может быть это он я не знаю давно его не было что там кого петр дэнчик а я голосовали за хавка на его больше нет но ничего не знаю привет миш пишет димон 3223 ничего себе варик удачного стрима спасибо да варик но пока еще как бы медленно запрягаем посмотрели по сути только один матч одну серию при этом спасибо огромное за то что варик не забываешь воскресенье заняты твоим стримом да да спасибо раз брейна за то что такие инъекции периодически делает для того чтобы подобные турниры были и конечно же всем спасибо кто саппортит дальше призовый фон давай переголосовал купоновой а все уже а все уже начался матч муда все мы уже не зайдем в первую игру поздно ребята ошиблись ошиблись жалко конечно главное уметь признавать свои ошибки просто сейчас вот подумайте оцените и в следующий раз ни в коем случае не повторяйте почему за хумов легче то но механика простая рабочие добывают и и лес и золото фермы дешевые футмены понятные архмак универсальный кастер и сами все делают какой пух чек же чек пух пух чек азара не знаю точно когда дата будет вот спрашивают фокус чек мэп они начинают черкать а и отчетачи не черкать и не подчеркали уже сейчас создадут да езжишь это ничего что тебя рассинхрон мимики и голоса f5 не будет сек меня смущает от зеленая надпись не переживай пусть это будет таким своеобразным напоминанием о том что люди бывают разные все таки и арк эльф отлично заходим орг вот стрель хэпи а вот да вот стрель ты не слышал что близзы обещают новый патч для варкрафта слышал темы на форуме читаю поэтому слышал ну что ж наконец-то и чек тут и фокус тут и мы начинаем судя по всему били в проигровок он известный да конечно андет не такой конечно титулованный как многие другие корейские андеты но он и играет сравнительно недолго ну то есть он есть просто для меня есть определенные разграничения по тому какие есть андеты в корее есть старенькие типа фова люцифера свита ну есть соответственно вот новые товарищи поэтому а старые это которые играют лет не знаю 12 уже вот поэтому били фон скорее из новых а где фон где второй бобер да как-то как-то без него пока конечно обещали новый патч за них любители почти всю работу сделали там китайцы насколько я понял они за них практически весь батонет новый сделали лаунчер карты хотя сервер сайт вряд ли они переписывали но это же китайцы они все могут мешали дымки потом будут обычно дымки выкладывают после турнира целый пак ну по крайней мере прошлых двух раз бренка пах дымки дымки выкладывали и так сейчас слава богу будет не мирор болельщики орковский встрепенулись потому что ну как бы на арене появляются фокус это тоже товарищ бородатый эксповой с великолепным контролем его блэйд мастер правда это было скорее в орочке мироре но он там показывал чудеса микро и что-то наверняка руки-то помнят эль греко 150 рублей призовой до 51 1055 2 рублей 552 505 учительница по-русскому бы сейчас угодовала ладно блэйд пошел виндвок за девайсом висп судя по всему пронаблюдает ох как хорошая какая точка смотрите все видит просто все видит подблочил еще и с этой елки его хрен собьешь то есть у него vision есть а достать его никак 500 до еще бич-лич поддержал на 200 вопрос на таком как выйти из дома выходные если вышел xcom 2 еще раз брейнк про я выходил сегодня из дома на самом деле ничего там интересного нет серьезно снег грустные лица дома интереснее выпадают когти плюс 6 здесь перчатки но кстати чек то благодаря ову прокрепился то побыстрее замазки т2 до ровненько все я предполагаю стандартных конечно же талонов у эльфа а дома радостные лица эльфов и сектоидов да 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 и дом это как коктейлик фактически уже только выбор каналов лучший и все каналы по теме ну по игровой имеется ввиду всегда есть что посмотреть так вот сейчас опасно уходит в виндвок фокус просветку купил о ее ее моноберн пропустил учитывая то что 72 73 успеет виндвок второй включить скорее всего пора 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 ох там уже замахивался дима я видел я видел что замах проходил нет добил все-таки блэйд прочитал книгу до фокус в этих микро моментах пока получше критует еще на 90 неприятно свет на всякий случай видимо искал он арчу sky жены под т2 под второго героя но как-то рановато ей там сидеть еще было саня кей перевел 200 рублей увеличить призовой до до 51 тысячи 700 32 рублей возможно и правильно прочитал надеюсь что правильно а сейчас будет экстремальный криппинг от чека то есть точка серьезно ее надо брать с троллями только берсерка взял да не только берсерка надо брать надо и hill наверно взять а что по лимиту не укладываемся укладываемся может он не хочет 185 тратить на hill потому что все равно почему не хочет да нужен хилл не пойму он же не медведя идет в конце как до концов как он лечиться то будет труша таура топич девайс для арчи эталонов ну там еще свиньи спасибо скажут блэйд мастер подбегает камень маны он выбил ох какой тролль вис посмотрите висел здесь контролировал магазин блэйд приходит хоп на соседнюю елку обычно так нельзя сделать виспом ну то есть на дальние елки спрыгнуть с этой он выходит скорее тут есть особые особая магия уличная и главное он продолжает палить только другую же зону и такие вот вот это опыт просто опыт если он прыгает с одной на другую и ничем не сделать с ним таурен еще 300 рублей пришло от ам клейдят висп успел задиспелиться когтиссер клетка здесь бестмастер никто не сомневался еще один тролль был куплен свиньи очень быстро через пурш убили жалко поросенок еще на сер клетку ну блэйд на самом деле он такой уже серьезный по девайсам да и полевала скоро третий уровень будет камень пока не передает таурену просто потому что камень дает триген еще по манке 25 правда не соби маска половина от соби а у турина второго левела нет то есть даже вейв кидать не может у него фуловая мана фокус выглядит значительно увереннее у их еще один камень маны правда эльф приходит сейчас бороса начинают убивать и вроде как даже стелепортироваться здесь было бы лучше чем два бороса гарантированно терять бежит бежит один бору отменил а этот не успеет убить блэйд рядом третий левел хотя успеет ну вот и думайте сами решайте сами что лучше 2 бороса 180 40 40 плюс отмена одного бороса которого там сильно побили или т.п. за 350 тут ответ очевиден а если т.п. а т.п. то не было т.п. то не было вот чем дело то есть он же сразу продает т.п. берет сер клетку а когда он добежал до магазина он уже часть пути преодолел то есть за это время пока он добежал до магазина один борос уже умер и в этот момент происходит другая оценка стоит ли в этот момент покупать т.п. и получается что не стоит потому что один бору уже убит короче да все сложно до чем стелепортироваться да 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 это нету что с девайс выпал старого дракона эльфа кстати хороший вопрос с этим агила плюс 6 хорош что же девайс явно лучше чем все то что может даже аура армора наверно не такая полезная как тут агила плюс 6 сеточка на биста а ее я без тогда лучше отдать его нафиг нужен первого лавила бист 170 золотом вписываться еще за него он даже телепорта не стоит конечно неприятно отдавать экспу особенно учитывая тот факт что турент уже к третьему идет и девайсы у него такие что ну ой 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 рабочие приходят 40 лимита надо бы докачаться до третьего все таки не хочется лезть таким вот половинным тауреном он подставит турина под берн иллюзию и попробует прийти до циклона типа от склон ты должен уже быть уже есть склон так а куда лезть то тогда я не пойму войска зачем что самое главное закреп там шахту свою до крип вот этих вот пацанов что угодно чтобы получить третий уровень а до бисмастер стоит же бисмастер стоит не 170 первого левла он стоит по фогичевский 340 или даже если учитывать 450 его изначальную стоимость нет какая-то логика странным все-таки с виспом практически убедил а вот с бестом вряд ли войска вступили в бой так ну что арбауди мы есть ждем третьего героя третий герой в таверник таверни арки не пропускает и к скому сегодня не будет сегодня будет только варкрафт только разбраин кап если он закончится слишком рано то может поиграем еще фашечку но это зависит от вряд ли ориентировочно потому что турнир double elimination что-то человек матч очень много и скорее всего трансляция будет часов 8-10 свинью опа свиньята закончилась до того как ее воевода 91 косарик закинул в призовой призовой фонд 52900 рублей спасибо за саппорт турнира от всех игроков я думаю главное чтоб наш повыше добрались но что-то как-то мне динамика опять не не радует но я верю я верю в фоге и в хавка и даже с соником хотя там не только они еще есть из наших надеюсь так третий третий то урен получает моноберн второй и кажись начинается замес линк сетка сетка на демона очень ай циклон да надо вписываться получается ингу ой какой вайф можно сейчас спустить вау как он скосил талонов по паз еще wave нет свиток свиток нужен свита который идет ох еще один wave после после маны умирает три талона во время телепорта и эльф ливает может быть стоит дожать учитывая то что есть еще один камень а тут все здорово и взять купить еще свиток один и пойти с инвулом да дожимать ну чё лимит ровненький такой чистенький 50 у эльф там проблема называется как бы подлечиться что талонов с маной в мунвеллах а он без тинкера просто сражался да это тоже уходи там основной дома наносил как раз таурен со своим вы его и проблема была главное в том что и девайсы выпали такие клёвые и талоны выстроились в ряд очень жесть будет wave еще один ой как косит у на как он косит до фокус похоже здесь дожмет талоны падают есть еще один один девайс на 300 маны а вот теперь можно и сажать хотя вот непонятно уже в кого вы в кидать если честно наверх на 3 4 частных талонов не знаю свиток перегруппировывается от факты от барака манабер давай в ноль не делает неправильный манаберным чек грамотный свиток ухова и вам димку добил хорош легкие подлаги но до фокус конечно в хорошей форме контроль великолепный причем добил прям так вот директом ну вы его если вблизи бить то у него там урон повыше я слышал не 70 140 210 а там вообще какая-то дичь вот его и разорвало видимо из-за этого так без мастера добивают надежды нет дима в таверне и остаются только арчи талоны который просто разваливается а есть пилоч еще пилочи нет это был бы топич пилочи сделать эх гг окей бедный чек ну скажем прямо ему не повезло с девайсами да потому что противнику а как причем вот нет не совсем так во первых вопрос какого черта он отдал две точки из которых могут выпадать два таких девайса то есть орг же не просто так получил два девайса он закрепил и свою точку и вражескую первый раз такое слышу про wave ну все бывает впервые не удивляйся почаще заходи на трансляцию много нового интересного узнаешь но wave конечно наносит фиксированный урон вне зависимости от расстояния до цели конечно же это был была дезинформация и кто-то даже повелся да да таким образом мы просто смотрим в чате кто шарик то не шарит если даже в твоей голове поселилась сомнение типа а вдруг реально так то как бы это уже говорит о твоей квалификации ждем втором вторую игру можно взглянуть сейчас на сетку нас точно обновилась у орус брын ёшки матрёшки разбрейн еще 30 занес так да тут фокус ведет 1-0 мун проигрывает пока беливы тоже 0-1 ремайн с ворчефом пока по нулям и рудан против чё надо чё надо это тоже кто-то кто-то другой сейчас части напишет хавк выигрывает шейк 1-0 в лузерах фоге с соником в лузерах в первом же туре ё-моё тоже пока по нулям люцифер убивает аниму а это лоулит лоулит давайте ему никнейм на будь гейме заменим а реально что это такое или луз ему поставить не стоит наверное нет нет так лоулит надо какую-то ассоциацию придумать чё надо чё надо чё надо нет ассоциации что означает лоулит общем фоге 10 sonic подсказывает сейчас чё надо лоулит нам давай смотреть муда с беливом там батл интересней фокус пухов кашу разорвет но они же же играют мы сейчас в игру не зайдем но придется ристримить и это все все не то все начали серию сейчас расхлебываем ого что-то произошло погодите нормально так себе все готово хромаки поправили досмотрел запись x ком просто джеки а что джеки ты много интересного было очень сильно торопишься ох эти критики а бспн давай ставь айронмэна и стримчанский на 8 часов но смысле не айронмэна этого четвертый уровень только за донат но это же к тебе вопрос естественно как стримить будешь так и поддерживать будут только за гудгейм уже не тот видите даже бсп оказывается не готов стримить бесплатно что с нами стало как же гудгейм годы моушенс акриса черный рынок появляется со временем я просто психаную выйду на первой же миссии понятно о фоге sonic 11 но без сейвов я тоже не берусь играть сейчас первое прохождение ни в коем случае где и град вообще причесался рубашечка новая сразу видно разбраинка пытни новая рубашечка я периодически нахожу вещи странные весьма так что просто надо отодвинуть одни вещи и там можно найти что-то другое а тогда не то чтобы причесался расческой не использовал ну конечно серьезный подход к разбраинка по это событие все таки раз в сезон с такими игроками я много стрима прописал нет пару часов по xcom сейчас чаще жалобы приходят на матчем на доту ха 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 да так а где игра-то ё-моё я настораживает что абстракт который он сейчас создает вообще сонику с этим с фогичем как-то это не настораживает и пойду пока записи к с чем досмотрю как раз к финалу успею говорит envy не успеешь если игры идут параллельно между крытыми игроками как ты выбираешь кого стримить я ничего не выбираю товарищи голосуют и мы смотрим за то что они проголосовали в чатике висит еще голосование за игру фокуса против победителя пары хошк или чек чек выиграл смотрим смотрели одну игру сейчас ждем вторую не боишься дуэли более что тренится боюсь серьезно боюсь уже говорил больше готовится больше тренирует пух больше начинает контролить опять же я до сих пор не понимаю зачем ему это нужно вообще зачем он тренируется зачем он парится зачем он контролит потому что я этого не делаю и не понимаю все равно проигрывать кому-то ладно терпение ждем вторую игру а зачем с больничем игра будет он вызывал у там да слово за слово на на одной из трансляции good date вспомнили краба смайл краба который клешней отрезает хвост бобру вот и было предложено дуэлечку катнуть для того чтобы смайлик сделать другой ну в смысле либо этот оставить либо смайлик как бобер просто ушатывает краба билиф выиграл муна 20 твич говорит упал может зайти в другую игру я подозрение что просто там игры уже нет давайте я зайду хотя бы куда-то да 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 там хост другому создал игроки молчат на канале и мне кажется что они либо без опсов начали либо еще что-то короче прыгаю в первую попавшуюся игру это очень фрич против римаэнда это кажется четвертый это третий четверть финал и сейчас римаэнд выигрывает рич 1-0 вот ничего себе старичок римаэнд я думал что вообще как бы ничего уже не делает ворча фриджи во первых у него мирор топовый матча по вторых он на миллионе капов участвует ну по варкрафту то есть он всегда в хорошей форме риме сейчас форме 41 46 1 у него было в китайском light ладыри круто но это тогда тогда это серьезная заявка у римаэнда опыта конечно хоть отбавляем но для того чтобы в турнирах тащить конечно практика нужно хотя бы перед самим турниром несколько недель поиграть чтобы часть вот эти вот тупой механики вернуть и начать контролить но судя по всему римаэнду это удалось это прямая трансляция или что нет 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 насть дерзкая это не прямая трансляция это запись эта запись идет сейчас игра военное ремесло замороженный трон играют ну короче разные товарищи не заморачивайся просто хорошо играют хорошо играют вот сейчас за эльфов ночных причем оба выбрали ночных эльфов потому что это самая сильная раса варкрафте там их четыре всего но есть еще ноги но их выпилили потому что они были еще сильнее нечестно было по отношению к другим вот и сейчас да они оба играют за ночных эльфов и будут убивать друг друга всем добрый вечер добрый день еще искусство войны ледяной трон а что что не так вы не видели диск фаргусовский с фрозентроном это новая дота нет это программа для запуска старой доты новая дота это дота 2 дотка 2 кажется да вот сейчас кстати две магины будут выходить но фармится они будут недолго до баттл фури ждать естественно никто не будет да и в лесах крипы не спаунятся по кд поэтому буквально второй левел и побегут ладно если серьезно тут я скачать такую программу ну можно купить купить ее у близов за рублей 400 наверное продается на сейчас но я думаю что в принципе нет не очень правильно покупать программу для запуска доты у близов если вы понимаете о чем я что поделать 900 рублей обе версии вроде как там акция была что типа 450 за все я покупал ну ты ошибся просто не вовремя купил просто не вовремя амулет маны против амулета жизни амулет жизни конечно же конечно же лучше опять пики ну и ребята ну хватит уже нового чего а воевать мастерить от фаргуса да воевать мастерить варкрафт понеслась довольно спокойно кстати они видите не агрессивничают оба крепятся до 3 левела все у них отлично никто там не добивает бараком правда кольцо тут вслед за перчатки енот настя посмотри какой и настя там настя было а и смотри как енот классно это самое вообще няшное создание в этом его еще почему-то называют ракун смотри какой классный все любят еноска ладно давайте посмотрим как демон хантеры воюют друг с дружкой это гораздо более увлекательно 3 левел против третьего причем watch of rich позже получил 3 и поэтому он довольно довольно сильно проигрывает по хп проигрывает он ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй дальше hunter's hole скорее всего будут войска вступили в бой hunter's hole делаются бедный тролль же если снег тролли падает ай и не поблочить а тролля надо троллянда мочить высасывает ману демон хантер уже последнюю ману тратит поддержал канал на суммы 100 ты негодник у меня жир из монитора потек не понимаю о чем ты в общем как правило так просто не шутят если только не появляются у нас новые новые зрители интересны вот поэтому было просто легкая подстроечка мы всем рады доделывается дерево большое здесь у ремайнда ухты продал продал он кольцо пытается ремайнд выбить девайс выбивает чушь надо сразу продавать и про сразу продает пух и фокус 11 ну эти видите они без нас начали негодники а мы их еще ждали причем фокус как вы понимаете по счету проиграл прошлую игру и это не сходится с той картинка которую мы видели в первом матче там было просто в одни ворота так что интрига интрига сохраняется выманивает сейчас бамбров с маркетплейса но из них ничего толкового не выпадет это скорее просто ради ради экспы ботинки куплены здесь кстати ворча фрич до сих пор не обут не знает инфа про warcraft 4 есть какая то ли есть вообще парик парик есть наверняка есть есть где-то такой проект вот но я не могу вам выдать инсайт я подписывал мд когда у blizzard последний раз в офисе были мы говорили на самые разные темы говорили в том числе о вселенной варкрафта от тех проектах которые разрабатываются в кулуарах мне ничего не сказали я мог ориентироваться исключительно по каким-то невербальным сигналом по движению глазных яблок после определенных вопросов по мимическим темам но к сожалению меня просто скорее всего посадят если я вам начну рассказывать то что смог понять из-за из ответов которых не было на вопросы вот но хочу сказать что все будет хорошо что никакого жира петр сейчас было вообще серьезно все козлы как копают ну кто-то копает другого козла только кто-то копает демон хантера в общем радуются жизни все стараются как могут тиманчи сценарий писал почему но я мог заразиться у мантича он конечно хорош я тоже хочу быть таким же красавчиком как он потому что ну троллить серьезным выражением лица это причем так жирно троллить невозмутимо абсолютно этому надо учиться долгие годы так что вот сейчас хороший момент по и игровой реально идет хотя нет нет хороший действительно хороший очи фрич крепится самую жирную точку которая находится на территории противника туда ремайн скорее всего побежит сейчас но он получит ничего он не успеет тут боевые когти тут экспа тут все хорошо и самое главное у орчи фрич еще в теории остается возможность закрепить такую же такую же штуку арчу теряет может быть даже это специально сейчас надо сливать арчей для того чтобы получить давай давай мурлока 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 убей дряда потерял ну ё-моё хорошо 39 лимита орчи фрича 46 время ремонт конечно сейчас будет всеми правдами и неправдами самостоятельно добежать до этой точки какую-то команду прописал ремонт очевидно а вот на мой взгляд сейчас ворчи фрич упускает это самое преимущество которое есть он должен был наверное крип джек сейчас тупого ремайндер его да он слишком поздно это делает беда ну хотя он все равно поймает все равно поймает на девайс он точно отдает подрезая торчу тролля не успеет за хотя может успеет хочу не контролем тролля там странно замедление никакого на тролли не было тролль стоит там 200 ну как медведь он стоит 245 что ли на корейском писал тянет шрифтов да я в курсе simplify chinese настройка это первое что ставится когда перед тем как зайти в баттл нет чтобы отображались иероглифы и русские буквы ну да помним помним пусть пропишет гриф грид из гуд на грид из гуд есть такой код оси дат пипл какой-нибудь еще глиттер не прайзис а не глитами прайзис это во втором варкафте кажется оси дат пипл это из старкафта бродвора литер не прайзис кажется да и старого варкафта зачем нет а хузио дарик конечно же и dd qd и dk фа ворп тэн ворп тэн на скорость строительством пара в голд кажется от косарик прибавляет show me the money power overwhelming сразу миссию выигрываешь адрес но у спун тоже что-то было ох ё-моё короче давайте к игре римаин сейчас штурмует просто базу ворча фрич напомню что римаинт выигрывает со счетом 10 у него сейчас грейды h00 а тут 11 а вот это косяк пошли сразу 4 олги бэйс и белон твоист кажется из комнаты конкур или из рейда лер там кажется или с первого старкрафта аэрис гудайте дай тоже было ладно какой-то странный экскурс получился в коды в историю 4 надо выключить так сейчас берет римаинт с собой огромное количество виспов это во первых для того чтобы постоянно снимать рык и для того чтобы без крови обезманить обезманить медведей и попутно еще то же самое сделать с героями один грейд на атаку доделался у время здесь 2 играть только только начался не успеет он точно но никак вообще нужно дождаться вот вот этой штуки отменить грейд и заказать двух медведей только ооо какая жесть прикапывается димка димку надо риджу ведь димка лечится димка что ж ты делаешь давай форму сейчас не сможет он даже успел форму нет не всеми медведями правда рима и бог взорвать виспов так что часть медведей в принципе не смогла бы войти в форму прикопка не диспеллиться у времени на контролировать немножко иллюзии от римаинда ну римаинда тут вроде все значительно лучше и до козла он уже добрался медведи падают 58 лимит на 38 просто римаинд убивает стенка на стенку его больше грейды похуже но в конце концов и димку поймал и виспов задиспелил гудгейм до свидания до римаинд показал у нас рудан вышел посмотрите на сеточку сейчас покажу у рудан уже в полуфинале сетка римаинд об победил не радует конечно наш турнирный модуль отдельное спасибо безумному дизайнеру верстальщикам дау кажется верстала это этот турнирный и конечно же главному разработчику локи возможно они даже слушают и о репри против мун корея у корея быстро корея корея ясу спел фух последний слот да ищешь скил уха прет так по по сеточке фокус с пухом 1 1 но эта информация у нас была белив выиграл муна это тоже было проскакивала в чатике римаинд будет играть с руданом в полуфинале собственно сейчас мы смотрим в лузерах мун против репризала это первый матч из серии соник соник уже победил ворча фрича это он быстро конечно но мы только что смотрели как ворча фрич с римаиндом играет а соник уже его победил пожалуй это не совсем верные результаты матчем отменим мы их хотя может там 3 2 2 уже договорились там типа что как я с тобой это самое уже играл по тихому никто не заметит давай мне пора идти уже если выиграешь тебе 50 баксов а free win дал рич откуда инфа я пока отменил горчев нечаянно посылал лусом думал что это против римаин понятно а ну да а я обновил результат а там по-русски написано ну хотя у нас есть на самом деле в турнирном модуле свечи то инглач и вы можете посмотреть основные вещи там кнопочки некоторые правда заголовки как в бракет у меня и лузер бракет на русском языке но в принципе база переведена заголовки кнопки на английский язык вот я к чему модуль турнирный у нас классный это турнир кстати с айдиш ником 2418 то есть столько турниров за там 9 или сколько там месяцев 10 скорее всего уже было проведено на модуле джу джейма вот клёво же клява и мы ждем начало серии репризал против муна это другой мачап очень удачно кстати получилось что после того как мы мельком посмотрели с мирор эльфийский зашли и посмотрели орк против эльфа чутка тоже посмотрим сейчас хумана против ночных эльфов но ведь модуль турнир на старом ставите был почти такой же нет совсем не такой же и с точки зрения дизайна с точки зрения функциональности и по интерфейсным решениям и по интеграционным темам совсем совсем харкона ты не помнишь что там было увы да почему-то мельком на последний слог ударение мельком конечно же это неправильно да ну вообще раньше было лучше че тут спорить старый сайт был круче нового почему это все нормальный же сайт был ваш турнирный модуль как татно из кадрова за миллион рублей все плохо говорит нет там другой бюджет у него был кажется на разработку по нам было около двух двух с половиной месяцев это три специалистом по человеку часам наверное уложились в часов чтобы не соврать 200 наверное а там дальше сам посчитаешь если если соображаешь но все плохо я помню у него там 20 предупреждений разных банов он очень олдскульный товарищ и там и тут вашу маму показывают в общем он в курсе тем до 4 инжа и 2 ученых я такое за пять дней сделаю присылаю резюме на майкер собака в game.ru приходи мы поржем мнение если серьезно хороший специалист и интересно поработать пожалуйста хорошие программисты дизайнеры особенно если вы девочки дизайнер нам нужны мун на тиринасе будет играть через варден обожаю героя и под эту куху ху 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 а тут заготовочка на хавковской заготовку похоже да тут заготовка против варден это blood мейдж любитель загнать в банишь и высосать всю ману опасный герой агрессивный очень а варька она очень зависимо именно от маны и основной урона наносит именно двумя сплами своими поэтому поэтому без маны ей делать нечего если дима там с руки чаще бьет выше урона армора больше хп побольше товаре так не умеет сражаться а женщина дизайнер пойдет или только девочка нужно и девочки не нужны девочки вот тут девушки нужны ну женщины хотят зависит от портфолио на самом деле поэтому вместе с резюме присылайте примеры работ примеры работы очень важны начинается интенсивный интенсивный криппинг экстремальный я бы даже сказал потому что . опасная приходит еще футмен который мешает но отвлекает просто ой еще сможет добить о да ты псих только элэсом добил мун вот видите какой серьезный отвлекающий фактор во первых была вероятность того что удастся ему добить с руки во вторых он развел на пару даггеров то есть половина ману варден уже нет в третьих он подэмоджил виспа он заставил там отвлечься еще на некоторое время и отвлек еще таким образом что лс который был на арче добил двух разбойников и варден недополучила заслуженную экспу пример каких работ ну разные нам нужны творческие люди талантливые люди а как известно талантливый человек он он и во всем поэтому не стоит как-то ограничивать себя если вы чем-то хороши то это надо правильно представлять конечно меня мышка ссс сайт до сих пор работает нон-стоп он 2010 года разыграли наставка качественная казалось да ксай ксай кинзу ну кинзу она значительно дешевле и проще там по механизму и по по форме меньше кажется но ксай ксай да она на тот момент кажется 2 2 300 что ли 2 400 стоило хорошая мышка у нее форма такая весьма нейтральная универсальная то есть она хорошая мышка так стоп секундочку тут предупреждение какое-то выносится варден томов экспириенс упала да не смотрел варда вообще хорошие девайсы 2 перчаточки хп добавляют и маны 90 дополнительные ботинки бы еще купить и сер клетку я бы приобрел но слотов маловато и это будет два барака тут кстати мун очень любит именно на тс играть в соло варден два барака он сделает great на т2 хотя тут не архмаг это может внести свои изменения корректировки так скажем страту но в общем то это может быть switch в катапульты с точностью ну и с возможным добавлением дриад но дряды как раз нужны против архмага он если ставится на тс и база с архмагом то он там в замесах против хан трес очень сильно решает и со временем ты просто не можешь ничего сделать кроме как виспо всех отдать и или дриад или выходить в т2 и делать оболишу дриад но против блан мейджа я думаю можно и котами побегать хотя когда доделаются вышки хотя можно вообще сейчас прийти убить его нафиг главное грамотно расконтролить взять с собой шедера возможно закупить троллей если конечно позволят и он взял вторые ножи причем это агрессия жесткая одна вышка магическая это не очень серьезно на город напали шедер три кота виспы на вот не удалось можно перекупить вот же если снег тролли тоже был бы плюс конечно же пошла застройка с протекторами о подрежется трой банишь мана не понял я был уверен что ножи дамаджит юнита в оболише чё-то я не понял надо опять ножи и прятаться хорошо атакует вторые ножи шредер вперед еще бы ножи но но нет маны уже все высосали сожгли унизили хотят по рабочие терпят футмены терпят вышки уже нет как бы не продавил тут уже шедера надо спасать шедер жалко чудом спасся 6 хитов ножи это физдамаг круто там правда вышка доделывается здесь менты пришли не успел отметить один протектор мун не успел сходить арчу код падает тролль-то морал надо сделать т2 такое количество вышек обязан просто мун делать 2 он пока не видит масштаб видимо трагедии ой как не хватает манки а варден виспы в банише стоят не не чинят как вот почему там в реальных баниш был на виспе на виспах они могли протектор починить как бы они не в этом мире находились ох она мы не то голяк плюс тут кажется я как в x-come сейчас попытался камеру повернуть кушкой я здесь не пройти котом големчика подрезает в баниш голема не закинуть к сожалению репрезала уже четвертый левел тушек миллион одна готова вторая доделывается еще строится я бы конечно сюда виспа какого-нибудь или попытался как-то ворваться на мэйн надо защиты никакой рабочих много пожалуйста убивай тут напротив все и и армия стоит и вышки и там застройки такая чтобы ни в коем случае не прошли но он регенит ману у него косарь хп повыкладывал все что можно и 450 маны еще бы инвульчик взять чтобы две серии прошло спокойно но на самом деле ему тут вообще ломиться не стоит увы 2 гвардовские вышки коты отдадутся монодрейн второй жесткий ну и как тут полезешь как полезешь никак не полезешь он сделал разведку на на main увидел что нет грейд на т2 и вроде как увидел что нет защиты возможно это сподвигнет его даже какой-нибудь а вот все репризал начал защищаться и здесь может быть дирижабль взять вообще взять дирижабль и полететь восьмером бой дрейн жесткий там секунды 30 маны высасывается катапульта подходят ты один куда резюме майкер собака гудгим . ru а чё инвок санстрайк не кидает он не так играет не такая прокачка него хотя сейчас кажется по-другому сделали войска вступили в бой ок ну мы начинают потихонечку долбить магазин протекторы постреливают катапульты тоже молодцы но здесь нужно т2 вообще тыкать репризалу ой выход идет где ножи налога очень странным хотя они дают свои плоды до вардан уже без безхозная а где лечиться то будем магазину то нет магазин восстанавливать репризал катапульты живы и начинается продолжается осада деньги есть почему-то нет т2 вот я до сих пор не понимаю какого какого лешего он не заказывает т2 пытается репризал выкупить всех нейтралов которых только можно представить теряя части а вот он что хочет ну понятно он просто выкупает все что можно в обоих лагерях наемников футмены с дефенсом раньше времени на мой взгляд выходит какую-то агрессию хотя менты побежали перепризал их собирается сейчас с разных сторон благодаря подкрепи из троллей ворваться но что-то меня терзает смутные сомнения флейм-страйк ой хорошо как забегают сейчас ментами сзади под под катапульты катапультом не туда не отступают ох толпятся падает одна катапульта падает футмен протекторы настреливают вторая катапульта минус еще минус футмены ну оба тут на теряли конечно же варька пятая больше на теряла репризал но у него же ж база в конце концов варден кормить вечно не стоит да похоже здесь мун уже не отстанет т2 нет только-только пошел грейд лимиты очень разнятся то есть 50 чистого эльфийского лимита отборных отборных котов и катапульт против 38 убитых там футменов непонятных троллей которые продолжают отдаваться флейм-страйк нужны и виспы да кинь уже в него нуки с полчаса коты будут за троллим бегать очень хорошо конечно мы все таки отконтроливает в большинстве случаев ох подрезает тролля вступили в бой там не отличиться от второго даггера хотя нет отличиться отличиться да нет не может быть там отличился вот так там запас видимо был какой-то пхп тролль лечит не так сильно там 12 половиной хитов правда чаще чем тики идут как раз полтора раза там же тридцатка сносится видимо запас был легким на половину 6 варден катапульт уже серьезное количество хорош сзади подбегает футмен какой-то неадекватный абсолютно экспант уже работает в минус потому что его чинит 8 человек чинит 8 работают 5 большое количество ресурсов тратится на этой самой починки будет пытаться как-то flame страйком выиграть время она т2 то что в результате никаких юнитов не вижу продолжается строится фото футмены но он точно знает что после т2 можно не только футмены встроить flame strike пошел видео просто времени не хватает ой ой ну катапульту не отдавай еще манка пошла еще flame strike надо виспов или с протектору лучше задеть потому что протектор не посадишь мана не хватало он не зевает да хух спас начал раскликиваться луналикий варька вернулась почти 6 еще flame strike а и не успел in wall drain дирижабль скорее так моды много высасывает штурм продолжается кота минус 0 я не знаю что делать репризал на что он рассчитывает 34 лимита лес кстати заканчивается ему шредер нужен хотя не рабочие нормально таскают он фактически его 22 экспанды работают на одного бладмейджа который уже все что можно выкупил в магазине воркшоп и ну может быть конечно смортирками правда вардан шестого левела им пламенный привет передаст тоже можно вообще подходить наверное рабочий потихонечку резать чего не там стоят здоровые всем но мун не лезет опачки поджег катапульты убил виспа еще при этом какая сада то долгое бладмейдж старается один там тащит на меде хотя фантомка раскачалась значительно лучше да 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 вот кажется сейчас мун будет подрезать рабочих с да вот так вот а чего они реально можно было это делать значительно раньше минус 3 раба а там глядишь до шестого рукой уже подать и опять же нет рабочих нет починки вот все извините ну теперь давай развивайся ни одной магической вышки хотя не вардан бы скорее всего не оставили бы все равно хорошо крипов динает прям прям сказочно но это ему не поможет потому что ну потому что уже все потому что ульта пошла трупов огромное количество высасывается мана ну все тут духи возмездия зов возмездия которые на халяву убивать главное ульту сейчас не отдать ульту не отдай на на вышках ой 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 оп все хорошо а эти пацаны и совсем справятся просто и все мейнмуну покажи у него то один ему для счастья ничего больше не нужно для счастья нужны только коты как известно рабочие падают там не удивлюсь что вардан уже седьмая должна быть не не седьмая далеко за рабочих не так много опыта видимо дают их уже море убита трупы вокруг некому уже работать строится падает эксп ну я бы вышел на самом деле зачем так жить но идет стратегия до конца гг а вот и конец стратегия не новая мы ее видели на вцг причем на вцг на первых китайских она была тогда очень популярна но мне эта игра хорошо запомнилась ну там по грамотнее там был мк там были дирижабли с молотки кое-как да с пул брейкеров круто было очень круто а не коты заиграл новыми красками да а не коты это есть ээээээээээээх ээээээээээээх эти ханты это полная имба Говорит, секси райфлмен У тебя даже никнейм такой, который Контрит котов Естественно, если ты ставишь экспант и делаешь Там вышки Ну, и футменов, то котов особо Убивать нечем Но это твой выбор Скорее всего Сейчас давайте я посветлее сделаю Солнце заходит Яркость можно добавить? Можно, но что-то странное творится О, все Game 2, заходим Во вторую игру В 2016 год Ху, мы стали юзать красавчика Ох Я не помню, не знаю, точнее, как доказать это Но Я помню Бладмейджа очень Давно заприметил Кажется, это было против Арка За Против Бладмастера Иссехи Когда еще за Хумана в начале ТФТ играл Но уже никак не докажешь, наверное Хотя, может, воды сохранились Какие-то или репки У тебя там зеленый экран на фоне? Ну, это не экран Но зеленый Обычная Ткань Блин, берешь МК У Вари Либо Блинки Она без ножей Либо три молотка Передает пламенный привет Слушает От такого количества Отсутствующих запятых И Грамматических ошибок Конечно, сразу Едет крыша Но По сути По сути Ты прав А мы едем дальше Почему сам не участвуешь? Потому что я Очень слабый игрок Очень В Warcraft Только Говорить о нем могу Играть нет Ну и Как бы Чувствую Боневуру это покажет Во вторник В 20.00 Скажи, ты диванный аналитик Да-да-да Я могу вам рассказать Вообще Как надо играть правильно И Игрокам тоже могу рассказать Как правильно играть Смотрите Вот Кому Кому сказать Кто не прав Ладно Пока все нормально А что с Боневуром Играть целый будешь Да У нас там Разборки Бобра с крабом Намечаются И Да Смотрим Опять Bloodmage Первым героем Но здесь вряд ли будет Здесь вообще нейтральный герой А нейтральный герой На ТС от Муна Может быть Разный Не, мне кажется Это будет Рейнджерка Или Панда Это Ну Рейнджерка На мой взгляд Гораздо более Такой Сейфовый вариант Рейнджерка И под И под Эхо Айлз Подходит Ну просто Шикарно Рейнджерка 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 Он получается Быстрый Халявный Рейнджерка Рейнджерка Сама по себе Герой Этого товарища У Бладмейджа Есть один Маленький Недостаток Он В отличии от Архмага Ничего не может В чистом поле Ну то есть Отбивать Экспанд Будет нечем Ну чего там Пару раз Кстати можно Флеймстрайк С салом Контрить Классно Так Главное Здесь Нет Нет Дерево Тупое Дерево Добило Тупое Дерево Добило Огромного Архмага Который Приносит Значительную Часть Экспы И это Косяк Недоконтроливает Мунарчей Здесь Вот я Не пойму Зачем терпеть Дрейн Если можно Засалить Человека То есть Если ты Знаешь Что ты Не уйдешь Ближайшие 3-4 Секунды От Дрейна То Хотя На первом Дрейне 6 секунд Да Да 6 секунд На первом Дрейне Сала Окупается Только Через Полный Дрейн Ну вот Со второго Раза Надо Уже Забивать Просто И Салить Сразу После Мана Дрейна Ну если Ты в течении Трех Секунд Не уйдешь Палец Экспанд Очень Битый Рабочий Но На самом Деле Репризал Действует С одной Стороны Безрассудно Но Как-то Неудивительно Очень Эффективно То есть Он Сбивает Планы Рейнджерки На Криппинг И Получается У него Хорошо Спасает Своих Футов Банишем Так Давайте Сейчас Профилактическую Филу На 30 дней На Все Чаты Заходит Человек Говорит Что Это Все Стримеры Не Очень Стримят Одну И Туже Игру Заходит И Пишет Своё Ценное Мнение Спасибо Тебе За Него Увидимся Через Месяц Войска Вступили В бой Так 35 35 Лимита Очень Быстро Строит Магазин Тут В принципе Все Понятно Бладмейдж Очень Битый Очень Битый По-другому Никак Не Подлечиться Что Муну Делать Мун Догоняющий Эксп Делает В принципе Это нормально Карта Такая Что Третьего Экспанда Не поставишь И Даже Если Противник Сделал Эксп А Ты Опоздал На 2-3 Минуты Конечно Тебе Придется Некоторое Время Сражаться Против Человека У которого Там На 1200 Золота Больше Чем У тебя Но С другой Стороны Есть Плюс В том Что Если игра Затянется У него Нычка Закончится Раньше И ты Те же Самые Деньги Рано Или Поздно Получишь Поэтому Суетиться Не надо Если Есть Выбор На Хуайлз Идти Рисковать Волын Какой Нибудь Там И пытаться Убить Противника Эксп Или Ставить Свою Догоняющую Лучше Конечно Ставить Свою Догоняющую Тем более Что После Такого Замечательного Хараса От Репризала Убивать То И Нечем Да Скелеты Есть Да Молодцы Но Там Такое Количество Футменов Тролли Еще Помогает Плюс Еще Баниш Есть Какой Репризал Прям Вы понимаете Что он Делает Подставил Б еще Успел Ох Был бы Вообще Царем Если бы Успел Надо Телепортироваться Срочно Прям Вот Прям Сейчас А Мун Прям Нет Он ради Девайса Хотя Он и так Потерял Хотя Нет Четыре Виспа Есть Сражаемся Виспы Ваниш Сало Минус Тролль Минус Еще Один Тролль Дерево Навешивает Дефенса Уже Нет Нычку Мун Спас Но ТП Потратил Баниш Окружение Жможно Сейчас Окружение Окружение С окружением Репризала Проблемы Уже Все Хотя Еще Есть Один Одно Окружение О Петр Предупреждение Там Выносит Спасибо Кстати Помощникам Модераторам За то Что Следите За порядком И мы Не сильно Отвлекаемся На разных Кадрах Войска Вступили В бой Тем временем 56 лимита Ничего себе Репризал Репризал Давить Судя по всему Будет Не застраивать Не застраивать Еще Да Он не хочет Он не хочет Тянуть Тайминг Великолепный У репризала То есть Нычка Только Только Деньги Потрачены Еще Ни одного Золотого Не принесла Это нычка Более того Сейчас можно было бы Еще рейнджерку Окружить Четвертый Тарас Прибегают Менты А где Второй герой Второго героя Нет Где Панда Какая-нибудь Тинкер Да Хотя бы Тинкер Хотя Панда Судя по всему Здесь была бы Гораздо Лучше Ну посмотрим Репризала Очень много У него Абсолютно Нетехнологичный Лимит Но Наверное Панду он взял Как раз потому что Не взял Потому что Она более уязвима Против Бладмейджа Хотя Сейчас факторочку Так поставила Что хоть стой Хоть падай Успела она Только одного Робота Или там парочку Роботов Сделать Все Вот тебе и Второй герой Полная нейтрализация От тинкера Осталось Ну остался только Сам тинкер Плотный Но Не очень полезный Пытается Тут как-то Мун Расконтролить Но вышки-то Грейдятся Вышки Грейдятся А с вышками Что делать Не ясно Протектор Не отменил Ну отлично Это значит 1-1 Все Пошли Гвардовские Вышки Стрелять Есть Грейд На Нечи Блейтинг С одной С другой стороны То есть 7 армора Мобильность Все дела Но Но Вышек-то Много Расстреляют И все И вот Эти вот Еще Два Барака Не факт Что Строятся Нормальным Сейчас Один Барак Минус Стреляют Правда Не по верх Не по мейну Стреляют Вот Что Буду Делать Не Забежишь Сюда Можно Кого-нибудь Послать Огра Какого-нибудь Солдат Ну и тут Держаться Каким-то Невероятным Образом Надо Пытаться О Тинкер Второй Можно Скелетов Наполучать Опа Минус Тинкер Тут и Рейнджер Можно убить У нее Правда Бутылек Есть И скелетов Достаточно Много Но Она Окружена Как же Все-таки Банеж Тащит Все Минус Рейнджер Пятый Дадут Круто Очень Круто Ни героя Ни Экспанда Бараки Особо Не торопятся Выкапываться А зачем Мы все равно Умрем Минус Экспанда И сражаться Не за что Хуже Дриады Куда-то Бегут Тут пытается Мун Как-то Посражаться С С ментами Там Дефенс Есть Вот в чем Трабл Да и вернуться Может просто Репризал Репризал Тут базу Может поставить Для начала Только ментов Надо рабочих Оставить Зря Стрепортировался Вместе с рабами Хотя у него леса нет Возможно Именно это его Остановило Все под контролем Умуна Т2 Дриады Они только Харасить могут Ну вот рабочих Поподрезать Это да Вышки Они не снимут Я вот к чему И штурмануть Они Вышки Не могут На экспанде На этом Наверное Стоит Ооо Мун Хорош Смотрите Казалось бы Экспанда Экспанду Били Тут есть вышки И вроде Никто В здравом Уме И треверной памяти Не будет Снова тратить Деньги И пытаться Построить Экспанд Ну потому что Вышки то есть Ну как тут Экспанд Придет И отменит Но это же Мун Он же У него Иногда Логика Работает Либо не Работает Либо Ну как Как это Сказать то То есть Либо он Слишком Грамотно Продумывает Либо он Не продумывает Вообще То есть Есть Две Такие Версии Рабочие Возможно Он думает Что Противник Думает Что Слишком Нагло Это делать Поэтому он Специально Сделает Потому что Знает Что противник Не проверит Эту очевидную Халяву Либо Ему Просто Пофиг То есть Вот Как-то Так И Судя По всему Прокатит Анса Перевел Почти Два Косаря Угречив Призовод 55 тысяч 55 55 555 Рублей 5 пятерок Спасибо За Саппорт Да 8800 555 35 35 Бараки Делаются Протектор Делается Вот Какой Грамотный Грамотный Какой Башни Башни Не видит Эксп Вот Аов Они уже Должны Видеть Теоретически А практически На границе Проходит Граница Вот так вот Рабочие Пошли Не Он не знает Что там База Рабочие Пошли Делать Там Нычку Но их Ждет Небольшой Сюрприз Ночи Ну я вижу Просто Границу Башни И она Как раз Вот так Вот Должна Проходить Вот Любопытно Тоже Мун Еще Постарается Не сдаваться Даже В ситуациях Когда Да И Мун Еще Любит Дриадами Убивать Фотмена С дефенсом Козы Получают Дамага Больше Чем Заносят Тамагавк Только что Вернулся В тролля Ой Как же Убивать Как же Убивать Фотмена С дефенсом Пришли Рабочие Ребята Что будем Делать Кто будет Работать Как строить Если тут Лес Собрали Они тут Консорцию Симпозиум Протектор Рашевелил Так Минус Минус Тинкер Кажется Мы потеряли Рейнджику Где-то Да Я Размышляю О том Адекватен Либо Или Неадекватен Мун Прошляпил Ключевой Момент А тут Я еще Попробую Взять Вот эти Два Протектора Оф Если б Герои Были Конечно Было Попроще Но подходят Потихонечку Дрядки Они Битые Куда Бегут Непонятно На самом деле Футами Реально Очень Сложно Вот эту Всю штуку Убить Если был Флеймстрайк Одно Дело А так Барак Выкопал Веспов Надел Наверное Вышки Побить Лучше Рейнджика Пришла Сейчас Скелеты Начнут Появляться Я думаю Что Мун Тут Отобьется Еще бы Вот эти Три Веспа Подвести Рядом Надо было Вышки Убивать Вот Инфа Соточка Прям Потому что Самое главное Что Что угрожает Сейчас Муну Это именно Грейдящиеся Вышки А так Здесь он Отбился Молодец Может там Сразу Медведи Скоро будут Так Отменяются Вышки Скелетов Подрез Ох Рабочих Подрезает Получается Скелетов Троля Нужен Риджу Возвращ Мун Еще Здесь Вполне Реально Может Выиграть Там В тот Момент Когда Боливнуло Я не знаю Процентов 95 Населения Он Отдал Базу Потом Сделал Хитрый Ход Конем Поставив Ой Давай Сейчас Еще Рейнджер Отдадим Давай Выкопаем Дерево Потом Рейнджер Отдадим Нет 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 Дальше Выхода Нет Но Но Ее Сменяет Тинкер Правда Он Пробежал Господи Что же Ты Делаешь Он Пробежал Мимо Вышек Написал ГГ Ливнул Но у них Реально Были Еще Шансы Господи Да Не прикольно Когда прибегает К тебе Тинкер Вроде Как Ты За него Заплатил Он Второго Левела Ты За него Отдал Кровные 210 Голды Ну Реально От сердца Просто Оторвал С одной Базой Копили Виспы Крутились Там Вертелись Как могли А он Прибегает Красный Еще Еще Дерево Выкопал Еще Рейнджер Куни Спас К черту Все Но С другой Стороны 1 1 Так 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 Будет Сейчас Решающая Третья Игра Мода Не Аркадий Нужно Было Быстрых Мишек Выходить Да Нет У тебя Есть Быстрые Мишки Четыре Очень Быстрых Мишки Мишки Спринтеры А противник Делает Третью Базу У тебя Под Боком И Ты Тут Понимаешь Своим Стратегическим Чутьем Что Какие Быстрые Мишки У тебя Не Были Тебе Нужно Эту Базу Выбивать А на Базе 8 Вышек А у Тебя 4 Быстрых Мишек Мишки Бегут До Вышек И Все И Ты Проигрываешь Пеж ГГ И Говоришь Что Был Неправ По По Сеточке Фокус Против Белив Полуфинале Виннеров Ремайнд Ведет Убивает Рудана 1 0 Сейчас Гейм Нейм Полозим В Лузерах Watch If Reach Проигрывает Сонику Да Есть Ж Хавк С Лоулит Счета Пока Нет Соник 1 1 Говорят С Watch И Фричем Окей Еще Есть Данные Хавк Лоулит 1 1 Ох Ты Ж Ж Ко Мы Можем Потерять Мун Реприз Зал Тоже 1 1 Чек Чек Против Люцифера Еще Не в курсе Случайно Музыка Конечно Эпичная Варкепсе Главное Столько Ассоциаций Столько Воспоминаний Сразу Возникает Так А вот Чек Что-то Пришел У них Там Видимо Игра Закончилась Была Была Такая Игра Ремайн Синфи Он Построил Мишек Просто Мейн Снес Нычек Было 1 В 3 А из Юнитов Одни Футы Возможно Возможно Что Были Игры С другой Ситуацией Ну То есть Похожей Ситуацией Но Если Если Добавить Ну Короче Говорят 3 В 1 Против Медведей Это Это Забей Там Скорее Проблема Была В том Что Мейн Был Незащищен Но Видел Это Уязвимое Место Пришел Убил Или То Что Долго Не Делал Сыграть На Т2 А Тут У Реприз Зала Лимита Море И Эксп Защищен На Мейне Я Правда Не Видел Короче Почему Кореец Мун Играет В русском Турнире Мы там Друзяшки Что Не Мы Не Друзяшки Но Призовой Хороший Пригласили Мун Кажется Не сразу Правда Согласился У него Такие Другие Были Планы Но Состав Очень Хороший На турнире Действительно Спасибо Русбрейну И тем Людям Которые Поддерживают Мы Посмотрим Что Из этого Всего Получится Так Мэп Мэп Сейчас Создадут Амазонию Судя по темпу Через 3 часа Закончится Не Не В лазерах Будут играть Долго Самые Вот Ответственные Это здесь А потом Еще Суперфинал Будет Поэтому Впереди Самое Интересное И Впереди Большая Часть Турнира В Пой Еще Играешь Нет Не играю В Я посмотрел Что начался Новый Сезон Посмотрел Даже 8 Девайс Которые Там Есть Там Не Сезон Там Гонки Кажется Вот Но Нет Не играю Где Посмотреть Состав Участников Ну вот Сразу Месседж Человек Написал Вопрос А Выше На долю Секунду Ответ Вообще У нас же В новом Чатике Есть опция Повторять Сообщение Дня Кто Общий Чатик В смысле Новый Чатик Видел Никто Не видел А я Пожалуй Вам Немножко Покажу Инсайдик Только Зайду В игру Сейчас Секунду Ох Вейт Ох Вейт Ох Вейт Вейт Вот Сап Идмун Препризал Давайте Вам Вот так Вот Покажу Смотрите Какой Это Страница Канала Только Только Верстка Появилась Все Криво Плеера Нет Это Тот Вид Который Стримеров Будет Ну И Чатик Собственно Новый Ну Как Новый Он Просто Интерфейс Несколько Переработан Иконочки Туда Сюда Поиск Голосования Когда же Когда же Адаптивная Верстка У нас Будет Адаптивный Дизайн Точнее А в чем Разница Да Говорили Сто раз На трансляции Меняемся К лучшему О том Что Теперь Будет Резиновый Сайт Который Будет На разных Разрешениях Смотреться По разному Хорошо Будет Подстроен В первую Чуть Под Full HD И Лучше Уменьшаться Страницы Ключевые Переработаны Будут Страницы Канала С Большим Плеером Большим Чатиком Твич Подобным Много Все А лента Где Лента Справа Да Где Игра Они Кажется Rehost Корея Один Правда Там Нет Пух Вроде Другую Игру Смотрит Куда Делся Чат В Андроид Приложении Без Понятия Куда Он Делся Там Что Дашборд Стример Да Может Быть Спрятан Там Разные Блоки Можно В отдельном Окне Открывать Миш Работаете Над Приложением Для Яблок Да В Тест Флайте На Следующей Трансляции Будет Доступ Для Желающих Потестировать Для Айфона Приложение Приложение Ориентировочно Это Будет Не Через 4-5 Мобильное Приложение Есть Или Будет Когда Нибудь Для Чего Для Андроида Есть Для Айфада Есть Для Айфона Скоро Будет Тест Вот Пишут С Андроида Товарищ Да Мун на Канале Поэтому Они Пока Еще Не Начали Ждем Мы Хоста Это XCOM 2 Да Почти А он С Айфада Товарищ Сидит Чем Приложение Для Пэда Не Видно Смайликов Не Видно Смайликов Без Понятия Есть Больше Негатива Если Мы Просто Возьмем И Переключимся На На Ну Бросив Эту Серию Почему На ГГ до сих пор Нет Возможности Быстрее Стримить На Виде Только Через Другой Интеграция Есть Задача Ну То То Сделаем Не Приоритет Пока Что Не Хватает На Андроиде Но Норм Модурки Ну Да Приложение Делалось Не Для Стримера В Первую Часть Для Для Зрителей Поэтому ГН Кори 1 Говорят Откуда Инфа Капец Коре 1 Капец Я Профукал Названием Они Уже Стартанули Черт Значит Фокус Против Белье Будем Смотреть Поэтому И Не Надо Отвлекаться На Стримы По Сайту И Прочем Ну В Смысл На Трансляциях Уже Стартанули Да Я В Курсе Переключаемся На Другую Серию А Знаете Так Надо Было Правильно Сделать Потому Что Больше Уже Не Будет Такого Матчапа Ну Ну Как Так То Ну Вот Отвлекаете Рус Водка Уже Начали Говорит Ну Миша Слов Пог Да Игру Профукали Игра Началась Красавцы Рестрим Нет В финале Возможно Такой Матчап Значит Меня Другой Товарищ Обманул Что Ли Рестрим Нет Давай Рестриму Ну Тогда Уж Нет Сделай Рестрим Нет Игра Началась Да Миша Почему В игру Не зашел Вот Тролли А Я бы Психанул И ушел В x Чем Вот Издеваются Просто Издеваются Наглым Образом Бесты Вам бы Только Патролить Майкера Забанить Всех Перебанить Абр Абр Go Xcom Focus GameName Focus Я и этот Сейчас пропущу Ааа Нет 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 мест Ай 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 Быстро Писать 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 Слот Плэзэ Фокус А куда писать Кому писать Где 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 Люди Где Ай Гады 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 Нет Скипай Говорят Фокус Фокус Паа Фокус Неправильно С ошибкой Написал Фокус Фокус Я Зашел Я Зашел Я Создал Я Создал Фух Блин Ребята С вами Конечно Не Соскучишься Главное Тут Зафейлили Из-за вас Естественно Потом Ля 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 Тополя Михаил Слоу Пок И отвлекают Такие Как цыгане Танцуют Вокруг И ты пропускаешь Второй Геймнейм Еще Вот Вы Даете Я В шоке Просто От вас И главное Вас больше Чем цыган Понимаете Там Хватает Пятерых Человек Чтобы Перегрузить Каналы Восприятия Чтобы Уже Все Ты Отвлекаешься Один Что-то Говорит Тебе На ухо Другой За плечо Приобнял А Уже Третий Телефон Тащит У вас Реально Много С вами Не справиться Одна Надежда Фыва Только 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 Она Спасет Кстати Может быть Давай Найди Повод Найди Дяда Есть Жешь На линейку Опоздали Хорош Не 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 Провал Грузить С дерева Мун Рестрим Это Карма Провал Майкер Нубас Так Есть Так Так Хорош Хорош Разве У вас нет Привилегий Привилегии Есть Но Расторопности Нет Минутка Расизма Какой Цыганет Раса Вот Это Новость Кошелек Проверь Опять Расист С ума Сошли Бегите Глупцы Что значит Фива Ну это Четыре буквы Фива Друг за дружкой Идут АСДФ Это Самая Неадекватная Причина Бана То есть Это Фактически Отсутствие Причины Фива Это Следствие Лени Стримера Указывать Причину Вот как рука лежит Таковая причина То есть Как бы Полная анархия Деспотизм Отсутствие Порядка Не то что На нормальных Демократичных Сайтах Поехали У нас Это первый Кажется матч Да Насколько я понимаю Сейчас Давайте я лучше Сетку гляну Как бы чего не вышло Так Фокус Белив Да Первый 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 матч Отлично Слушайте Я андыдов Сто лет Не видел Жалко Конечно Увидеть Белива В борьбе С С Орками Тяжело Ему будет Забань Меня Миша Поверитель Фивы Фивы Это легендарка В КС В ХС В КС Давно Давно Ливас Конь Навещал Но сегодня Был один Товарищ Но он Не подписался Конем Поэтому Увы А это Вторая Игра Говорят Белив Уже Отлетел Блин Как жалко Тандетов Ну По-человечески Жалко Ладно Посмотрим Белива Говорит I'll try to win И что-то еще дальше На корейском А где анимация Самона Не знаю Она как пропала У нас Так и не появляется Где-то в одной из игр Фуфа мы ее потеряли И все уже Дальше никак Пробовали переключать режимы Директ 3D OpenGL Но я подозреваю Что это произошло С одним из Обновлением Дров на видях Ну греется сильно Видяха Не справляется С графоном Тут же все-таки Тени FPS-то тянем Сколько FPS Нормально Тянем 64 FPS Но это на пределе Я Процессор подогнал 38-20 И Видяха сейчас работает В режиме тоже Повышен Таком Продает ТП Берет Цирклетку И сейчас Будет Будет У нас Попытка выбить Девайс Я думаю Даже не Крипджек А просто попытка Выбить Девайс У андедов Если через финдов Играть героя Выходит Очень слоупочно Поэтому Единственный Шанс что-то сделать Попытаться добить Финдом Но у него урона С плевка Очень мало Для ВК Нужно минимум 6 ядер Ну У меня как бы 8 естественно С виртуализацией Но Как бы На пределе Реально А видяха 980 Но FPS максимум Выдает 64 Больше не выдает Никак На пределе Реально работает На пределе Там такая игра Отрепризала С муном 2-1 Короче Ох Шалко Жалко Судя по всему Мун проиграл Агрессивно Начинает Крипится Сразу Белив У него Первый опыт Он получил Сразу на агре На магазине Очень опасный Опыт Может быть Даже не самый Приятный Потому что Пауки Уходят Тут Койл Приходится Кидать Для того Чтобы Не дай бог Блэйд Не прибежал Не добил Этого Огрань Жуть Блэйд Приходит Палится О Тут Книга же Попадает Покупает Сапоги И Отгоняет Немножко Белива От Крипинга С другой стороны Второй левел Получен Девайс Получен И Что немаловажно Постоянный Разведка Здесь Будет Теперь Нерубка Обязательная Скелетов Не обновил Странно Вот так вот Одного Финда Не берет С собой Там он Красный Да и Даже Зеленого Финда Блейд Очень быстро Нарезает Войска Вступили В бой Крайне Неприятно С таким Соседом Пытаться Крипиться У него Маны на Три Виндвока С руки Бьет Больно И при этом Ты как бы Понимаешь Что Ну вроде Надо Крипиться Еще Гранты Сзади Подходят Ой Окружили Нет Не окружили Ну ай Фин Подтупил Немножко Но вроде Вышел Хотя Фокус Мог Добить Можно Койл Кинуть Пожалуй Лучшего Момента Ай Какой Красавчик Фокуса Оставил Прям Вот Четко Нужное Количество ХП Не больше Не меньше Что Койл Не снимет А одного Ну максим Двух Ударов Грантов Хватит Для того Чтобы Добить Очень плохо Деке Ему Помогает Конечно Кольцо Регена Прям Дикая Дикая Регенерация Ой Ой 9 хитов Там было Беги Вот стоит Отдавать Или не стоит Виндока Вроде Что ж Ты Куда Ты Повар Куда Ты Направо Поворачиваешь И Главные Повороты Не показал И Скорость Бавил Капец Вот Я ненавижу Таких Едешь Едешь Впереди Тебя Вот такая Вот Хрень На Розовой Машине И Как бы И Паркуемся Потерял Деку На ровном Месте Реально Просто На ровном Месте Там Не Было Не Войска Вступили В бой Короче Хавк Выиграл 2-1 Едем дальше Грейт На атаку Деку Жалко Он был Второго Левела И главное Что У Блэйда Не было Маны На Винвок То есть Он Просто Даже Пусть Сапоги Но Из ауры Он Не догонял Если бы Не повернули Просто И все Блэйд Сапогами Догнал бы С какого Перепугу Он бы Догнал бы Какая Скорость У героя Сапогами Какая Скорость У героя С аурой На 10% Скорость Перемещения На коне Естественно Берем Героя С чего Он Догнал Как Он Догнал Что За Специалисты В чатике Фрост Бит С чего Инфа Давай В цифрах Четенько Там 375 Против Догнал Не Догнал Хавк 1-1 Оказывается Не Я точно Неуверен Догнал Не Догнал Мне Кажется Что Не Догнал Ощущение Так Сейчас Опасный Момент Ой Просветка На Блэйд На Блэйд Стоит Прям На Черепахе Начинает Нарезать Нет Все 2-1 Девайс Блэйд Взял Это Большой Инвул Капец Как Унижать Один Герой Унижает Там Даже Не будем Вдаваться Подробности Что Уорка Там Т3 Уже Доделывается Что У него Второй Герой Левел И получает Просто Одна Черепашка Ниндзя Унижает Андеда Все Сейчас Он еще Докрепится Тут А почему Нет Давай Критуй Чувствую Крит Сейчас пойдет Вот Прямо Сейчас Во Говорил Так Вот Да Блэйдмастер Великолепный Герой Он Крайне Требователен К Контролю Но При должном Уровне Внимания Он Дает Тебе И Разведку И Крит Джеки И Какие-то Там Убийства Героев Даже Как Вы Видели То Есть Многофункциональный Герой О Сейчас Будет Кажется Залет Вот Сейчас Ошибку Допускает На мой Взгляд Фокус Он Бежит Прямо Через Вард То Он Мог Практически Таким же Хотя Там Все Рано Телепорт Есть Так И так Он Ушел Да Наверное Не стоило И Волна 15 Секунд Беспределим Сразу ТП Но После ТП Это Не только Минус 350 Но Это Потеря Инициативы То Есть Мы Сейчас Добиваем Еще Эту Точку Лечимся Заодно Берем Девайс И Мудрость А что Там Еще Чаша Таурену Тауреновская Чаша Не повезло Не повезло У Блайда Еще Агилы Плюс 9 Ой Плюс 11 Даже Получается Благодаря Серклетке Очень Серьезный Такой По Дэмиджу Герой Надо Его Нюкать Надо Передавать Мантию Да Покупать Себе Инвул Потому Что Такого Блайда У Которого 10 Армора И 750 ХП При Серьезной Скорости Атаки Уроне Должны Просто Всегда Первым Делом Нюкать Просто Койл Нова И Сорбой Еще Фокус Сделать Потому Что Если Ты Его Игнорировать Будешь Он За Пятерых Тут Урон Нанесет Четвертый Левел Блайт Пытается Белив У Белива Верите Или Нет Нет ТП И даже Третьего Левела Нет То есть В теории Сейчас Его Крип Джек И Он Здесь Остается Он Делает Но Он Уже Рискует Понимаю Что Все Плохо Книга Опыта Неплохо Пайпу Дали Опа Как Про девайсов Может Интригу Вернуть В игру Ну Аура Архмага И Ну Как бы ДК Уже Третий Если Там Дойдет Дело До Сверх Лейта Когда Там Три Героя Андейдовские Раскачаны Обсидианка Плюс Пайп Архмаговский Это Опа Тут Крип Джек Ну Че Можно Давай Кали Кали Он Финдом Видел Опа Койл Подрезал Одного И Можно Еще Тережка Не Очень Классный Боец Дестройер Койл Хорошо И Надо Валить Надо ТП ТП Делать А ТП Нет Удаляй Тогда Даю Полминуты Андеду Меньше 20 секунд Ну а где Хекс Где Хекс Где Арбы Где Стомпы Минус Лич Не Не Минус Смотрите Как он Ушел Вообще Оттуда Как он Ушел Стом Мочи Деку Мочи Лича Личи 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 Ну Андед Теряет Короче Одного Финда Второго Третьего Дестройера Потерял Сейчас Еще Пару Финдов Потеряет Потерял Правда Орг Гранта И Двух Рейдеров Но В конце Концов То Я до сих Пор Не понял Каким Образом Оттуда Орг Андед Без ТП Ушел Вроде Рейдеры Есть Сетка Есть Стомп Есть А там Хекса Нет Там Хил Первым Был Крит И Сюда Крит Вот Давай Контролечку Нет Не надо Короче Не будет Больше Ваших Андедов Терпит Белив Надо Сейчас Быстро Врываться В другой Матч Потому Что Там Жих Начал Играть Но Это На самом Деле Белив Тов Лузера Падает Поэтому Мы Его Матчи Можем Еще Посмотреть В Финале Верхней Сетке Играет Фокус Против Ремайн Давайте Сеточку Посмотрим Заодно Там Обновление Есть Вот Она Верхняя Сетка Фокус Против Ремайн Причем Фокус 2.0 И Ремайн 2.0 А в Нижней Части Сетки Хавк Третий Решающий Сейчас Сражается Я Пожалуй Даже Хавка Посмотрю Потому Что Это Лузера С вашего Позволения Конечно Ж Правда Конечно Хочется Так Стоп Мне бы Еще Выгру Зайти Секунду Не пропустить Буду Зарестрим Игру А Это Из-за Того Что Я Видимо Перенес На Другое Окно Что У меня Какие-то Нездоровые Лаги Начались Причем Какие-то Браузерные Лаги Они Интернетовские Звук Идет Нормально А этот Тормозит Здесь Долгая Игра Еще Будет Короче Давайте Пока Я Не буду Тем более Что Лагает Буду Ловить Следующую Игру И А Это Ухавка Стрим Лагает Я Понял Дроп Много Я Понял Ладно Хорошо Хотя Хотя Может Все-таки Как-то Посмотреть Может Кто-то Эту Игру Стримит Наверняка Что Думаешь На стриме Теряне Сего Постоянными Ну Жалуйтесь И все И модератор Будет Реагировать А не Галку Ему Неоднократно Ставили Но Я Не смотрю Если В этом Вопрос Поэтому Мнение Не Уверен Что Мое Тут Как Там Влияет Так Дали ссылку На Нео Это Зарубежные Коллеги Которые Стримят Тот же Самый Матч Так Давайте Я лучше Варкрафт На соседнее Окно Перенесу И там Буду Периодически Мониторить Чтобы Не Альтабаться А здесь Включу Вот Так Вот Правильно Во Продакшн Продакшн Пошел Нормально Все Я и чатик Теперь вижу И Варкрафт Вижу И Стрим Вижу А там Скоро Финал Начнутся Виннеров Ремайн Против Фокуса Ну Туда Зайдем Но Посмотрим Краем Глаза Что Что Параллельно Ухавка Во Первых Во-первых Варден Как вы видите Плохо Очень И это Просто здорово Потому что Кроме того Что Она не харасит Сейчас Экспанд Как могла бы Она еще Ну Она еще На мэй не терпит Тут лорницы Правда Уже Тадуа Хотя Что он Со своими Лорницами Сделает И вышки Не штампанет Чек Выиграл Люци 2-1 Хавк Крипится По возможности Все очень Битое А Эксп Ставит Рядом С лагерем Наемников Комменты Потише Без проблем Так Сейчас Крипджек Вынужден Тратить ТП Потому что Тут очень Битые Футмены Не хочется Их терять Лучше Подлечиться Там Участь Пользователи Лаги Я вижу Если Локи На связи Проверь Пожалуйста Алиса Стукнулась В тех Проблемы Трансляции Автоматически И Маякни Плюсиком Если можно В чатик Что ты Принял Сообщение Что ты Не Таблся Ну Большинство Всего Все равно На Айксе Там Проблема Да Какая разница Башня Не башня Тут Наемников Дофига Футманов Дофига Тут Эльф Ну Никаким Образом Не Не Пробьет На Мэне Он Скорее Сюда За За Килсами Пришел Тоже Проблема Аккуратненько Да Дэмэдж Наносим Лоулит Немножко Ошибается Он Зря Получает Лишний Урон Главное Сейчас Хавку Не пропустить Тот момент Когда Эльф Пойдет Ставить Базу Это Важный Момент Которому В теории Можно Хорошо Подготовиться То есть Опять же Подлечиться Взять Наемников Если Там Кто-то Есть В наличии И Прийти А тут Нэйча Блэйсинг Правда Ай Жалко Четвертый Четвертый Левел У Варьки Берет Свитки Молодец Но На Криппинг Он Опоздал К сожалению Пошли Арканки Вот Как раз Спеллбрейкеры Нас Видимо И ждут Против Варден И Три Грейта Меч Щит И Выстрел Да Это Нома Тайлз Насколько Я понимаю Карта Три Респа Да МК Второй МК Второй Хотя Шахту Отменить Веспов Побить Нужно Как-то Время Выигрывать Просто У Хавка Жизнь Нормально Пойдет Тогда Когда Кастеры Пойдут Точнее Не кастеры А эти Сполбрейкеры Там МК Выйдет А до Этого Момента Ему Нужно Да Приходите Пытаться Пытаться Как-то Как-то Отвлечь Лоули Никого Не убивает Свиток Будем Юзать Я думаю Надо Нет Свиток Ой Троля Троля Особенно Жалко Огромный Кальш Дриад Там Мортирки Будут Насколько Я понимаю Ну С дриадами Нужно Как-то Сражаться Дефенса Кстати нет Не Вебку Тут некуда Ставить Не стоит Это Одна игра Мы в качестве Исключения Ее Рестрим О нем Потому что Ну потому что 1-1 Это лузера И как бы Хочется посмотреть На хавкам Там уже Правда Черкать начали Начеркать начали Репризал Против чека Посмотрим Реально Что выпадет Из этого Архмага Большого Так Рестор Вест Итем Ну В большинстве случаев Да Кстати Даже Фуфа Тем более Фуфа Кстати А так Ты инфернал Если какой-нибудь Или короны королей Не будем Тут раздавать Прикольно Там Товарищ Пришел Как же Ай Черт Надо запомнить Запомнили Некрасиво Некрасиво Даже Незнакомый С человеком Клэп Хорошо Ой Агрессивный Какой Блинк Сразу Минус Два Футмена Ну Хотя Хотя Может быть Это и правильно Потому что Лучше Наверное Этот Инвол 15 секунд И сейчас Попробовать Юзнуть Чем Чем Когда Варден Подрастет Ну Бас Пропустил Момент После Да Слишком Поздно Блинканулся Пожалел Телепорт Фигня Фигня Ну Для Для Хошка Это Великолепно Я что-то Начинаю Переживать Ну Я за Варден Понимаете Душа Болит За нее Всегда Кто Б За нее Не Играл Даже Если Нет Хавк Вообще В этой Ситуации Просто Просто Как Царь Сыграл Просто Царь Идет Застраивать Великолепно Свитки Есть Один Быстро 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 Пока Там Варден Не Очухалась Пока Там Панда Начинаем 54 лимита Против А где Кстати Где лимит Второго Ну Все Тогда Можно даже Не сражаться Не обязательно Даже Здесь Да В таверне Выкупает Варден А вот Кстати В Варден В таверне Уже Смысл Особо Брать И не было Потому что Ты Так Ну Хавк И так Не пойдет Никуда Дальше Разница В 20 Лимита Хошк Тактически Так Отступил Третий Левел МК С великолепными Девайсами По мане Он затарен Просто По полной Программе Там Выбиваются Вышки Вот я сомневался Стоит ли О Ё-моё Этого МКу даже Трогать Не хочется То есть Маны У него Много ХП Он восстановит Если что Но маны Очень много Это жуть Просто 500 ХП 200 Маны Еще 300 Маны Сверху При том Что МК Молоток И Клэп То есть Ему Есть Куда Эту Ману Тратить Супер Девайс Супер Там Ставится Ой Как Варден Опять Сейчас Молоточек Может Поймать Ловит Панда Молоток Начинают Брейкеры Работать Ой Варька Врывается Свиток Заставляет Юзать Ой Как Опять Сейчас Варден Можно Попробовать Нет Не попробовать Ну он и так Хотя да Минус ТП Просто Мортиры Расстреливают Минус Дриатка Плюс 21 Лимит Вернуться Немножечко Свиток Купить А лучше 2 И Ману Восстановить Поэтому Свитки Тут Сверх Важны Не знаю Есть ли В наличии Закупался Он Перед тем Как За Пойти В атаку Не забывайте Про Резурект Ресторейшн Да Там не Резурект Там Рестор Ну Да Рестор Хорош Очень Хорош Не Хочется Эту Козырную Карту Разыгрывать Раньше Времени Скорее Стоит Переберечь Для Финального Сражения Скажем За Эксп За Верхний Когда Хавк Например Да 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 Это Опасно Но Хавк Должен Чекать Такие Вещи Это Очень Логично То есть Ты пришел Убил И через Две Минуты Нужно Уже Быть готовым Убивать Следующий Экспанд Ладно Через Три Боюсь Пропустить Финальную Карту Но вроде Они продолжают Черкать И общаться Ремайн Против Фокуса Там Варден Наполовину Шестая Вот этот Момент Немножко Беспокоит Два Свитка Есть Вроде Хорошо Подрезаем Тролля Аккуратненько Но Хавк Он Делает Третью базу Но не делает Разведку Сюда То есть Он Я не знаю Неужели Он хочет Затягивать Игру И играть Три в два Аккуратненько Да Три-то Понятно Что Три Это Все равно Будет 80 Лимит А вот В чем Дело Возможно Это Как раз Макро Ошибка От Ховка От Хошка Что Не строят Третью И те Экспанд Убивать Пока У тебя Там Плюс 20 По Лимиту Было Ну Ховка Сейчас Хошка Пытается Сделать Соточку Да Что Там Смелит И так Понятно Что Разит От Этого Экспанда За Пол Карты Я думаю Что Он Играет И думает О том Что Он Там Стоит И Он Как бы Более Чем Уверен Что Там Эксп Третий Герой При Трех Базах Не Нужен Количество Героев Не Привязано К Количеству Баз Они Скорее Привязаны К Количеству Эксп И К Стратегии Какой То Ну У Ховка Как мы Видим Будет Второй Герой Ой Третий Герой Хотя Потому Что Делается Касл И Он Скоро Упрется По Грейдам То С него 2-2 Скоро Будет Ну Что Замес Что Ли Сейчас Пойдет Похоже Что Пойдет Да Нужно Портаться Быстрым Все Никого Не Убил Он Вообще Очень Грамотно Сейчас Хошек Законтролил Тут Сразу АМШ Дыхание Ножи Туда Сюда А А Хавку не надо было просто сражаться Потому что он только что вышел из лимита Ну и в конце концов он делает Касл Вот Поэтому Зачем Зачем А 2 героя на Т3 получает бонус по опыту? Нет Бонус только получает соло-герой При Т2 и Т3 Почему люди играют 1-2 героя? Ведь любой герой почти сильнее любого юнита Не так? Ну Это-то да Любой герой Выгоднее практически любого юнита Если есть контроль Так скажем Хотя Если ты возьмешь медведя, например И поставишь его против Наги То Медведь ее разорвет на части А что там ТП нет, что ли? Это провал Ну, до свидания, короче Лоулит просто, просто забыл купить ТП Сейчас он получает колоссальный сапплай-блок 80 на 50 Ё-моё, телепортируется, ну, а даже сражаться не надо, на мой взгляд Просто оценил ситуацию Хотя, может, и посражаться стоит Как раз, я думаю, и оценил Вертолеты великолепно залетают, хотя бы... Ой, какой свиток царский просто от хошки залетел Вы видели? Там одно дыхание, и сразу полдюжины юнитов улетало А он так, тык, и всё Короче, в сухом остатке У нас сапплай-блок 75 на 40 Третья база строится у Лоулита Но она сейчас вообще не актуальна абсолютно Ухошка Наверное, 90 плюс должно быть Наверное, картечь всё-таки Наверное, паладин и стафы должны тоже делаться Но я не вижу продакшены Поэтому... Жалко, не показывают Не показывают, что там... Чего там Хавк ждёт? Наверняка он какого-то тайминга по Т3 ожидал Ну, скорее всего, картечь всё-таки Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Что-то мне не нравится эта позиция пока что И не нравится нерешительность Хавка Он явно... Да, он, во-первых... Очень плохие ножи Book of Dead диспелится тут же Классно Левел ап от МК, второй клэп Что против Медведей очень, конечно, помогает Блинк опять Минус 7 мортир И, господи, там минус 5 мортир Такой шикарный блинк Ой, сейчас ещё Рестор, не дай бог Там Варден может быть шестая Капец, ещё один блинк Ещё один ножи Загоняет просто Хошка Свиток юзает Дыхание, правда, сверху Варден шестая У неё нет ТП У неё нет ТП Можно попробовать Ну, молоточек давай Молоточек вон в неё Ну, Хавк Ну, Магон Ё-моё Ну, всё, Рестор Молоток Ну, когда ты молоток кидаешь-то? Господи, там КД был уже 100 лет назад Какой, какой Со мной давай дуэль И Малэйт им Ну, блин, он реально зафейлил просто Он мог Варю оттуда не выпустить Ой Капец Там 3 база Раскачал Варден Какого хрена Ты молотки не кидаешь По КД Тебе дали Рестор Тебе дали Бутылёк У тебя есть Амулет А ты не кидаешь У неё ТП Нет Варен Не хочет юзать, потому что вокруг никого нет Нет, блин, надо ее выпустить оттуда У нее рестору было так запросто бы отхилиться Так не в этом вопрос Блин, он не юзал Он специально не юзал рестор Потому что вокруг было всего там Максимум два медведя Она должна была отступить для того, чтобы завязать рестору На всю оставшуюся армию, но он этого не делал Ну как? Ну, ааа За это его можно было наказать С блинком еще на такой дистанции Какая разница, блинк у него или нет Попадет молоток, она умрет Короче, понеслась жара Варден полная, панда полная Там ультимейт от Варден, медведи, фуловы Это забей Это просто забей Тут нельзя вообще сражаться Никаким макаром Либо там свитков 4 штуки должно быть Либо преимущество жесткое по лимиту Ну а и типа надо сражаться Там 6-5 против 5 Медведи, менты идут Менты это вообще забей Там Третьи ножи, третье дыхание Какие менты? МК очень битый Молоток кидает Варден Варден пустая по мане Да, у нее инвул и тп Ну, теперь да Так как короче Как левая Лолайот Лолайот somehow Hold on here And does win in the end In a crazy game Оно Мой человек Лолайот Мой человек Лолайот Макин Хайпен Хак От! Один из европейских hopes Элиминейдет И в том же время Господи Ну почему Почему как так-то Ну Мой человек Лолайот Субтитры сделал DimaTorzok Привет, бим Возможно Хошки лаги Если предположить Что стрим лагал от него Да может быть, конечно Так Сейчас сделаем, наверное, технический Перерыв На пару минут Я И звонок сделаю И Короче Перерыв на чай Я буду мониторить Игру не пропущу И Вернемся Скоро со всем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я вижу, что увеличивается Увеличивается количество проблемных пользователей И Не очень хорошо Выходит Жалко, что я должен на это отвлекаться Жалко, что специалисты не разбираются Жалко, что батарейка садится Прошу прощения, сейчас еще попытки Почему не матч фокус ремайн? Ну потому что зеркалки Хотя Нет, сейчас мы матч точно менять уже не будем Извините Готово, миссион аккомплиссд Перенесу только чатик для того, чтобы было удобнее Да, хватит свистеть И так Это у нас Это у нас в лазерах В лазерах, в лазерах Войска вступили в бой Репризал против Пуха Сложно сказать, какая это именно стадия Третий тур лазеров Да, там параллельно Соник против Лоули Окей Ладно, тут по крайней мере не зеркальный мычап Если вы хотите поддержать Соника Я абсолютно это поддерживаю Заходите к Сонику Там еще ценнее трансляция Потому что от первого лица Да, можете на самом деле просто развернуть Если интернет позволяет Два стрима запустить одновременно Где-то выключить звук Чтобы не пропускать Наверняка так многие и делают У Репризала проблемы Во-первых, он неверно вызвал элементаля Подставил его под сетку Во-вторых, у него точка сбор не совсем верная футменов И за это все платят обычные трудяги, работяги, ополченцы Ой-ой-ой-ой Подбежал Пух Стырил когти Нет, не стырил когти Я уже думал, что он Да, тут другой девайс выпадает Дима врывается Начинает зажигать с эмаляцией Вырубает Главным образом Ну, ему нужны рабочие в первую очередь Выключает огромное количество Крестьян Четырех из пяти Да, ну вот видите Тут тоже за Из-за неправильного менеджмента Страдают Страдают обычные люди Ну, то есть Как в жизни все происходит Не доконтролил Там накосячил с элемом Не вызвал Там с футменом Накосячил И все И оттерпят рабы Хотя с другой стороны Если у них такой строй То почему бы и нет Так Пух за ботинками Естественно Забегает Оставил виспа На контроль Экспанда Репризал Очень агрессивно Действуй сейчас Они не рабы Это орковская фраза Точнее там было Мы не рабы Кажется Или что-то в этом роде Да хватит Все Все я понял Черт, а в телефон Все отвлекают Все Еще раз прошу прощения За заминки Просветка отличная Арчи вынуждены Покинуть Ой, выйти из Хайда Каждый раз еще Угроза окружения Но Человек достаточно хорошо Ну, нормальное внимание Уделяет Диме И Не позволяет себе окружить А, мы не будем рабами Да, там We will never Be slaves Ох И 15 секунд на инвул С одной стороны Инвул выудил Но Придется телепорт Тратить на него Была, конечно Прекрасная возможность Архмага добить И если бы Вот Как решают микромоменты Все-таки В таких вещах Представляете Если бы инвул Все-таки Дима Успел Здесь стырить Там Не среагировал бы На долю секунды Тогда бы Просто улетел С ТП Архмаг Ну, либо Решил умереть Но вряд ли он бы отдал Второго Архмага Уже сейчас Войска вступили в бой Ты бы поосторожней Про управление Менеджмент Употреблял слова Репрессивные органы Не спят Так вообще Никакой конкретики Это Общее В принципе Правило Что Качество менеджмента Сказывается на Всем том Что Этому менеджменту Ну Это Логика Обычная Обычная Логика Поэтому Надо Думать Перед тем Как Принимать Решение Например Дважды Думать Перед тем Как перейти На темную Версию Сайта Вот Ладно Криппинг Ок Почти Третье Вот Хантерс Хол Очень Очень Нужен Чеком Очень Нужен Чеком И он Вроде Даже О Сейчас Потеряет Шредер Был Выкуплен Для Дополнительного Деп Ну И Для Продолжения Агрессии И Достраивает Хантерс Хол Это Тоже Ошибка Потому Что Но Сейчас Все Рано Хантерс Хол Умирает Еще Висп Не Чинит Хантерс Хол Падает Ё-моё Дефенс А как тут Отбиваться Вообще Дефенс Футмены Шредер Второй Герой Срочно Нужен Панда Идет На Помощь О Нот Поддержал Канал Поддержал Да И Демон Хантер Умер Блин Я на Саппорт Еще Отвлекаюсь Нет Его надо Было Просто Озвучивать Автоматически Дышит Дыхание Не Показывается Но мы Видим Как падают Футмены Один Умер Сразу Второй Посыпался Спустя Пару Ударов Элем Это От старости Он умер Тут Два Футмена По Экспе Да Тяжело Конечно Чаку С другой Стороны Вы знаете Учитывая То Что У Репризала Экспанд Нет Все Не так Уши Плохо Да Нужно Отбиваться Да Потерял Диму Да Придется Сейчас Сейчас Придется Еще Продолжать Хотя Он Отобьется Уже Посмотрите Дима Сейчас Выходит Получается Да Не Сейчас Да Дима Какой Там Дима Третий Поэтому Не Сейчас Долго Воскрешается Успел Заказать Две Лорницы Да Да Хантер Схол Больше Не Нужно Это Абсолютно Правильное Замечание От Товарища В чатике Действительно Хантер Схол Сильно Это не нужен Если То есть Ну конечно Хочется сделать Там Ночное Видение Но Первая Ночь Уже Прошла Конечно В перспективе Понадобятся Грейды На атаку На защиту Но Сейчас Не в этом Вопрос Самое Главное Было После Хантер Схола Заказать Две Лорницы Это Абсолютно Правильно Абсолютно Верное Решение Что Он Не Отменил Ха Ха В конце Ох Спасли Спас Футмен У него там жизни Даже нет И спас Фута И Арчу тут Подрезал Немножко Ну не до конца Но тем не менее Можно продолжать Можно продолжать Харасить Но А как сражаться То вообще Один в один С эльфом Который идет Медведей Ну понятно Что он сначала Дриадок Нужно Архмага Третьего Позаконтрить Но В перспективе То как Говорит Выйди Шат не выходит Надо паузу ставить Репризал против чека Там спрашивают Кто играет Это в лозерах Там параллельно Конечно Соник Играет С лоулитом Тоже на вылет Но Картинка Конечно Не очень Обнадеживающая Остался только Остался только Соник Фактически Из СНГ Игроков То есть Фоги Отлетел От Соника Хавк Отлетел От лоулита В первом туре Поотлетали Тоже люди Нет Чек Пух Да Шейтан Я периодически Называю Чека Пухом А Пуха Чеком Это все Пух Виноват Давайте Дропнем Все его Вместе По хорошему Надо было Наверное К Сонику Заходить Невзирая На мэтчапы Если он Выдет Я буду За ним Дальше Следить Там Белив Там Серьезное Испытание Для Соника Будет Впереди Итак Так Не На город Напали спокойно чек тыкает т3 а это медведи арба далее я вот не знаю на что рассчитывает обычно если играют с одной базы то это какой-нибудь рифло пуш с кастерами с сопутствующей застройкой тут вроде тоже рифло пуш но кто момент когда этот рифло пуш придет его уже скорее всего даже третья панда будет ждать осталось совсем немножко на убивать ну или она в процессе станет третьей застройки но то что репрезала нужно сейчас какую-то сверх агрессию переключаться это точно как 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 вообще тут убьешь но 3 дима дриады арчи как я не знаю вот дыхание еще одно которого не видно но которое продолжает убивать ты еще можешь успеть в игру sony конечно черкают надо это все-таки попробуем досмотреть дисплей цельем козочка падает панда еще не третье но дима горит отлично шедра много урон наносит ох ты можно сейчас дирижабль сбивается став то есть у нас став есть менты пришли не не стоит торопиться конечно димка стафануть выключить риджу купить бутылек попытаться там риджу вкинуть не знаю маны нет тут барак пойдет строительство 47 против 45 т3 не готов тайминг конечно репрезала очень классный ой вот элементарий вызывать против трех ряд это как раз вот на карми панду называется игра они по экспе приносят очень много кажется 60 с хвостом 65 что ли пошел грейд на мишку пошел пошла арба еще бутылек надо брать обязательно бутылек надо брать было здесь давай 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 да взял бутылек ну вышки не строится еще панда панде чуть-чуть не хватает вызови элементария да вызови его 42 за первого элементария там 2 нага подрезается у ноги сапоги но она скорее всего не до винные пары кидаются для того чтобы она точно не ушла еще элементарий выходит короче эльф отобьется а ему фактически только и нужно что просто отбиться а дальше ой какое дыхание господин это г.г. да так быстро к сонику давайте все-таки к сонику попробуем за кого-то болеешь фу есть успели и вы не против если мы сейчас соника посмотрим там эльфийский мирор но это лузера другие и это же снг-шный игрок последний кто остался на гоу быстрее да я не знаю название игры он уже зашел sonic sonic lowly так написали в чате нет lowly нет свободных мест пробуем sonic надеюсь слот выделит давай 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 пацаны в чатике напишите пожалуйста сонику про слот есть thanks фух да так наверно будет лучше конечно соника да 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 соника соника давайте за соника тем более мы увидели хотя бы одну игру и в принципе там ничего такого сверхъестественного то и не произошло фух ответственный матч очень на вылет просто потому что тут до призов надо еще две серии выиграть сейчас и да опять налагать будет шад не факт кстати от хостов много зависит ну конечно если если вдруг вы окажетесь в игре там как как опс или как там ну неважно и пойдут лаги то лучше не дожидаться того когда у вас полностью дискинг потому что это потеря времени и мешает игре потому что вы можете долго еще лагать этот обратный отчет минуты он же там ну короче лучше сразу левать если чтобы не мешать другим lowly взял цвет соника ладно хорошо давайте сейчас вот все таки по за своих поболеем sonic он харизматичный веселый и тем более зальф еще играет кто тут фаворит sonic отлетит я не стал бы конечно так говорить мы видели в общем мир лоулита не мы видели как он с хавком играл хорошо конечно с хавком контроль очень хорошо врывы эти классные блинки ну хотя там тоже были в косяки когда он варденко несколько раз не блин канулся от молотка болеем в любом случае я надеюсь большинстве за sonic финал верхней сетки будет или его никто не стримит но он достаточно давно должен был начал начаться но судя по всему они как раз специально ждут когда доиграют лузера то есть чтобы была определенная последовательность типа финал виннеров финал нижней сетки объединенный финал и супер финала что-то в этом роде потому что действительно сейчас играть финал виннеров пока еще не определились есть еще два тура в лузерах смысла особого нет то есть им так и так ждать того кто там снизу доберется до ну из лозеров рудан 20 лоулита пробрел шанс есть ну тогда точно есть хороший причем шанс мы вообще видели что sonic сок как sonic любит на этой карте крепится там уже куб сделали с комментариями соником сейчас давайте пока ископа узел из бой вентари от sonic и комментарии от sonic анрелка спасибо тебе за куб эмоции эмоции переполняет нас x ком будет сегодня не будет x кома точно и вряд ли что-то кроме турнира будет сегодня потому что судя по всему мы поздно закончим что по девайсам опять кольцо черт возьми прошлый раз ты кольцо плюс три здесь выпал но зачем она нужна хотел ловлет тоже колечко плюс два чистенько докрепливает все второй левел отлично и хантресы а здесь кстати ловлет играет без хантерс холла вот посмотрим на примере вот на такой разнице какое же будет преимущество у соника за счет более ранних антрес ой арчу отдаст подблочит может подблочить вис вис может ой не успеет почему он успевал добивать успевал успевал второй дар он делал но как зачем нужно носишь его в инвентарь в инвентаре дает и стрик бронин там написано же да но лучше когти плюс 9 или сапоги там на халяву получить ну ничего бывает и такое ну разбрая ну что за французский то ну что как как так то мы тебе конечно как меценату многое прощаем но но замуна это дни мир это ремайнд если обратно прочитать то получится ремайнд сейчас начинает поджимать потихонечку sonic с котом но застройку ловли то хороший барак с руки наносит 4555 а hunter soul все-таки был но позже то есть он был после того как отстроен был т2 до разницы по т2 очевидно никаких протекторов никакой застройки никакого продолжения ховца тупая тут подблочила что ты мекаешь правильно так и и только мешается и ой зайти можно коты заходят ну куда барак за забейте на барак виспов гонять нужно лорница отменять все верно ой стал код смотрите в стол кота можно поставить так что никто на базу больше не зайдет реально вот сюда вот кота твою ж налево ну что ж такой ты слоупок там пришлось бы барак выкапывать а второго кота бы поставил вообще никто не прошел раз и два на самом деле все не так просто потому что ловли то есть просветкой это типовая ситуация скорее всего которые и козел вышел прикопка sonic зажат пытается убить виспов делает tp чтобы кота не потерять свет камера мотор и кот уходит кот ушел зеркалки так интересный увлекательный горит красивый у тебя никнейм тоже с сарказмом о какие шутки пошли просто ладно это ты хорошая была на поле войска вступили 2 я просто любопыты как он среагирует еще часто так попытка о соколик соколику пламенный привет отдельный не решился крепить магазин соколик уже баркаф не играет он он женился кажется бывает ладно пока агрессии серьезный нет криппинг там криппинг тут лаули то 28 медведи будет быстрее от отрицать ник как женился ты еще одного мужика упустила как ты там это самое повнимательнее он тему на форуме создавал сигналы там наверняка какие-то были эх ты ты она нас отдыхает сейчас в экс чеме втором на месяц порезали ее там порезали ни за что а такой красавец мужчина была ну смысле у кого-то он остался инженер работает в германии зарплату получает в евро войска вступили в бой русский в душе позитивный тей тей ладно значит просветили сейчас sonic попытался стырить его у него кстати тп нет он очень сильно рискует между прочим там рисковал получить вторую прикопку и вообще отсюда не уйти я не знаю даже почему лолит не решил так и сделать потому что есть дриада есть прикопка можно было и до анекдоты так знает отличной прохладной истории в любом случае может развеселит в любую в любой ситуации опять же ладно не будем про подбал шутить опять зомбар спрашивает добрый вечер он далеко прошел да не ошибка на самом деле можно сеточку посмотреть и все раз брейтом картинку это скидывает что такое поиска вступили в бой да давайте попытаемся хоть как-то объективно сравнить ситуацию 50 лимита на 44 третьего левела у соника нет но но эту ошибку можно исправить закрепив всего лишь одну одну мастерскую но это рискованно потому что там висп палит и вражеская армия достаточно близко но соблазн велик соблазн очень велик войска вступили в бой сокол говорит у меня нет возможности стриме то я планирую с 2 недели апреля делать один стрим раз в неделю ну хоть хоть что-то хотелось бы конечно чаще но понятно что человек ты занятой он обещал стримить не стримил этому веры пытается подрезать час мурлоков но хотя бы чтобы чуть-чуть тут капельку осталось до до 3 левела у него там кстати нога чуть повзрослее чем чем козел кому достался ой достал ой отлично форки хорош хороший фокус по вражескому демон-кантеру можно резко приключиться на тролля который сейчас может давай 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 диспл диспл на медведя есть 3 левел 3 левел отлично book of dead можно юзнуть прям ой не туда ну ладно и так сойдет вис пошел сплит 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 пуш отлично половину правда за диспл но тем не менее неплохо дирижабль выкупает лоулит козел тормозит медведей биты медведей надо сэйвить не надо сэйвить что я говорю такое а сэйвить должен медведей соник один став хорошо форк от медведя минус хантреса нормально 43 44 47 соник хорошо хорошо давай козла мочи козла козел уходит на последний хитак дирижабль у него правда был тп можно сейчас бить дирижабль и тп давай козла козла козел телепортируется соника отлично провел этот бой убеющий медведя будет вообще хорошо не того медведя убили к сожалению не нормально что подрался хорошо да нет он потерял в конце пару медведей плохо там сэйв благодаря дирижаблю вот насколько полезный юнит дирижабль если ты умеешь его контролить стреляющих по воздуху не так уж и много юнитов он реально спас там трех медведей и козел дольше жил да по факту получилось не очень хорошо надо свиток наверно брать ботинки нужны тоже столько всего нужно а денег нет а тут лаулит крест получил которые по полезней чем буков дает все таки по грейдом 1010 в процессе армор в процессе 2 атака да какая-то хрень выходит пока что но соник догонит конечно по лимиту уже догнал можно сказать более того него запас по ресурсам неплохой мы бы сейчас еще купить свиток и крип джекнуть свиток есть ботинок нет еще тп бы взять давай 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 свиток протекшна вова нет 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 медведя сразу беру берут окучивают моноберн панаги нага уже ничего сделать нормально не может потому что маны у нее нет протекшна до юзать да но падает первый медведь уже у у соника дряда там бегает тут кстати телепорт есть телепорт есть и лоулит и став есть то есть он димку отправить но прежде чем отправлять димку он еще медведя по контроле димку по контроле как он контроле то как он контроле дима дима сейчас можно а инвул точно я же еще инвул пошла нога и там стаффа нет надо передавать телепорта нет короче так провал нога умирает мне не умирает медведь ну куда ты моё да как-то не задалось ггг чертов деревня контроль контроль еще хороший ловлет очень хороший контроль прям он в обоих битвах все сделал как надо комментарии от соника забыл аспиран сори капец комментарии самой цены не не услышал пытаюсь загрузиться пытаюсь стартануть но кажется уже момент упущен слушать а тут фокус черкают они снимаем неужели финал решили играть но я не хочу соника оставлять на самом деле виан варга говорит миша нельзя так откровенно болеть за одного из игроков есть же зрители которые болеют за другого комментатор должен быть нейтральным проходили мы это проходили нейтральным особенно в таких матчах это скучно скучно тем более большинство болеют за своих нейтральный комментарий геймнейм 2 от и стримера не комментатор тем можно вот хорошо заходим в игру ставим у зрителя фу нейтральщик мун свой мун дах мун втерся в доверие заслужил прошлыми играми кота покажи да он где-то дрыхнет пропиши ему фу вы sonic же наш слушать а действительно че это у нас нам указывает как комментировать за кого болеть мне кажется он сам себе противоречит получается то есть говорит нельзя болеть но говорит что он видимо болеет за другого мне кажется это эгоистично с твоей стороны тут просто фы вы на грани приходишь значит русскоязычный стрим и рассказываешь за кого нужно болеть и как нужно комментировать готовишься к матчу с больничем нет не готовлюсь вот вот так вот готовлюсь смотрю страты полю профессионалов а вдруг это реально засланный какой-то казачок все прийтих уже прийтих все больше больше не будет рассказывать и так все болеют за соника я думаю после этого случая после этого прецедента сомневающихся практически не осталось бан не тушуйся что с тобой стал хердрюха рука дрогнула да да что-то сплоховал конечно стареем стареем стараемся не стараемся а становимся более терпимыми толерантными ты блин где где это где-то бобрократия где-то деспотизм здоровый уже не тот михаил уже не тот чтобы не перепутать sonic никаких нейтральных комментариев быть не должно известно при так должен быть принес национальные сборные хлили лиги чемпионов а можешь забанить заодно и те кто приказывает тебе банить они же тоже указывают что делать а можешь и не болеть ох ты грамота подстраховался в конце очень-очень тонкий комментарий типа забанить тех кто говорит кого тебе банит но сам типа я вообще я как бы тебе ничего не советовал далеко пойдешь под халим значит очень надо до конца такие комментарии читать конечно же удивил удивил очень тоненькая мы сейчас видим что к сожалению к сожалению этот корейский эльф более грамотно чем sonic крепится и арча больше урона наносила лсом и как следствие криппинг и закончился быстрее хотя хрен там нет неправильно как-то произошло что sonic все-таки не отстал от от лоуле там вы его под халиму слушать тут будет главное как короче статью можно найти в любом случае причина для бана это вообще это это пустая формальность так ну как мы видим sonic снова через хантерс холл игра хотя здесь тоже судя по всему не понял вот сейчас не понял почему у них одновременно great мнение одновременно разница есть какая-то незначительная разница учитывая то что здесь хантерс холл там хантерс холла нет 100 леса не добывается за 10 секунд там семью виспами не не добывается видимо был был какой-то завтык был какой-то завтык ремайн фокус начали финал все-таки начинается но давайте все-таки для начала соника праву нет мы будем болеть за соника до конца до самого последнего до 5 решающей игры в суперфинале войска вступили в бой неплохо отменяет sonic moonwell если бы он конечно его отменил а так получается получается что немножко немножко не удалось а на самом деле все считается просто просто ровно считается приходишь смотришь на хп немножко прищуриваешься в этот момент и а как там получается все это мне памяти запала 360 да если у тебя герой первого левела и у здания 360 хитов и меньше будь то бору или moonwell то ты его отменишь до окончания строительства конечно сложнее если уже герой второго левела что есть если есть перчатки там уже нужно как бы ориентироваться прикидывать но тут видимо было понятно что не справится никак войска вступили в бой какие девайсы классный посмотрите на город напали два красных носка красный сапог перчатки супер дпс лолита а тут мантия перчатки правда он дополнительную точку еще закрепил ой-ой-ой-ой-ой не нравится мне уже как это к чему это ведет sonic правда нарезает что войска вступили в бой что ой кто-то сейчас плоховал ой кто-то сейчас ошибся какой такой корейский эльф сафель он пришел может он спутал т20 т1 как уже сегодня было и влепил два протектора просто на своей базе хотя там основании защищаться вообще никакого нет там бегает один код и один дима 2 оп стоп отменил блин спугнули в войска вступили в бой спугнули реально ладно в любом случае у соника все лучше у него раньше great у него раньше лорницы он два шедера купил sonic да вроде одного шедера купил sonic 2 шредера так не тогда все нормально я бы тоже протектора поставил шедера дорогие очень и 2 они не нужны если только ты не фуфа играешь и у тебя не 6 бас поэтому реально увидев двух шедеров пошло два протектора и это правильно абсолютно логично войска вступили в бой это где-то плюс 14 висков так на вскидку сразу на лес ну шедер на самом деле они же с руки бьют хорошо если они натаскают за две минуты полиса заготовок на всю оставшуюся игру и потом как бы берешь и бой плюс ты после этого можешь абсолютно спокойным виспов диспейлить без опаски что у тебя там на что-то леса не хватит меня беспокоит что sonic то без второго героя пока играет шедер аккурат стоит как второй герой ну то есть минус 50 золота а так-то и по лимиту похоже 45 и полез похоже а чё-то я волнуюсь пацаны что-то я переживаю за соника может вообще слова димку и в ранний размен пойдет бонус на экспо все дела сейчас же можно взять и с тремя иллюзиями крепонуться кунь жесткую точку типа этой взять подходишь сразу 3 demon hunter через shift войска вступили в бой ну давай не он не будет даже тратим просто девайс выбьет и все а дальше крепится не будет маска соби для демона плохой девайс да похоже что sonic делает очень раннюю атаку медведями но черт возьми здесь же протектор ай-яй-яй-яй нет линии в игре нет планы и по крайней мере я его не вижу продайте субимаску хорошо бутылёк купи свиток скорее войска вступили есть смысл в этой всей теме берешь двух шредеров берешь да он взял шедер кстати шедеров приходишь и убиваешь на четком тайминге креативе и бешеном микро подходим т.п. берн подрезаешь кота надо было резать в теории может сработать прокачанный дима пользы приносит много к вступили в бой но он не идет еще при этом никуда понимаете не идет ничего себе клэп действует на шредеров с какого-то перепуга шедеры спеллом юн точнее механика клэп действует на танки действует да все логично аура очень хорошая прям замечательная аура то уреновская книги читай две ловкости так как вступили в бой отличный девайс на клэп не маги но на спал брекеров не действует не маги все продает книжку мудрости читает вот сейчас надо идти выходить с лимита идти в атаку с пятым демоном с тянет зря он тянет там криппинг же с двумя героями идет понимаете там когда у тебя 5 и ты дальше не двигаешься человек делает 43 нельзя это так просто оставлять без внимания подрезается один медвед это очень хорошо кстати потому что тут каждый вообще юнит важен чем ну потому что сейчас дима соло бонусный и бонус на экспо и разница между пятым демоном и шестым это ну с чем даже сравнить то не знаю как маутун кинг с аватаром или без тоже хрен убьешь дамага много и правда спал мюн там еще добавляется точка сбора была неправильная с двух лорниц если смысл солодых остав брать ну пока лучше девайсов не было поэтому смысл был но ему in will на самом деле лучше чем став плюс этот свиток in will есть я бы действительно став продал купил бы свиток пришел бы убивать 60 лимита но тут понимает прекрасно ловли что происходит он перестраховывается это не протектор это мануэл может и не понимает ну как не понимает он же видел демона 5 ловила иллюзии делает иллюзии сейчас отпустят надо сделать иллюзии сейчас перед атакой свита купить вот это правильно было бы соник побежит вперед 60 лимита против 60 моноберн на ногу еще бы берн сделать хотя бы на диму ой давай соник давай 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 нет да он хочет видимо мануэлла на 70 дождаться вот он мануэлл на 70 и заказ еще двух медведей у нее еще проблема какая он получит шестой но он в этот бой его не сможет применить тупо маны не будет поэтому ему нужно разменяться стелепортироваться восстановить ману возможно даже бутылёк купить манки хотя вряд ли там димона сосет на на 400 маны прийти алхимик алхимик это минус армор скорее всего это минус армор очень полезная штука особенно когда у вас медведи с рыком из а там еще грейд и 22 ой красавчик соник вот это очень хороший задел прям очень хорошо сейчас можно зайти поехали работы нет не работаем 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 понеслась моноберна 106 алхимика не подставил соник хорош теперь можно оси дочки позакидывать аккуратно риджовые сражайся сражайся риджу пошел на диму ну что ж ты тянешь-то ё-моё что ж ты нервируешь-то нас соник нычка что ли не нычка тут какая нычка обкип и денег нет не насосала говорит она моноберна ну да да и хочется и опасно там мунвеллы там барак там протектор и вроде как надо было лезть а вроде уже не полезешь там еще два свитка что немаловажно опа ну кота час телепортирует просто тут реально каждый юнит важен кроме кота видимо нет кот тоже важен моноберн пропустил осидка пошла шреддер там на муви чё-то с медведями непонятно зачем став хорош от соника тут не форме лоулит убивается первым медведь сразу не форме пошли иллюзия от соника 1 2 иллюзия шреддера соника поджали дима 5 инвал врубает начинает нарезать давай 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 что у нас там 65 ой нас плюс 8 плюс 8 лимита нарезочка четвертый левел падает медведем моноберна алхимик алхимик тут же умирает очень быстро он удар совсем не держит но ой надо телепортироваться отсюда телепортироваться надо успеем дима убить успеем успеем нет не успеем нет господи там став на кд что ж на шкаш чуть-чуть бы телепорт чуть-чуть бы задержал на секундочку там медведем 136 нужно для удара там мы от него вообще ничего не осталось бы но кто жнал сначала ты телепортируешься в первую очередь за героем следишь а потом уже смотришь какого юнита можно подрезать но не в другом порядке потому что если будешь смотреть какого юнита подрезать может героя потерять поэтому последовательность другая логическая это правильно но хотелось то по-другому какой там шестое дима не взял шестой половина шестого у димы мы сочувствуем ему всем гуд-геймом пол шестого левела действительно у него без т.п. убивает отрывается на присте и чё делать на сейчас будет разводить разводить неприятным там т.п. нет мы сейчас можем просто нас разведут пацаны нас разводят войска вступили в бой капец палево вот так дешево сейчас вот сейчас я соника лучше включу слушаем рубрика без комментариев и Последняя атака от Соника Должен понимать, это лоулит Должен ставить протекторы Денег, правда, нет Звуки на фоне со стрима Соника То есть игровых звуков сейчас у меня нет Но я за этими кликами слышу такое напряжение Просто там накал страстей очень серьезный Моноберн отличный! На инвул разведет! Маны нет! Окружи! Окружи! А, там став! Каскотина! Нага ставит Надо идти в атаку Выбора нет Мэйна нет, выбора нет Все 67 на 62 Преимущество по лимиту есть Берн Дима пустой, минус протектор Испы взрываются Держись, Соник, держись! Господи, Риджуф на Диму Дай бог шестой левел тебе Счастья тебе, здоровья Давай! Нага получает Куда ты там заливаешь своих? Чужих лечишь больше! Нага выпивает ману Нагу, Берн! Я хер его, кто выиграет Вообще отвечаю Ману, нагу, ман Я блин Давай, 128 Давай, тащи! Шестой левел! Давай, ультуй! Ультуй! Супермен! Обожить! Погнали! Давай, бля! Не надо, не лезь, не лезь, не лезь! Забей, иди на мейн, иди на мейн! Иди на мейн! Ой, 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 ой Виспы остались Дерево выкапывай! Выкапывай дерево! Убегай! Соник, блин! Соник, только не слей такую катку Я прошу тебя Оооо! Ну, Соник быстрее вырубит мейн Давай, 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 давай Реджувы! Все, хорошо! Вот это эмоции Вот это, блин, good game, good emotions Я офигею Давай, мейн ему Дима, куда ты? Зачем ты? Ты, твою мать! Ты что ты делаешь? Козлина, что ты со мной делаешь? Твою мать! Да блин, зачем тебе вообще стафать его? Я что, когда ставь? Да зачем тебе ставь? Успокойся! Зачем ты его ставь? Он вообще, у тебя мейна нет Он к алтаре уставается Ай, ёбраза ты Зачем ты это делаешь? Ты его убиваешь быстрее! Господи! Господи! Зачем? Зачем? За что? Ты же его... Я же тебя... Да мы же... Ну как таким дебилом можно быть? Согласен! Согласен! Элиминейт быстрее делай! Элиминейт! Только элиминейт, блин! Капец, там деревья... Ой, там нет вижена... Ой, это забей! Ой... Дрядку... Да, дрядку! Молодец, молодец, молодец! Две дрядки, сейчас можно его покайтить Без... 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 Бе... 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 Так, надо вернуться на мейн Просто вернись на мейн, убей, ты его убьешь Там два героя вообще ни о чем Ааа, там медведей толпа Не убьешь уже Да... Только элиминейт делать Магазин Мунвэл Откуда тут банда такая? Только элиминейт спасет Сражаться нельзя А там еще бабла на здании Это забей Согласен Какой валидол, а? Из такой жесткой ситуации он выруливал Все, элиминейт пошел Тот уже забил Он даже не атакует Не сражается Мунвэл один Мунвэл второй Гегэ Комментарии от Соника Слушаем Двою мать! Это жесть Блестяще Шикарный комментарий Мунвэл Блин, ну реально обидно Сейчас... Из такой ситуации Так, так, так าง... Аааа... Ну тут игра войдет В аналы истории Warcraft-то я чувствую Потому что Да-га Такого единения Мыслей игрока И комментатора Я давно не встречал Я полностью понимал В той ситуации Просто Джон на стаффе к алтарю это капец просто у нас даже состоялся небольшой диалог шикарно 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 ну что ж не будем а грустным в финале ремайнд выигрывает фокуса 1-0 пока что в лузерах давайте сеточку посмотрим да билиф будет играть сейчас к сожалению слоу летом наши все повлетали остались корейцы внизу рудан против чека а наверху фокус против ремайнда корейцы корейцы так он прилетел под ультой один раз по наги стрелянный ульт закончился он туда летел не для того чтобы с ультой кого-то поубивать он не на это рассчитывал он рассчитывал на то что просто учитывая слабую нагу слабого демона наличие манвелов на базе он слепортируется и одним демоном там героев будет как там рудан еще раз игра называется рудан чек рудан чек вот и это в общем то план то правильный если ну и можно было вообще ничего не делать просто ты убиваешь спокойненько демона теряешь у тебя там откатывается ульта и ты с ультимейтом с приходишь там или с демоном просто сражаешься нормально и его в лоб убиваешь то есть убиваешь ему мы и возвращаешься защищаешься все отлично прекрасно вот но он слепортировался на алтарь алтарь то ли там угол левый нижний был заблочен то ли манвелом был правый нижний угол заблочен так или иначе демон хантер упал не в ту точку куда должен должен был упать упасть после стаффа вот поэтому получилось совсем не то что он хотел ой слушайте я кажется зафейлил я зафейлил с выставлением расы рудан против чек капец кажется игру кажется я мог упустить игру у меня кикнули они стартанули хотя нет еще кальсерис что-то что-то создаст о 4 4 подписчиков не хватает до десяти тысяч подписчиков на канале до медленно верным не оценик все равно конечно молодец он очень хорошую игру показал очень хорошим я уверен что мало кто знает по какому принципу например там став работает когда нет мэйна каким зданием он ставит какие точки он ставит ставит в каком порядке по этим точкам то есть это уже такие нюансы которые и являются определяющим на топ-левеле вот в таких редких моментах но они очень 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 тонкие такие очень прям готова 10000 один подписчик спасибо приятно в рубеж такой хороший растем потихонечку уже перебор не ну больше не надо ребят все хватит отписывайтесь уже сайт у меня потупливать начинает остальные могут подписываться на меня говорит бсп код орет год премия десятитысячному как ход префа вы думаете а деньги тут печатают премиум печатаю и десятитысячного то не определить никак там уже больше десяти тысяч надо вычитать активное количество короче слишком тяжело и лень гейм 2 заходим что такое пикамод пикамод это мод в чате которые с пико 2 тв картинки будут просто отображаться не ссылками а картинками собственно проверка пикамода пожалуйста чтобы отключить нужно просто обновить вот это круть пишет sky лоренс слушает я знаю что это сарказм мы осознанно эту фичу не это самое не не делали на паблик и пока не хотим массово водить потому что чат превращается в ну вот и понимаешь пинг 101 у чека лучше пинг ничего себе кстати вот интересная информация посмотрите на арене у соника пинг 109 у чека 81 то есть практически нет никакой разницы что-то там в южной корее что ты не знаю кстати из какого города не помню из какого города соник фокус нет фокус не вылетел фокус финале а это работа пинг ну я понимаю вдох до хаста имеется ввиду кроматорского точно а хост в сша находится это правильно да так и так и надо фокус терпит говорит от ремайндом она в любом случае в ту игру так стоп почему мне капчу не работает все заработал так рудан против чека эльфийский мирор почему мы смотрим эльфийский мирор потому что в ту игру не удалось ворваться фокус против ремайнда жалко 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 между прочим рейстрим делать не хочется ну ладно мы в любом случае увидим игры и того и другого что это в венрах а вот руданы или чека уже вряд ли как ну кто-то из них вылетит после этого это же нижняя часть сетки фокуса забрели говорят ух ты ж ежик это противоречивая информация поступает то там ремайнды убивает то фокус сливает как будто они не друг с другом играют что созданиями все нормально просто текстуры пришлось поставить на лоу одни эльфы не говори противно просто просто плюнуть негде одни эльфы пухтно же ливнул из арены видимо с той же самой фразой одни эльфы и все и ливать били вы давай может действительно возьмем били вы посмотрим там андет мы вообще андетов мало смотрели только надо убедиться в том что я не выйду и не буду ждать полчаса войска вступили на как это сделать это можно написать осмайл смайл ты слушаешь ваш войска вступили кажется его нет эйвас говорит и она мне решни выходи уже от некрасиво по отношению к игрокам да да есть такое дело ну и тем более не отвечает чекай сервису надо бы написать но я не уверен что мне есть его skype ладно там спрашивают вторая игра или нет там еще не стартанули говорят чашка не сбил так 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 писал перед началом турнира чекни у меня записан как дмитрий еще сюда какой стрим и ничего себе пили в бой а можешь просто маякнуть когда создадут игру беливо либо в skype либо еще куда-то и тогда по ситуации мы ли в нем отсюда чтобы с одной стороны досмотреть если несложно дмитрий в это время рудан сверх экстремально крепится подставляет арчу под да спасибо принялся дракона под пирс дэмэдж но ой какой тут дима добивает арчу и т.п. теряет роли от фейловый криппинг не добил дракона не добил гнола потерял арчу потерял троля и еще бы забрать да и заберет еще дракона этого большого чек очень хорош прибежал вовремя девайс выбил вампиризм получил войска отступили в бой вообще классно такой задел на будущее представляете вампирик под медведей на старте игры выходим через паузу до поставил паузу ли ну вот в старках так любили дело хотя в аркаде тоже ой да вообще унижение какое-то рудан не готов вообще его унижает пришел забрал девайс гг ливнул вообще красавчик короче 4 минут 46 секунд вы спрашиваете там кто-то интересовался как рудана победить это победитель там первого турнира разбраин капа ну 446 ловишь на криппинге раз пришел на второй криппинг добил моба стерил девайс там еще пурш пошел и как бы у тебя тп еще нет вообще класс о геймнейм странный геймнейм там действительно реально кого такая фантазия интересный и вы успели с корабля на бал что же за речь квит он еще же не проиграл харкона ну ладно я объясню я знаю что молодой но древний посетитель гудгейма во первых у него третий левел дима у него тп у него вампиризм у тебя соответственно второй левел девайсов нет тп нет подрезана арча подрезан тролль все как бы на таком уровне когда решает мелочь совокупность таких мелочей может человека убедить в том что он уже проиграл потому что он ему виднее что там будет дальше но на тот момент когда он ливнул преимущество было просто колоссальное и ситуативное и на дистанции поэтому а не все равно не понял почему такой геймнейм как же воля к победе ты можешь конечно потерпеть там 10 минут 15 возможно даже противник на ошибаешься ты будь на ошибается а ты будешь тащить и не допустишь ошибок там его накажешь на вероятность этого события достаточно низкая и это вопрос скорее к игроку выходите мы или нет потому что может быть он просто не хочет тратить именно на эту карту силы время и это вопрос подходов мутоны будут сегодня не мутонов не будет хошка хошка у нас тоже раненый кажется валяется мутоны будут завтра с очень высокой вероятностью но наверное часов в 17 не раньше потому что понедельник потому что надо встать надо поработать хотя бы часов шесть и уже ближе к вечером как то так очень неохотно идет саппорт турнира я не удивлюсь не удивляюсь почему наши все повылетали остались корейцы и как бы обидно обидно что не готовится черти а вот фогич вроде тренировался на китайском тренировался долго ежедневно ну а где результат какие-то старички бородатые корейцы приходят и ну как так лоулит у них какие-то особые отношения я не знаю gl pink гей gl пишет belief может что-то нормально говорят стримить тоже работал вопрос отношения на самом деле мой взгляд главное чтобы удовольствие приносило если удовольствие приносит то и комментировать будет интересный зрителям будет интересно и как следствие заработок будет тоже читая варка тоже захотел поиграть после этого но с бани вором во вторник у нас будет шоу матч может быть стоит катнуть вечерок ладр для того чтобы хотя бы вспомнить как она киноги of the queen понеслась хисту и ноим-то как так получается гэл салсал гейбелив и тьят вайлд гай короче и санфер гейм 26 против 19 типа старичок против шат оху шутят я думал что корейцы и сидят себе тихо ничего не это самое не чатятся чего не говорят но сложно понять изъясняются по-английски но понять а он имеет ввиду пинг на 26 пинг пинг разный у них на 7 миллисекунд ладно у них видимо действительно какие-то особые отношения не будем вдаваться в подробности давайте по игре рюкзак исследуется и тут гульки у я уже думал дыка не выйдет он из-за гуля действительно не мог выйти но выбрался таки наружу может это а что это может быть зачем ему бэкпэк на продолжительный харасс что ли и и венец благородства у демон хантера тут тоже криппинг аналогичной точки заметил что били в тп продает участ заметил да очень круто за 175 голды понятно когда это делает blade то есть у него есть контроль карты разведка ему ситуативно получить 222 это очень полезным а денег мало другое дело когда это вытворяет дк но если он привык если он контролирует опять же карту если он не попадает в окружении если его не крип джекают если он не встревает в те ситуации в которых тп обычно помогает то флаг ему в руки вступили в бой у него тайминг подпушит с определенным количеством гулей ясно вот гульки побежали грейт на т2 такой эти вот скул на самом деле тоже никаких тебе ну хотя какие финды ну хотя почему нет я просто подпушит гулями аура есть арчу блочит неплохо неплохо арчу буму реально это убить если бы убил но не убьет а вот это убьет ха ха второй левел просто получает сразу соответственно койл гулю спасает очень четко играет а дальше нет не пойдем скелета по мелочи димка сбрил попытка окружить но контроль хороший тут на койл не хватило бы к сожалению 90 хп а вот у арчи кстати не помню сколько хп сносит койл у нее же там пассивочка есть которая резистор от магии дает 15 что ли процентов войска вступили в бой 100 говорят нет койл то сны я знаю сколько от отнимает я про ох так кружил хорош хорош окружить димку сапогами это еще бы только первый гулю варчи резист конечно варчи есть резист на пирс урон и резист к магии пассивочка есть вот можно для примера или в бой посмотреть на количество хп арчи 240 да да ладно что по 60 что ли сносит койл а по 60 75 60 до 30 процентов до полутни какой 30 процентов что я несу неужели 30 до 30 процентов или 30 короче эксперты прогулят нет точно не 100 сносит точно не 100 а 30 до 30 100 снец хавк как ты скат хавк троллит меня может с ракет реальный резист порчи 40 процентов скорее всего ну то есть арча от третьего кайла теряет 240 хп у нее остается 5 хп это было там в одном из патчей и 5 хп добавили то есть стало быть койл наносит 60 вообще арчи то есть нес 40 процентов резистов что ли невероятно да вспоминаю 2016 году пассивку арчи это так так актуально шестьдесят семь койл наносит а двести сорока трехсот двадцать процентов да вполне возможно кстати да фай резист короче 20 процентов до 20 процентов резист 300 койл снимает еще один приходит ой господи да 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 20 процентов резист правильно номер все верно у арчи 20 процентов мэджик резиста разобрались продолжаем 2 гноу добил да 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 панда слушайте альса неплохо прокрепился у него там почти 32 ну дим то считаем что уже три панду бы хотелось подтянуть здесь соответственно выход в т3 рядки медведем вели в бой тут наверное нужно да потихонечку вермов дестор свечи финду а ну так происходит очень свечи финдов разбежались база у эльфа нет и вряд ли будет сколько я вот видел краем глаза на стримах у эльфов что-то все любят как раз играть один в один по базам выходить в т3 и пытаться там как-то с дрядом медведем и сражаться против финдов вермов и дестройеров вот ну и часто это получается конечно значительно комфортнее когда эльфу на том или ином этапе удается как-то воткнуть базу иногда даже на авось но если играть на долгой дистанции один в один как-то не очень комфортно особенно против прокаченных андейдовских героев да-да-да смотрите элун грей специфа предюзда дэмэш контактен пирсинг на даже на 65 и от слов на 80 понятно круто да то есть очень вот дракон стреляет двадцатку наносит а урон него 36 47 снижение практически в два раза ну то есть там еще рандом есть определенный но арча действительно против пирсинга сопротивляется прям шикарно да не не на а до конечно же до уровня не на конечно не надо не надо вы правы тип силища лагает зря хорошо и ливнул тут уже убили его нога появилась а где арбата кстати нога появилась видимо видимо он еще не возвращался домой кстати в этом легкий плюс ноги как 2 вторым героем сравнивать ли чем то есть она короче лич выходит под т3 и сразу берет арбу а так придется кем-то возвращаться либо притащить арбу на гуле гулю ты реально тащит арбу гулей вот это уровень пришел сдал отошел тот редкий случай да когда стоимость содержимого карманов больше чем курьер драгоценный гуля да да там на три гули хватит моноберн койл посмотрим сейчас вроде уже все получили то что хотели к ну кроме кроме бонярда еще верма 1 нет правда не совсем понятно как в рамках текущего лимита этого верма получить хотелось бы гулик послевать но сливать их без повода как-то не очень правильно крипджек попытка панда пояс богатыря берет койлом добиваются гнолик маленький 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 сейчас опять монобер на соточку неприятный дима пытается как-то штрафануть но не удалось не крипджек нет не может быть вообще нычку поставить я сторонник экспанда против андедов чем дольше игра под андедов идет тем как бы менее комфортно лимит 50 но это экспанда не будет в общем или в бой уже понятно по двум инвеллам которые строятся а вот билиф должен как-то сдать двух гулей сдать и построить верма гули разложатся от первого же дыхания там не знаю от медведя который впереди очень быстро и лучше заменить более качественным юнитом чем а у нас тп еще нет свитки в займ вот это да еще берн пожалуйста на 67 68 извините да пошел верум выход из лимита выход из лимита гули правда с фрэнзи так как что ж к ноги то пристал уже на базу пришел убивает ногу минус гуля верма нет ноги нет дестор пошел надо брать срочно гулей надо пытаться отбиваться диспейли тут все околитов придется нет не придется снять околитов девайс неплохой ман и реген но нужно дождаться нагу и верма то как-то как-то плохо слушайте а вот это грамотный ход лоулит видя что он и так давит человека не выходя из лимита решил потратить пока что эти деньги вообще может быть два древа ветров ладно тут одно древо ветров или не контрят гипосами вермов нынче дрянами пытается убивать с арчами не лезь но не лезь в этот пыль в глаза он как только андет какую-то агрессию проявит он скорее все развернется беги глупец зачем без димы сражаться что ты делаешь дыши ты же знаешь здесь пинг есть дыши дыши дыхнул убил финда и гулю но гуля подставила финда на самом деле он дышал не финда он дышал в гулю надо валить надо валить ставать пытаться как-то из лимита сейчас по-быстрому выйти подлечиться ману подрегенит наверняка панда там пустая уже до панда ставится телепортируется на мэйн пока гипсов мало финды их сразу заловить сеть будут я понимаю поэтому и говорю два древа ветров сделать хотя на 2 как бы и денег маловато если бы экспант был другое дело шейда пошла проверять тайминг экспанда здесь еще есть трешейда которая наблюдает непосредственно за армией эльфа но лимит хороший у того и другого единственное что лоулит у надо бы потянуть как-то время не лезть по возможностям тянуть 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 или лезть или тянуть нет надо конечно же было тянуть время только-только достроился эксп хорошие винные пары неплохое дыхание берны идут классные ряд очень много но это видимо как раз подстройка под под двух вермов тем более что финдов реально маловато здесь пытается фокуснуть тут надо медведя ставить ставится мишка хорошо хелен вард неплохо destroyer возвращается у destroyer дисплей это некоторое время по подвосстанавливали хп вермы такие плотные хрен убьешь их минус финт минус 2 ряды дима сражается дима старается еще минус дриадка димон раздает классно у него стин вул там койл правда залетает откуда койл почему берна нет а там он камень маны сожрал моноберна деку минус 100 еще минус дриады вермы залетает спаси верма нет верм падает чем-то уже второй верм который упал нага падает все падает эксп стоит это забей то есть поражение в этой в этом сражении приведет андеда гуфу с очень высокой долей вероятности моноберн лича кстати можно было цепануть гг потому что x потому что x было сражение в рам в рамках равного лимита эльф победил и все но очень хороший контроль очень хороший контроль и стоит с другой стороны окей смотрим на сеточку там наверняка еще обновились результаты можно же в винырах римайнд выиграл фокусом 20 в лузерах сейчас рудан против чека 11 пом 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 тут судя по всему только 10 азония заходим но вы видите что фокус упал из верхней части сетки и ждет пока тут он два тура ждет по сути третье решающие непонятно еще кто выиграет а потом еще победители друг с дружкой за право играть с фокусом ой а нельзя все таки как материальные ники ставить они смурфы вообще надо было уже давно передать аккаунты игроков правильным людям что кто я хав говорит гол лучшему тона тут все равно одни остались интересно смотреть хавк я не не понимаю вообще на русскоязычном сайте пилятся регулярно турниры с отличным призовым а по сути единственный игрок ладно несколько игроков крайне халатно относится к тренировочному процессу как вообще можно как так можно безответственно подходить к руссбрейн капом и другим турниром делаем же для вас приглашаем блин корейца чтобы чтобы статус был а вы все умираете и умираете ну как так одно дело конечно когда ты фу фашки сливаешь но это же в твой хлеб это же соло варкрафт хошка что за дела сколько горит крабы надо мне начинать зато утром тянок смотрел да я зашел на стрим тоже порадовался подготовка полным ходом эх еще приходит и шуткует тут про xcom про то что некого смотреть они-то получше играет ассер говорит плюс одну хошку за корейцев уже не интересно смотреть наших то нет а кто виноват ладно если бы то как бы болельщик говорит не интересно смотреть корейцы одни это приходит игрок который слил и говорит что ему не интересно смотреть ой такой толстый тролль я илья ник 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 никуда не надо кидать карту для фуфа смотрим второй матч а может просто хошка хочет xcom и тебя посмотреть да это безусловно что хочет xcom посмотреть тут я особо не сомневался но как бы у нас другие были планы посмотреть как он финале с фоге чем в бо 5 разделавшись со всеми корейцами сражается за призовой фонд в 100 плюс тысяч рублей сейчас призовый фонд 55 но это же кто виноват этот кошка тоже на нем часть ответственность лежит как только стало понятно что наши вылетели все прекратили саппортить мне конечно тоже очень больно каждый раз на paypal отправлять призы за бугор понимаете ну просто крик сердце крови обливается и кто-то внутри меня говорит михаил забей забей не надо может не стоит но у нас же блин все по правилам понимаете выплаты в срок короче в двух словах хавк подвел кстати вчера x чем смотрела 2424 человека варкафт смотрит 2398 не x чем вчера было кажется но это только зрители в чате ты про них наверное говоришь зритель непосредственно было там 3500 или 3600 что-то в этом роде нет последнее время просто очень много интересных трансляций и переход старого ну смысле перепрохождение xcom anime within получилось весьма интересным и выход 2 xcom а только-только как бы и rus brain cup на следующий день много просто интересных стримов лоулит очень хорошо крепится ровненько быстро расскажи пожалуйста про раз у нижнего игрока я просто только финалы турнира смотрю не видел еще такой это очень интересная раса нежити андеды у них самое примечательное это разделение труда если во всех других расах как бы рабочие добывают один и тот же ресурс то здесь одни занимаются с добычей леса это гули гурдалаки а вторые околиты они только по золоту специализируются рыцарь смерти герой отличный герой это бывший артас артаса знаешь компанию проходил короче был хороший такой товарищ живой розовенький паладин типа там заозрот все дела но что же что же вот так но был еще меч назывался фростморн который кроме хорошего дамага имел неприятные особенности он душу владельца пожирал вот и стал наш добрый паладин вот таким вот андедом на коне предал всех убил своего отца хотя в самом начале говорил за моего отца и но с другой стороны получился классный герой у него аура мобильность хорошая койл он лечит господи можно целую игру про героя рассказывать во первых у койла дамаг 100 200 300 соответственно по герой с 30 процентным резистом 70 140 210 соответственно мы тыкаем на героя смотрим сколько хп тыкаем на юнит и если это не арча смотрим добиваем не добиваем 75 маны на старте у него ой дай бог памяти двести пятьдесят пять нет под под двести 240 у него маны на на первом уровне аура есть хорошее перемещение 10 20 30 процентов скорость перемещения регион кажется 0 75 15 225 вспоминая про регион вспоминаем про землю особенность андэдов который добавляет 2 2 секунды к регенерации андэдовских юнитов если находится на земле земельку можно купить в магазине за 75 очень хорошее предложение выгодное при атаках при застройках особенно полезно андэда могут строить только в поле пилонов ну то есть зигуратов кстати в этом плане раз очень похоже на протасов самая дешевая шахта у андэдов но она с другой стороны меньше хп она во-первых быстрее всех строится и дешевле стоит 255 кажется на 240 или что-то в этом роде и строится всего 100 секунд 100 секунд все остальные шахты строится 180 плюс эльфийская кажется самое долгое в этом плане потому что еще прикопка шахты вот но как бы халява быстро окупается андеды еще андеды еще характерны тем что любят течиться то есть у них самые классные плюшки типа диспелла арбы обсидианки эффективно работают на трех героев появляется на т3 то есть тебе нужно потратить достаточно большое количество время и ресурсов для того чтобы получить все радости жизни поэтому андеды очень часто занимаются харассом нычки сами не ставят и активно встречаться то есть делают грейды для того чтобы побыстрее по получить там героев обсидианки диспелл арбу в общем то что находится далеко-далеко очень много было кстати война относительно того что диспелл нормального андедов до 3 до 3 нет и можно отрываться как хочешь игра проходит но мы так вскользь пробежимся еще гули гули или не стоит углей было очень тоже обширная история с с форест воком с адреналином тоже фиксили меняли ой азаратустру тут можно вспомнить с классными мувами короче хорошая раса но эльфы лучше если выбираешь то выбирай эльфов рассказывает что значит не стоит я тоже думаю зигура ты отличная тема мало того что ты их любой момент можешь сделать двумя разно разноплановыми пушками так они еще и с фортифайд армором сразу то есть орковским нужно бетон эльфийские тупо дорогие и нафиг никому не нужны ну потому что одно дело это протектор там еще виспа эльфийские вообще сам дорогие вышки ну кроме там каноновских понятно вот азигураты это замечательное строение которое в любой момент превращается либо в вышку которая замедляет наносит милишный урон либо в спирит вышку который урон кажется 24 27 но она просто бьет пирсингом рассказывай про все расы в эльфов же висп за 120 не менее у эльфов и точно не за 120 он стоит кажется 60 почему он это не из-за от кастеров они бесполезны нет нет кастеров кастер у андэда отличный просто мне кажется они стали такой жертвой опять же необходимости в т3 то есть я же поигрывал за андэда в свое время немного правда несколько месяцев но хватило для того чтобы в паре турниров принять участие ну в санкт-петербурге я помню некоторые игры там против кармы против нормальных топовых игроков играл за андэдов конечно не не выигрывал но игры были очень на мой взгляд близкие как раз я там попытался сделать акцент на т2 на обсидианках на баньшах некрасах и связки финды плюс кастера потому что обсидианки дают реген сопоставимый с 3 аурой архмага а кастер андэдов реально очень хороший тот же самый мисс который ну проклятие курс да там 33 процента который по боевому характеристикам эквивалентен blood last у или но крипл вообще дебаф дикий там просто очень много контроля нужно на это все дело фогич говорит пришел джеки поставил видимо провиспа за 120 да 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 вот но я ни слова не сказал еще по поводу текущей игры стоит ли не стоит не знаю карма играл во времена тфт конечно кармы и расу менял насколько я помню как раз в момент перехода с рока на тфт вот конечно карма играл в тфт на самом деле мы только по гулям и чуть-чуть вскользь по кастерам можно пахин профиндов рассказать очень интересный юнит уникальный и про закопку и просек сетку и про особенность полета их выстрела что их выстрел это маленькие паучки которые которые вот так вот летят и вперед вот про хороший разброс по дэмэджу про приоритеты раскидывания сетки про короче давайте к игре реально андыды раз хорошие но наверное стоит комментировать по делу что-то меня понесло не туда сори если коротко демон хантер дает время и инфу для панды чтобы то прокрепилась то очень хорошо забрала биллер поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ура варкрафту от майкера ура товарищ в общем панда хорошо прокрепилась взяла точку которая типа андэдовская но андэ тоже не лыком шит он пытается забрать и забирает кстати голема большого у эльфа почему не побежал вперед мишки мастера есть тут все под слов что-то в сетке подрезает еще одну гулю да высасывай ману высасывай у тебя ж маны где кулдаун так господи моноберна на втором левеле кулдаун 6 секунд уже сто лет прошло он все не сосет и не сосет и не сосет и не сосет ману давай ну нет и вообще потерялся он про него забыл сейчас он вспомнит вот все вспомнил дима начали бить он вспомнил про моноберн ногу убил уже неплохо финн закопался войска вступили в бой видимо выкупать собирается сейчас таверне ногу финда добил молодец не хочет знаете 43 к что был 4 бренка дк хавк придет и будет рассказывать про то что как бы а где x ком а я не тренируюсь все плохо деньги-то понимаете они уходят гг пишет belief ничего по делу я в этой игре не сказал короче я не знаю расстраивают наши пацаны расстраивают вылетают мы тут как бы собираемся всем миром скидываемся а ради чего нет погич молодец там там действительно да sonic отлично ну хавк то хавк хавк вы правда заходили только пару игр и рестримили парочку но там такие косяки просто молотки не кидаются в арден не умирает непонятные атаки непонятное отсутствие а так по любой из игр просто берешь и составляешь список из дюжины ошибок как так а все просто ему все равно обидно какая должна быть сумма для следующего раз бренка по x2 правило трос брейна то есть он внес 50к нужно еще 50 как раунд файнингом два раза получалось но сегодня динамика такая что забей хватит мучит хавка он сам напросился сын для него для него для начала тренером у я пытаюсь представить что более мебель какое еще более бесполезное занятие могу придумать чем чем тренером хавка стать мало того что я его вряд ли чему-то научу он и так все прекрасно знает уже вопрос мотивации тренировок у него опыта достаточно много он пересмотрит демки если захочет увидит все и все поймет вот он пожалел что написал про x чем не только про x чем написал насчет написал про оставшиеся на турнирах о том что они не очень как бы тут с стань тренером бани вура еще более бесполезно только по другой причине не ну там пух отдувается чё пусть пух страдает пуха не жалко не жалко пуха пух прости пух тебя очень жалко но помню что чем чем сложнее тебе тем ты сильнее а почему твой стрим всегда на первом месте даже если народу не так много возможно тебя включена сортировка по чату но мы ее меняли по умолчанию уже поэтому а это спекой вопрос классно отколол если выиграешь краба то в наказание ему заставь его играть неделю так мы уже договорились что если если он побеждает мы смайлик вот это вот оставляем что краб отрезает хвост бобру а если мне каким-то образом удастся победить то сделаем смайлик где бобер каким-то образом доминирует над крабом ну чтобы по честному все было так чек против лоулета давайте на сетку взглянем но там особо сильно ничего не поменялось мы увидели как отлетел последний андэд билиф и и сейчас лоулет против чека будут играть в финале лузеров потом объединенные и суперфинал против ремайнда осталось 4 корейцев 4 корейцы из них три эльфа и один орк а я говорил сегодня что это самый сильный раз говорил говорил принеси кота на стрим придется руки мыть после этого вы избой не чем будете по 5 играть может вам призовой сделать мне у нас достаточно мотивации чтобы чтобы сыграть вот это будет дело во вторник 8 часов блин реально надо катнуть хотя бы немножко о сколько у нас стрим идет 5 часов 55 минут до лирки и у меня все равно есть на кота не сильная но если поглаживание по мою руки то будет не очень хорошо заходим в игру предлагаю завтра против среднем понятно давай фуфа потренишься ну хотя на самом деле фуфа это не тренировка конечно к соло но к соло но по крайней мере это лучше чем xcom в плане подготовки с так уважаемый я вас покину на полторы минуты ну тут как бы вы понимаете а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чуть-чуть опоздал Так Что там еще раз? Сайт какой-то Там какой-то вопрос вызвал Чатик Резонанс Интересно, какой? Что такое XCOM? XCOM XCOM это В двух словах даже не рассказать Но если я начну рассказывать про XCOM на стриме по разбраинкапу Меня повесят Найдут и повесят Поэтому не стоит XCOM будет завтра Ориентировочно в 17.00 Так, они общаются опять на корейском? Непонятно, что имеют в виду? Да, рассказывай Ох, что-то Тельфийский Мирор Потому что у нас и в финале может быть Тельфийский Мирор В суперфинале Но хорошо хоть Фокус там Живет еще И ждет И смотрит, кстати, скорее всего Даже на то, как эльфы Выбирают, кто же из них Достоин Гоу топ контент Рассказывает про XCOM Две любимые игры на одном стриме Ну, как бы да И варкрафт смотрим И по XCOM Там гифок реально очень много получилось Очень эмоциональная Серия трансляции Она большая Серия по Enemy Within 15 частей Но там Страдания Боли Унижения Повороты Спасение Предательство Козни от сектоидов Это Да, не стоит Мы видим, что в самом начале Разница по криппингу уже есть Замахнулся на точку Но Оооо А вот тут и подстройка Получилась Смотрите Demon Hunter бросил Арчу Вместе с Бараком Добивать этих пацанов А сам бежит Торопится сюда Чтобы Помешать Этому наглому криппингу Ой, хорош! Монобёрн Добил Второй левел Получил Первый левел Добил Еще одного Добил Такое унижение Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе Чувствую, сегодня будет фуфашечка у нас. С такой-то динамикой. Да какое 3-2-2, вы что? Какое 3-2-2? Ну, это рекорд сегодняшнего дня. 2.48. Прошлая была там 4 там... Тоже 4.30 или 4... Ну, короче, в пределах 5 минут. Следующая карта. Ну, конечно, выиграл чек. Чистящий. 3-2-2, да. Да, дело соло живет. А ГГ-то зачем? Ну, потому что это корейцы. Это как бы... Другие могут написать, чтобы... А тут по стратегии братка играют. Пишем ГГ, выходим. Привет, мутон. Заждался, да? Пинг из имба. 31 против 19. Конечно. Хавк продолжает троллить. Для тебя бесплатно. Тем более, насколько я помню, ты был в бане. И видел не только сосок. Значит, поехали дальше. Привет, Костель. Когда матч с Боннивором. Ну, видите, какой резонанс. Этот шоу-матч. Надо все-таки подготовиться. ГОТОВИТСЯ. Да. Фогичу отдельный привет. Жалко, что мы сегодня игр Фогича посмотрели очень мало. Но то, что смотрели, было хорошо. Good game, good emotions. Конечно, все на позитиве. Тут прям бесплатный пиар Боннивора. Почему? Боннивор не нуждается в пиаре. Помнишь аккаунт Zebra Forever? Это Orangeman. Зачем капсом только писать? Это был Orangeman из... Тогда играл в клубе Zebra. Он, в принципе, больше всего времени как раз тренировался в клубе Zebra. Очень талантливый товарищ. Брат у него старший тоже очень, очень разносторонний, талантливый. И тогда у Orangeman был и статс отличный. Кажется, у него 48-й... Ну, короче, он был абсолютно в топе Европы. Это Пипс был. Да нет, конечно. Ну, хотя Пипс мог играть на этом аккаунте, потому что там... Мог вполне. Но в той игре, про которую товарищ спрашивает, скорее всего, в воде она была, которая... Это Orangeman играл, конечно же. Вивис про... Не, такого не помню. Такого не помню. Нет, не было. Сейчас не рискнул как-то... Как-то... Ну, а с другой стороны, да, как на этой карте, по-другому крепится. Хоумыч, тут все вообще старички, я посмотрю. В Арктике были одни из первых турниров в Питере. Да. Да, но первый турнир, все-таки вон 19 по варкафту, я помню. Очень хорошо. Огромное количество участников. Человек, наверное, 90. Просто для меня это вообще был шок. Как, как, как это возможно? Хорошая точка для Виспа. Зря тут, наверное, ловлет, разменивается. По девайсам он не проигрывает, но Арча свой дамаг-то минорный вносит. Русбрейн поддержал канал на сумму 30 рублей, сообщает Миша. На Русбрейн Кап номер 4 я сэкономлю. Отлично. Товарищи, зрители, и в особенности, товарищи игроки. И, возможно, это последний шанс для игроков, для наших, которые слушают меня и понимают, внимательно слушают и понимают, что будет четвертая часть, что надо подготовиться, что болельщиков очень много, и мы ждем не вылета в первых двух турах лозеров, а финала красивого. Тем более, что мы знаем, что вы можете. И вы знаете, что вы можете. Ну, кроме Хавка. Вот. И давайте, давайте, тренируйтесь, мочите. Я даже по секрету вам скажу заранее, когда турнир будет. Вот. А, стоп. Может быть, он имел в виду, что он сэкономит на... А-а-а! А-а-а! А может, его и не будет. Русбрейн, ты не мог бы более конкретно выразиться, потому что после такого доната я... Да, это можно трактовать двояко. Типа, что не будет четвертого, и ты сэкономишь. А можно трактовать, что ты подэкономишь, и будет четвертый. Эх, выдаю, и опять, кажется, желаемое за действительное. А-а-а! Не будет больше вашего Русбрейнкапа. Послушаем, послушаем главного инвестора, мецената. Скорее, мецената, чем инвестора. Потому что, ну, какой тут инвестплан? Ну, дабл-нотурс. Все! Упустили, не будет больше вашего. Эх, сами виноваты. Я со своей стороны, кстати, сделав, что мог. С меня вообще взятки гладки. Все. Ну, ничего, ничего. Ничего страшного. Я стал еще больше ненавидеть Хавка после этого. Так, а мы продолжаем. Ло улица, выбег... Ой, хорошо, третьего... Да, а где сапоги? А, на сапоги денег нет. Иллюзия пошла на разведку. Это, типа, спровоцировать на Моноберн. Давайте по игре. Попытаемся хотя бы. Несмотря на серьезное оживление в чатике. Козлы повсюду. Они, кстати, очень похожи. Посмотрите на девайсы просто. Вот просто взгляните на них. Перчатки, скорости, перчатки силы, силы. Посох став иллюзией. Перчатки, скорости, перчатки силы, став иллюзией. Но тут еще есть ресторейшн. Ну, вообще, это братья-близнецы Демонхантеры. Только сапог есть у одного, у другого нет. Идет легкий Крюбджек. Моноберн против Моноберна. Баш добавил еще Кобальт. Рудокоп. Опять синхронный обмен. Ой, прикопочка. И у них даже маны одинаково. Смотрите, 31 на 31. Ну, как бы, одинаковые левелы, нет прикоса. Ну, там по книгам, кстати, могла быть разница. Да, вот это, конечно, уровень. Оп! Отлично! Моноберн! Ресторейшн зарешал! Реально зарешал рестор, который восстановил некоторое количество жизней и маны. Удалось сделать Моноберн. И один девайс ресторейшн был, как это сказать-то, ну, обменен, наверное, можно так выразиться, на телепорт. Что, конечно, хороший плюс. Ну, Борг, очень скучаю. Очень скучаю. Сейчас сильно все поменялось. Тогда... Ой-ой-ой-ой! Кто же выиграет? Голем или... Дима? Нет, там не хватило немножко кулдауна на второй камень кинуть. Я бы порадовался, конечно, в первую очередь за Голема, потому что он чаще всего страдает. Вообще, крипы страдают регулярно и... А вот если он кинул бы камень... Забрал бы третьего Димку с ТП со всем фаршем. Было бы приятно. Так, а девайсы-то какие? Scroll of the Beast. Сверх полезный девайс. Идем в медведи, дают свиток напорычать. А тут тоже Scroll of the Beast. Что-то подкрутили, видимо, там создатели карты. Но не бывает такой... У них, по сути, была где-то последовательность из 7-8 событий с вероятностью процентов 10-15. Так, по количеству девайсов. И все они как бы совпали. В лотерею надо играть с таким дропом. Им обоим причем. Причем на одни и те же числа ставить. Хавк перевел. 30 рублей увеличу призовой фонд. Ой, Хавк. Че так мало? Давай, нормально. Я думаю, индульгенция будет стоить гораздо больше тебе. Чувствуется, что у тебя есть какое-то понимание косяка свершившегося. И нужно как-то заглаживать свою вину. Но 30 рублей для успешного стримера это несерьезно. Как играет, так и платит. Да нет, нет. Наоборот, там должна быть обратная шкала. Чем хуже ты играешь, тем больше ты платишь. А если ты играешь хорошо, то платит тебе. Ну, то есть, понимаете, да, разницу? Это как берут лейминга к какому-нибудь в команду. Не на зарплату, даже не на девайсы. Он там еще какую-то работу выполняет, как в фарейских темах. Что там еще полы ты моешь. Ну, там конкуренция же дикая. Чтобы попасть в про-команду, ни о какой зарплате речи не идет. Интересно, сколько пришлось бы заплатить Хавк. Ладно, не будем продолжать эту тему. Так, что по девайсам дальше? Капюшон хитрости. Не. А тут барабаны. Очень хорошо. Универсальный урон. 10% всем. Вне зависимости. Мили, рейндж, герой, не герой. Зерген, я вижу, что есть у части проблем... У части пользователей проблемы. И вижу, что их еще решает. На всякий случай пингану. Корейцы могут получиться попасть в про-команду. Разные были истории во времена StarCraft Brood War. И информация местами достаточно достоверная. Он продал рунные браслеты. Да это... Зачем ему тут рунные браслеты? Моноберн не наносит так много урона. Не в этом смысл. Так же, как, собственно, и прикопка. А тут почти медведя можем купить на проданный девайс. Так, медведя цепляет. Есть уловлитые иллюзии. Кажется, сейчас будет битва. 50 на 50. Грейды 1-1 против 0-1. Дрядки есть. Но это иллюзии, конечно, в такой ситуации очень решает. Они поглощают дамаг. Хоть там и бонус идет. Двухкратный. Так что лучше переждать. Лучше разменять ТП. На мой взгляд, человек все верно сделал. Иллюзии медведя идут вперед. Может быть, это, кстати, для того, чтобы реген манки попробовать сбить. На халяву у того же самого козла. Но козел не регенится. Дриада может диспалить иллюзии? Конечно. Ох, диспал, дриад. Это вообще отдельная песня. Это самый сложный в плане механики диспал, который я знаю. Он выборочный. Иллюзию он, в частности, наносит... Он должен сразу, наверное, их... Это с амоном он 300 должен наносить. Хотя нет, иллюзии это, по сути, и есть с амоном. То есть диспалить можно, просто придется три раза диспалить. А самая главная особенность Аболиша в том, что он снимает положительные эффекты с врага, оставляя негативные, и наоборот. То есть если вы диспалите своего товарища, то вы оставите рык и снимите слоу, например. Ну и у противника снимите баф на рык, например, и оставите там крипл какой-нибудь. Ну, то есть не все диспалится. Диспал шаманов же. Диспал шаманов... У него тоже, конечно, есть особенность, что он дает на секунду... Да, там есть особенности, конечно, потому что на секунду после Пурджа юнит останавливается, и кажется, там легкая неуправляемость есть после этого. То есть ты его, типа, не можешь ставнуть, не можешь на него сетку кинуть, какие-то такие темы есть. Но, в принципе, дальше-то там все просто. Скорость юнита постепенно увеличивается там в течение... Зависит от... Ну, короче, увеличивается с минимума абсолютного до нормальной скорости. Ну, ладно, фигня это все. Да, Пурдж кидается на инвол, точно. Да-да-да. Пурдж на инвол, я это часто забываю. Какое-то затишье. Все копят ресурсы, все боятся раньше положенного срока выходить из лимита, потому что тот, кто выйдет первым и это спалит, он сразу начнет терять деньги из-за отсутствия добычи. Поэтому грамотно, конечно, делать пока, вкладывать деньги в грейды, добывать по максимуму. Опа, поведется, не поведется? По иллюзии тоже можно промазать, да, прикольно. Да, видите, по иллюзии наносится тоже 300 урон. Козел в инвизе. Следит. Ох, опасно. Ну, у него ТП есть, на самом деле. Стечь. Я уже сто раз на этот вопрос отвечал, и ладера не ожидалось, он не был анонсирован, и вряд ли он будет. Может быть, если закончим раньше, поиграем немножко в фуфа, но в ладер нет. Надо вообще не отвечать на вопросы, которые повторяют как раз специально по 5, по 6, по 7 раз. Для того, чтобы не поощрять дальнейший спам этих самых вопросов. Грейды сейчас 3-3 будут. Отстают немножко по грейдам чек. Зачем она диспейлил иллюзия на последних хп Берн прописал? Я думаю, у него просто это... Некоторые вещи делаются неосмысленно. То есть ты даже не должен думать в некоторых действиях. Даже задумываться не должен. И одно из таких действий это демон-хантер, который делает моноберн героя, который подходит к нему на рейндж. Потому что это и стоит недорого. Если ты не сделаешь, что тебе могут сделать. Или там закинуть себе молоток, или кинуть койл, или еще что-то. То есть действия, которые не слишком сильно минусовые, должны выполняться на автомате. Другой вопрос. Он сначала сделал осмысленное действие, потом у него включился шаблон такой на автомате. Не знаю. Стоят у деревьев, ждут. Свитки закупают, гряды делают. Сейчас вроде бы человек выходит из лимита. И тут тоже выход из лимита. Огромное количество медведей будет. Ну точно лимит 80. Чтобы базу не запалил. Так а моноберн-то зачем делать? Там у него оставалось хп на удар или на выстрел дриад. Эта игра как раз очень не похожа на предыдущую по времени. Быстро закончилась здесь. Здесь наоборот, как будто специально тянут. Так, вторая аура у козла ок. Здесь скорее всего тоже вторая аура. В массе это решает. Проверка экспандов. Все сведется к одной битве, на которую согласны заочно оба. И даже допускаю, что они синхронно выйдут со своих баз и встретятся где-то посередине. Грейды чекают. Да я чекал грейды. Тут уже 3-3 должно сделано быть. Да, 3-3. А здесь доделывается последний третий грейд. На атаку, да? Я думаю, что тот, кто возьмет с собой виспов, тот и чемпион. Почему-то не один из них пока... А, вот, пошел. Чек выиграет. Все, два виспа. Если, конечно, тут тоже виспов взял уже. Нет, не взял. Так, чек побеждает. Уже понятно, это всем. Но, правда, чек идет в атаку еще. Ё-моё. А сражаться на базе против дополнительного АОВа и Мунвэлов, учитывая, что остальное все у них одинаково. Правда, дирижабль есть. Что там, Хавк? Мне кажется, мы бы лучше вдвоем стрим замытили, чем этот Бобер еще гонит на счет. А ваш? На чей ваш? Хавк, я ни на кого не гоню, кроме тебя. И то ты мне дал вескую причину это делать. Поехали, работаем. Виспы с той стороны, виспы с другой. Никто не диспейлит прикопку почему-то. Дирижабль прилетает от Лоулета. Стенка на стенку. Дима уже, кстати, не в бою от Лоулета. Возвращается мало-мало-мало ХП. Ох, опасно. Свиток пошел первый. Монобер на Медведя. Свиток протекшна пошел, когда уже виспов не осталось. Это очень правильно. Подходят новые Медведи. Накидывают новые Риджовы. Нужно делать Риджов на Диму. Риджов на Диму пошел. Не диспейлит. Опять же, кажется, у Чек эта ситуация... Хотя тут больше Красных Медведей. Где Свитки? Свитков нет. Да, у Лоули этой ситуации получше. Если он доживет... А у него два Свитка. Сейчас еще один Свиток. Да, это Чек-минус. Помяните мои слова. Чек проигрывает. Понятно. Дело ясное. Собирает еще Медведей. Контролит. А там еще Свиток. Один откатывается. Еще один Свиток читает. Шикардос. Пух врубает... Чек Пух, конечно же, врубает. Инвул на последних хитах. Но лимит 35 на 64. И это Джи, как говорится... Джи, Инвул. И минус Демон. Классно. Вообще не очень классно. Игра достаточно скучная вышла. Первая была значительно веселее. Потому что там, по крайней мере, был... Ну... Сверх агрессия. И очень красиво. А тут... Ну что, стенка на стенку. У кого больше Свитков. Кто лучше поконтролил, тот и Шампиньон. Стратегии одинаковые. 1-1. Третий решающий нас ждет. Я так и не понял, почему Чек полез. Пишет Фоги. Тоже поддерживаю абсолютно. То есть, один в один. Свитков меньше. Никаких поводов для атаки нет. Не знаю. Наверное, по той же самой причине, почему Соник стафанул своего демона. В той игре. Если ты ее видел, конечно. Action Pulse. Отличное название для... Action Pulse. Может, Pulse? Даже хосты просят, чтобы было, ну, как-то повеселее. Подинамичней. Я, Илья. Не нужна карта. Мы пока... Если будем играть, то на старых. А как на канал попасть к вам, Миша? На В3-арене мы на канале. Но в игру-то пускают стримеров главным образом. Насколько я помню. Да, тут стримеры я вижу. Потому что количество мест ограничено. И так-то все забили. Аналитика от Майкера. Чек выиграл. О, опять. Опять вот эти вот... Говоришь 10 фраз. Запоминают одну. И как бы... Ах! Отличный троллинг. Это ты молодец, конечно. Это правильно. Так и надо. В жизни поможет. Такое качество. Ну, это я понял. Но я вообще не могу войти на канал. Забей. Ну, к чему это? Не стоит. Это переделанная польская. Там новый герой, новые девайсы. Класс. Но не надо. Графику на Макс сделаю я мою. Да не тянет у меня комп. Еще раз говорю. У меня FPS 64. И то еле-еле вытягивает. Вы же понимаете. Тут и стрим еще. И чатик. И Warcraft в конце концов. С музыкой. Я там, наверное, еще реверберацию поставил. Да, включил реверберацию. А нет, тянет высокая. Фух, нормально. Тянет. Надеюсь не перегреется. А то вылетали уже на менее требовательных играх. На Fallout я помню вылетала игра. За перегревом. Короче. Меньше движений лишних. Все будет хорошо. 4 это предел для варика. Что? Как предел? Не, не предел. Точно может быть больше. Фоги расскажет. Войска вступили в бой. Ну, крипимся понемножку. А, да-да-да. По фогичу максимум фпс. Действительно, 128 должно быть. Это известный факт. У меня топовый компьютер. 38-20. И деви... Ай. Петр, давай я просто... Просто молодежь подтянулась просто, которая... Ну, давай по фейве лучше. Войска вступили. Два дня это мягко слишком. Если видишь, что человек... Как бы... И шутку не понял, и... Дерзить начинает. Мочи. Просто мочи. Безозрения совести. Просто мочи. Мы уже проводили... Смотрели статистику. Сколько... Каков процент забаненных пользователей. Какое их количество на сайте. По сравнению с большинством. И... Надо больше мочить. Даже если репрессии утроятся. В рамках статистики. Это доли процентов. А представляешь, насколько сайт будет чище. Поэтому просто мочи. Если вот сомнения какие-то возникают. Мочить или не мочить. Гаси это сомнение прямо на корню. И все. И спи спокойно. Идет противостояние. Кольцо против... Кстати, здесь колечко может быть даже и выгодней. Против этих... А не... А не когти. Хотя нет, вряд ли. Вряд ли. Я почему-то думал, что... Хотя почему. Да... Кольцо может быть выгодней, если... Ощутим дамаг не только от героя. Получается. Это считать надо опять. Какое идет сокращение от трех и четырех арчей. Все это тлен. Ну, это же не демократично. Кто говорил о демократии? Вы что? У нас бобрократия в лучшем случае. Тоталитаризм еще подходит. Самоуправство. Иногда домострой. Но уж никак не демократия. Вы что, с ума сошли? Демократия устраивает в интернете. Так, очень хороший крипджек. Есть уже первые жертвы. Но крипы то туда, то сюда. То за одних побоевали, то за других. Но в сухом остатке вроде бы... Только одна от жертвы у нас будет. Вряд ли человек успеет до лоули там. И здесь тоже вряд ли. Арчи прикрывают друг дружку. Молодцы. Уже на виспов от безысходности переключился. Хорошо. Грейт сразу на Т3. Ничего себе. А, ну хотя тут все одинаково абсолютно. Вроде заблочил. А может быть, действительно здесь будет скорее второй герой по фасту, чем... Да, второй герой уже по фасту. Почему лорницы не ставят? Так понять не могу. Деньги есть. Лес есть. Димку вряд ли бы пропустили все равно. Хотя мы могли и пропустить. Да, могли пропустить. Решил не рисковать. Решил не ставить чек раньше времени лорницы. Потому что там была просветочка. И Димка мог прорваться. И отменить. А можно как-нибудь смайло премиумы добыть, не покупая премиумы в Беларуси, и нет не тянет его? Ну, другого способа нет, на самом деле. Поэтому... Только приобретение. У вас же есть перерегистрация соглашения, которая... Ну, короче, ладно. Там много флуда. Я зря в другую вообще тематику ушел. Петр, там есть один кандидат, смотри. А, молодец. А, ледокол. Ледокол более расторопный. Ильдар, отдельно тебе привет. И спасибо за то, что стрим-сервис сейчас... Вы решаете проблему. Участие пользователей. Нет, это не финал. Нет, это за два матча до финала. За матч на финал. За серию. Демонхантеру талисман эвэйджена особо не нужен. Хотя, кроме него тут никто пока не танкует. Но, я думаю, при первой возможности он его сплавит. Он сейчас дает только 5% эвэйджена. А на четвертом вообще... Не нужно будет совсем. Да, кстати, есть рейтинг топ-игроков. Наверняка у кого-то из чатика... Вот любопытная, кстати, статистика. У нас же достаточно много турниров по Варкрафту регулярно проходит. И статистики очень много. Там сотни матчей на топовых игроков. Поэтому, если есть у кого-то ссылка на рейтинг, то было бы интересно посмотреть. Ай, как... Как плохо. Он не стакается с пассивкой. Он стакается с пассивкой первого уровня. Он перекрывает пассивку первого уровня, но перестает работать, когда пассивка становится второго уровня. Ну, матчасть. Мы же проверяли это. 500 голды изя. Почему 500? А, ну да. По фогичевски, да. Получается 450. И еще 200 леса нужно отдать. Продал эвейджин. Хороший девайс, кстати, выпал. Камин здоровья. Более того, сейчас... Сейчас... Можно еще один девайс взять, лоулитон. Эти тролли, они очень ценные. Камень маны. Хозлук, конечно, пойдет, но он не так нужен, конечно, как тот же самый крест перерождения. Да хилен ворды, кстати, могли это тоже сильно зарешать. В прошлой игре, например, наличие хилен вордов в финальном сражении, оно прям... Нивелировало бы... Ну, то есть там любой, у кого хилен ворды, даже учитывая то, что их там спустя 2-3 секунды будет убивать, там 6-9 секунд регена по 2% у всех, это круто. Не говоря уже о том, что если правильно ворд ставить, пусть он всех лечить не будет, но хрен до него добежишь, там либо дриад, либо козла подставлять вперед, медведи через стенку не пройти, в общем, могли зарешать. Но тут... Менее полезный девайс. Лоулит точно должен быть впереди по криппингу. Или, по крайней мере, по девайсу. Да, впереди по тому и по-другому. Почти четвертый демон. Там 3-3, здесь почти 4-3. Опа! Спасение... Попытка спасти рядового медведя. Что за нубасы играют, почему книги не поднимают? Ну, книги — это вечная болезнь хроническая всех игроков. Так или иначе, любой в своей... Любой прогеймер, да любой игрок, в принципе, забывает поднимать книги. Эта болезнь не распространяется, как правило, на людей с низким уровнем игры, потому что, как бы, они закрепили, они посмотрели, что выпало, навели курсором, книга. Так, взяли книгу. А тут, как бы, у тебя постоянно идет поток такой. Ты крепишься, заказываешь, контролишь. Все, все быстро, 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 быстро. И часто не успеваешь. Козла... Козел в опасной был сейчас позиции. Инуулова спас. Ну, я никогда не забываю, говорит, негатор. Ну, сейчас сигнал до тебя дойдет по поводу причин, почему ты не забываешь книги, и ты расстроишься. Но ничего, ничего. Так, все. Смотрим, что произошло после сражения. 46-47. При своих. Остались. Медведи биты, подсевлены. Риджу, влечемся. Так. Кажется, опять все идет к сидению на лимите 50. По крайней мере, у чека, как вы видите... А, нет, он сейчас достаточно большое количество бабла потратил на два свитка и протекшн. Не, не, не факт, что будут сидеть. Не факт, что сценарий прошлой игры повторится. Тем более, что Мунвелла подстраивается. Ну, Мунвелла-то и так должны подстраиваться. Это-то понятно. Не, про книги там развивают мысли. Вообще, ситуация часоловля-то неплохая парня. У него побольше медведей, чисто визуально. И они здоровее, позеленее будут. Тут недолеченный... Мишка есть один. Я думаю, даже можно и постражаться. Он, в общем-то, и хочет. Подрезает, во-первых, гнол одного. Которого быстро подрезать. Да, но и чек, как вы видите... Тоже писывается. Зачем он сражается? Диспл тут же протекшн с большим... С большим количеством медведей. Лоули-то... Лоули-то нет. Лоули-то не больше. Свиток нужен второй. А что по грейдам? Один-один, один-один. Непонятно, что творится. Красный медведик. Кто-то стафается, кто-то умирает. Козломаны нет. Не хватает одного стафа. Съедает один камень жизни. Но все равно отступает. Лоули-то. 56 на 53 минус арча. Неужели дожмет? Тут мунвеллы полные. Новые медведи ближе подходят под риджевым. Хотя тут тоже подкрепы из двух мишек. Свеженькие риджевы будут. Да, и судя по всему... Человек-то, по крайней мере, мунвелл сносит один. Рычит. Риджеву накинул. И продолжается замес. Лоули-то недоконтраливает медведем. Потому что у него маны на форму назад не было. 46, сапплай-блок. Еще. Очень битый дима. Просто крайне битый дима. Которому бежать некуда. Мунвеллы пусты. До магазина бы добраться. Да, дожмет. Ну, то есть, может быть, он мейн-то и не убьет. Но все, что вокруг, понадкусывает. Мунвеллы, алтарь. Алтарь, кстати, наверное, даже более прилицетен, чем эти три мунвеллы. Учитывая здоровье димы. Где виспы, лол? Виспы крутятся. Работы много. Подрезают АМШ. Став. Но став-то куда? Бежать-то некуда. Просто от пары ударов спас. Да, похоже, что человек дожмет. И ушел. Там медведи пустые. Реджуф один кое-как можно было бы достать. Чтобы Диму подлечить. Но, видимо, он хочет просто реализовать свои мунвеллы. Выпил, подлечил своего Димку. И, возможно, это два свитка еще. Плюс. И новая атака. О, книга! Еще свиток хила. Должен же быть здесь. Вроде нет. Нет. Я не кликнул на магазин. Так. Выход из лимита 56. Только-только сейчас мунвелла под 50 достроил лоулит. Второй грейд на атаку доделается. Но, боюсь, он здесь не поможет. Да, второй грейд готов. Прикопка на медведя без формы. Чтобы побольше урона нанести. Ну и нельзя отдавать мунвеллу. Надо сражаться. А как сражаться, если тебя меньше? Там свиток. Но принимает бой скорее от безысходности. Дирижабль появился. Но кто-то должен сражаться. Дирижабль хорош тогда, когда при прочих равных, так скажем. А если вместо пары медведей дирижаблей, то тут даже больше медведей плюс. То есть три мишки, насколько я вижу. Подкрепа пошла. Подошла. Кипер получает ловелап. Медведи падают. Дима боится подходить. У нее есть бутылек. Выпил. Пошел дальше. Да, Дима минус. Сейчас можно спокойно убить алтарь, на самом деле. Можно даже не лезть. Но преимущество такое, что даже несмотря на деревья, тут скорее всего... Хотя... Не, добьет, конечно. Тут никого не осталось уже. В дирижабль спрятался. Козел улетает. 34 хита. Дирижабль горит. Сейчас начнет бесить, смотрите. Оп! Пааааа. Все, козел пропал где-то в чаще. ГГ. И чек будет играть с фокусом. Это уже тот три. То есть, ремайнд, фокус, чек. Да, остались одни корейцы. Для тех, кто недавно присоединился, здрасте. У меня для вас не очень хорошие новости. Посмотрим на сетку и поймем. Или вспомним. Это сетка верхняя. Это нижняя. И сейчас вот только что Лоулит проиграл все-таки. Чек в 1-2. И будет играть за топ 1-2. Ну, то есть, проигравший топ-3. А победитель потенциально может выиграть. Нимир от ремайн. О, Олд Гога. Перевел 500 рублей, увеличив призовой до 57 477 рублей. Чек это пух? Нет, чек это чек. Пух. Не факт, что дошел бы так далеко. Если тебе дадут бету Овервотча, надеюсь, ты не заседешь опять туда вместо ФФА. Но я боюсь, что мне дадут бету Овервотча. Овервотч же возобновляется то ли 9-го, то ли 10-го февраля. Ох, спасибо, Близзам. Там игра очень сильно должна была поменяться. Я обязательно посмотрю. Но боюсь, что прямо со старта я не засяду за нее, потому что икс чем? Второй. Петр опять толерантность проявляет. Даже предупреждение выносит. Так можно, оказывается, предупреждение выносить? Река, говорит, игнор. Кто же знает. Все не прочитать. Не пойму сетку, кто сейчас с кем будет, за какой играть. Ну как там? Разбирайся, разбирайся. Некоторые задачи надо решать самостоятельно. Я не могу банить, говорит Петр. Петр, как не можешь? Что случилось? Когда StarCraft... Старкаут, боюсь, вообще не скоро. Я поиграл немножко в мультиплеер. Прошел кампанию. Мультиплеер обещал немножко. Поиграл в него. О, а ледокол может. Мутоны ждут, Михаил? Нет, сегодня без мутонов. Мутоны завтра. И то не факт, что доживу я до них. Ты в ГМЛ обещал попасть? Нет. Не обещал? Откуда берутся вот такие вот темы? Ты обещал? Вот, понимаешь, Готик и Коммандос. Вот там-то да, там-то был косяк. Но про ГМЛ это надо быть, конечно... Завтра до 19 не начинай мутонов. Слушай. А ты же завтра приезжаешь, да? Ты же возвращаешься, но тебя встретить получается. Ильдар, позвони, пожалуйста, за... Пойзи из Москвы. Разница-то какая. Тебе на поезде даже ближе до дома добираться. Когда будешь отыгрывать Гудгейм у Аббера? Фокус чек, кстати, не пропускаем игру. Аббер мне его вернул. Фокус... Фокус чек. Да, переключайся. Фокус чек. Он вернул. Вернул. Просто так причем. Очень неграмотный ход. Да не может быть, ну... Леша спроси. Да, играли в Джек-Итальянс. Но зрителям не понравилось. Я-то ее помню по... Ну... По тому, когда она была... А когда она выходила, и мы играли в Джек-Итальянс. Иван... Фамилия не помню. То ли Долкович, то ли еще какой-то там... За свои деньги топич. Хорошо, хорошо. Хорошо. Но... Постримил разок, и что-то не зашло. Не понравилось пацанам. Ну, наидолго достаточно. Понеслась. Ну что ж. Не эльфийский Мирор. Пока впереди ждет ремайнд. И это... Это уже за... За деньги. За деньги. Игра. Флэшер WCG перел 200 рублей, увеличив призовой до 57 657 рублей. Спасибо за саппорт. Бич Лич поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Мутоны это все хрень. Вот кодексы. Это такой взрыв мозга, что аж до пяток продирает. Так, давай без спойлеров. Я не знаю, что такое кодексы. И как бы не надо мне говорить ничего. Соточку я, конечно, возьму. Но больше так не делай. Так. Ну, у нас здесь... Ну что, здесь талонцы, скорее всего, будут. А что же еще на такой карте играть эльфу? Можно, конечно, по-разному, но эффективно. На маленьких дуальных все-таки через циклон. Там и право на ошибку есть. Даже на серию негрубых затянуть можно. Коты плохо против орка. Коты крайне редко заходят. Просто потому, что у них время действия достаточно ограничено. То есть, котов унижают очень многие. Унижают катапульты, борусы. Рейдеры даже с ними могут повоевать. Они сами по себе даже против героев орковских не очень. Коты могут против орка зайти. Кстати, Ремайнд мог бы это показать. Мун бы мог это показать. На определенных картах нанежь Данчика при какой-то застройке. То есть, ты играешь через один АОФ. Ты там делаешь один протектор в темноте. И человека просто давишь. Как только у него появляется там Т2. То есть, у тебя протекторы, коты, застройка и вперед. Но это было так давно. Еще во времена, наверное, царствования Форсира. Боюсь, что продолжение даже после застройки будет очень сложно сделать. Потому что ты должен строить каты, а там Блэйд прокачан. А катапульты... Вопрос времени, когда Блэйд их всех перережет. Вот и все. Скажи имена игроков. Ну, это Фокус. А это Чек. Два очень опытных, холдскульных корейца. Что там выпало? Что случилось? Крепы, типа, выиграют, да? Динамика-то да. Динамика не удручает. Делаем ставки, господа. Кто кого? Гнул. Ай-яй-яй, Карамба. Мисс пропер. Отзываю ставки. Там несколько миссов было. Вопреки Терверу. Ай, как так-то, а? Войска вступили в бой. Увы. Соня, кажется, начал сигналить по карте. Чем несколько взбаламутил другого кастера. Пух Кореец. Да, Пух Кореец. Его друг Баневур. Он его сейчас тренирует к шоу-матчу. Вот. А Чек это просто так. Это приписка, проверка, как Клантек. Играет Пух. Я очень удивился, конечно, когда увидел, как продвинулся Пух. Я помню, что он, ну, средний играл. Ну, танки гоняет и все. А тут и расу поменял. И хопа, и сразу контролить начал. Вообще жесть. Удивительно. Ну, бывает, бывает. Главное, мотивация. Пусть его пример будет наукой другим СНГшным игрокам. Так, в это время Харас идет. Хороший. Бишмастер, да поведутся все равно. Кто-то да поведется. В крайнем случае Пеку поставит. Так, опасно. Очень опасно. Как бы отсюда свалить? А почему на персоналке не стал? Что-то я не понял. Он же пережил бы два удара Гранта. И улетел бы на третьем. Ладно. Плюс там еще мисс. Сработал бы дважды, скорее всего. Судя по прошлому опыту. Хотел Пеку получить. Спасибо. Заслужил. Слишком тролль, пишет таракашка. Да, возможно, перестарался. О, еще. Вот что значит делать виспу бедным? Он не знает, где кто. Надо прятаться. Хорош. Вот знание елок, это, конечно, показатель. Показатель опыта. Показатель уровня игры. Если эльф знает такие нычки, это уже большой-большой плюс ему. Бестмастер, точнее, свиньон пускает. Просто посмотреть, что там на базе орка. Но видит, что даже суваться туда не стоит. Достроил САУ уже почти. И бестиарии, и спирит лодж. Рядом был Грант, и он подумал, что рядом БМ. Но он, кажется, АОВМ видел, что БМ крипит его точку оранжевую слева. Хотя мог и не увидеть. Да, имя... Бестмастера Барсук. Грог-Барсук. Попытка как-то привлечь внимание, скорее всего, для того, чтобы... Ну, рабочих погонял орк, и главное, чтобы не крипился Таурен. Потому что Таурен, как мы знаем, он важную роль играет в противостоянии талонам. Правильные вейвы. Но нужна экспа. Нужен третий уровень. Нужна манка. Талоны строятся. Ну, нужно, конечно, сейчас фокусу. Причем с приоритетом вот на эти точки крипить. Потому что там как раз в прошлый раз, помните, ему повыпадало девайсов на ману. Они очень могут помочь. И помогли в прошлый раз. Буквально втоптал он Тауреном с вейвами. Сначала талонов, а потом Демон Хантера. Так, а здесь-то что у нас? Застрял Спирит Волкер. Ай, досада. Рабочий не пускает. Это не Пух? Да нет, как не Пух? Другой ник у него? Точно? Главное, чтобы сейчас Пух в чате не отписался со мной. А то вообще палево будет. Блэйдмастер получает. Господи, что же он получил-то? Стоп. А, ничего не было. Господи, что-то дракон-то не умер. Туплю. Я смотрю, девайсы лоу-левелы. Где нормальные? Войска вступили в бой. Теперь другое дело. Труша Таура выпала. Так. Хорошо. Забирает Троля. А какие тут еще девайсы? Высасывание маны и так хорошо. Ну, камень маны, камень маны. Тут высасывания не может быть. Тут камень, хилен ворды, циклон. Такого уровня предмета. Ну, камень жизни, опять же. Да, циклон выпал. На город напали. Войска вступили в бой. Первый раз услышал голос звукозаписи к твоей игре с эльфом. Ты брал дарку против блудмага и контрил флеймстрайки с салом. Не было такого. Такого... Ничего такого не было. Какой флеймстрайк? Какая рейнджерка? Что-то, что-то не то. Никто тогда в Блэдмайджи не играл. Но что-то определенное в этом есть. Так, 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 так. Собрались. Во-первых, мы ждем, когда будет циклон. А циклон уже есть. Чего ждать? Мы ждем третьего героя. Он тоже есть. Чего же мы ждем? Ну, свиток бы купить как минимум один. И лимит до 50 довести. А может и не стоит. Может быть, удастся навязать сражение до того, как Таурен третий получит уровень. Тут и крипджекнуть можно. Виндвог не успел моноберн прописать. Диспл пошел. Фокус по димке. Давай, давай, моноберн. Ой, в смысле, какой моноберн? Вейва, вейва же не было. Что-то Таурен не торопится вейв кидать. Что очень странно. Падает первый талон. Падает спиритволкер. Вроде как... Да куда от вейв-то? На двух юнитах вейв. Ну, а талоны вроде рассыпаются. Книги никто не читает, естественно. Еще минус талон. Бэтрайдер прилетает, хотя фейриков нет. Да, ну, похоже, просто переконтролил фокус. Фокус. Свиток еще очень вовремя. Димку сейчас можно подрезать. ТП нет. ТП у Биста. Бист вообще не хочет ТП отдавать. Демон Хантеру. Это ГГшечка. Минус... Нет, передал. Передал Тинкеру на четырех хитах. Еще потерял одного талона. В результате 50 лимита орка. Против 33 эльфа. Битый... Ну, мертвый Дима. Битые герои. Ну, а тут Таурен 3, ГГ, ливаем. Следующая игра. Как так получилось? Кажется, самая главная проблема была в контроле. Может быть и в позиции. Там... Вроде как нужно было эльфу атаковать. А вроде не готов был. Там 41-43 лимита. Свитков нет. Телепорта нет. А если бы он, кстати, не струсил и сделал персональный телепорт от того Гранта, то тогда телепорт бы у него остался. И он бы смог телепортироваться и еще помучиться. Запись же, надеюсь, будет. Но запись делается. Дропов нет. 7 часов уже откастили. Начнем с того, что он перефармил спаун и орк гораздо больше, чем эльф. Кроме этого, лимит боевого больше орка, а также плюс рабы. Да, все так. Он талонами не бил, а ходил туда-сюда, подставляясь. Подо все, что только можно. Тоже верно. Да просто орки имба же. Ну, впереди ждет ремайн, который того же самого фокуса отправил в лузера. Поэтому я думаю, что здесь дело не только в расе. Но все пока идет к тому, что мы будем смотреть, как фокус будет пытаться взять реванш у ремайна. Потому что чек и не похарасил вроде, и криппингу не помешало. Сам нормально не прокрипился. Контроль тоже был такой странный весьма. Ну, у тебя и память была дарка, и сало. Противник в конце написал плохие слова. Вспоминай звукозапись криплея. Может быть, да. Они периодически пишут плохие слова. Возможно, кстати, сейчас будет минутка к кототерапии. Нет, или... Нет, не будет минутки к кототерапии. Надо будет перенастраивать яркость. Чтобы кота хоть как-то в этой темноте было видно черного. Тем более, зачем отвлекаться, в конце концов, да? Хамба. Раса пишется с одной буквы С. Да, это тоже часто на форумах. Какая типичная была тема. Раса, да, раса. Сразу можно было сказать, кто новичок, а кто уже напарывался на эту ошибку. Раса с тремя буквами С. По девайсам. Да, все ровно по девайсам. Когти там, серклетка тут. Практически баш на баш. Да, вот тоже с двумя буквами В. Гидроварк, абсолютно верно. Воды будут. Можно просто чат читать. И мельком на стрим смотреть. Ну, за игрой имеется в виду. И уже весело. Они разбежались тоже по синхронным. Ну, в смысле, по зеркальным точкам. Достаточно синхронно. Носки выпали. Агила плюс три. Блайда одевается неплохи. Хотя, Диме-то тоже грех жаловаться. Мантия не в тему. Но в остальном... Немножко хп, немножко урона. Хорошо. А, харчову добил Блэйд. Тут немножко Гранту досталось. Но у Гранта там X3 по количеству здоровья. Даже без Грейда на Берсерке. Поэтому он спокойно терпит. И возвращается на базу под замазкой. Отличились правильно. Выкинули пару девайсов. Которые добавляли сверх хп, сверх нту. Ну, в смысле, ману. Как следствие. Ботинки нужны. Блэйд на этих троллей, если бы знал, что там нет девайса, вряд ли бы вернулся. Хотя, а что ему еще крепить-то ценного? Точки уже серьезные. Можно крипджекнуть, если бы он знал о маршруте. Вот пытается сейчас найти фокус, где там эльф находится. Но не ожидал он, видимо, такой наглости. Проверил кобальдов. Сейчас на мэй вернулся. Тут тоже никто не крепится на мэйне. Магазин отменит. Тоже приятно. Чуть-чуть тайминг дособьет. Причем тайминг магазина был такой, что... Ну, стандартный. Что... Под Т2 сразу берем став. И побежали. А Блэйду-то надо как-то выйти. У него маны нет, у него ТП нет. Слушайте, а может окружим его? Ребят, давайте Блэйда окружим. Давай. Все. А куда он денется-то с подводной лодки? Правда, бегать за ним еще. У него еще ботинки есть. Господи, сколько... Он тут просто круги нарезать может бесконечно. Надо хоть... Может виспов сорвать. Может... Арчами подблочить. Монобер нужно прописывать. Что? Шел десятый круг, да? Арча продолжала стрелять, Дима продолжал не догонять. Додумался срезать немного. Ой, господи. Давай, давай. Run, Forest, run. Теперь он бегает по часовой стрелке. И тут Арчи такие встрепенулись. Типа, мы же тоже можем пострелять. Да есть же ж. Вот это западня. Вот это... Хитер. Побер. Заманил на виспа. Прикормил. Блэйдмастера. И закрыл. Закрыл Арчами подлым образом. Тут одной Арчи никак не хватит, чтобы заблочить. Да, но зато он отменил Магаз. Это интересный. Может, действительно Магаз строился как провокация? Чтобы, если орк придет его отменять, соответственно, он его отменит. Он побежит за виспом, который стрелал этот Магаз. Потому что у всех орков в крови отменил здание, добей виспа. И тут как бы Арчи подходят сзади. Это... Нормальная версия. Даже... Можно и дело выиграть. Большой инву. Да, орчи через О. Это тоже... Это тоже классно. В чатике. Орчи. Хэрр пишет. Я хуманами сто раз так делал. Ну, красавчик. Ну, почему? Почему тебя здесь нет? Тут как бы изи просто. 30к. За один вечер. Если ты это делал, то тебе все остальное по силам. Надо было региться на турнир. Надо было проходить открытые отборочные. И все. Проучил бы. Утер нос бы всем. Просто и корейцам. И хавку. Эх. На интервью бы пригласили тебя. Слава. Успех. Потом стримить бы начал. Со стартовой аудитории сразу. Ву. Ааа. Ты все упустил в своей жизни. Зря ты так. Зря. А так ферму нормально ставил раньше. Эх. Так. Мы... Мы видим снова талонов. Но как будет все понятно с этими талонами. Успех. Они были в прошлой игре. Мы видели к чему это приводит. Давайте по лимиту просто посмотрим. По лимиту просто все как обычно. Серьезного преимущества у орка нет. Таурен все еще не третий. Но в прошлый раз ему... Третий левел-то не пригодился. То есть он пришел к нему. Но уже это было как следствие поражения. А, Херрор говорит, что он с победителем играет. Если чем. Понятно. Понятно. Маг помог. Забытый Баратрум. Но на самом деле, если он разгонится сейчас, буквально 8 секунд до места добежит. Вообще изи. Срежет еще через лес. И все нормально будет. Жалко такого юнита. Три лимита. Дорогой. И так он свою тоже жизнь, видите, проводит. Скучно. Нет, не скучно. Все нормально. Побежали, побежали. Присоединяются к основной армии. Но третий левел-то нужен-то у Рена. Ну, нужен же. А тут Дима четвертый. Слушайте, а тут хорошая ситуация вообще для Чека. На этот раз герои у него серьезные. Сейчас еще Тинкера купит. А он прямо сейчас его купит. Смотрите. Оп, Тинкер появился. То вообще с жара пойдет. Только надо Факту, наверное, кинуть. Как-то встать нормально. Талонов не подставлять. Где Факта, ё-моё? Факта пошла. Циклон пошел. Троллей убивают. Таурен Моноберн получает на 95. Топовый вообще Моноберн. Третий левел Таурена. А толку? Минус 2 талона уже. Минус 2 талона уже. Свиток, кажется, только что прошел. Минус Грант. Неудобно, конечно, талонов убивать под Факту, особенно рейдерами. Но вроде справляется. Еще минус талон. 40 лимит на 45. Преимущества серьезного уорка нет. Свиток, правда, прошел с его стороны. Иллюзии очень хорошо дэмэдж впитывают. Прям еще на сетке разводят. Класс. Как бы тут... Ой. Завод поставил очень палевно. Талонов не осталось. Осталось 3 эльфийские героя. Но на самом деле по лимиту все ок. То есть надо главное сейчас подсейвить героев по возможности. А, став не купил. Став не купил. Да, не все так хорошо. На Берн будет поэтому? Нету. Потому что тут убежать-то можно будет. Инвул большой. Талоны подошли. Может у них с точки сбора проблемы? У них с точки сбора были проблемы. Когда приходят одновременно 3 талона, ты начинаешь подозревать, что какие-то есть проблемы с точкой сбора. У игрока. Не сходится. Строение 2, талон 3. Никер недавно прокатил фокусы на клановаре 2.0. Никер, да. Никер молодец. Став не купил, потому что магазина не было. Так это понятно. Для этого и акценты делался. 10 минут не могу вспомнить, кто из эльфов видит инвизных юнитов, кроме Патмы. Во-первых, фейри-файер у талонов. Во-вторых, совы у хантресс. Можно еще сплэшем химер инвизных добивать. Можно таунтом, маунт-джайентами провоцировать. Какие еще способы у нас там? Да есть, есть еще. Есть еще точно. Какие-то интересные... Соколы без ста, конечно же, соколы без ста. Но это не эльф, но как бы да. Да, баллисты можно граунд-атакой тоже. Но они не видят. Но могут. Начинается замес. Тут же циклоном Блэдмастер поднимается в воздух. Минус талон на минус и рейдер. Неплохой вейв на 4 талонов. Блэд врывается, там вампиризм работает. Переходит тинкер, кидает факту. Неплохо. Позиция хорошая, на самом деле, у эльфа. Если вот он будет продолжать так подкачивать потихонечку. Еще там крипы добавляют с пирсингом. Спиритволкеров убивают. Ой, там, конечно, бардак полный. Орка сверху. Мне кажется, что... Да, все отлично у чека. У чека все замечательно. Окружает Таурена. Таурен взрослый, 4 уровня. Да. Блэйду опасно подходить. Он очень битый. Еще минус талон. Меняется на спиритволкера. Не, ну тут как? Тут Блэйд не этот... Не боец уже. Войска вступили в бой. Еще рейдер минус. Надо как-то лечиться. Ну, в общем-то... Теории-то можно еще. Но на практике сложно. Ну, просто вампиризм есть. Герои 4-4. Хотя уровень эльфийских героев, он... Он меньше, но он важнее, на мой взгляд. Опять же, из-за циклона. Эльфийские герои участвуют в сражении от и до. А Орочи только временно. Поэтому и атакуют не всегда, и способности не всегда применяют. Блэйд очень рискует. Кстати, его можно было даже на циклоне, если бы словил. То можно было и подождать. Ну, маны нет, Виндвок. Ты что ж ты так делаешь? Ты бегаешь, тебя ж накажут. Это минус Блэйд. Нельзя так делать. Маны на Виндвок нет. Фэйрифайр, Сокол, до свидания. Ну, теперь уж точно ГГ. Левел А получает Тинкер. Ничто не должно сейчас останавливать эльфа перед атакой. То есть он должен идти и без каких-либо задержек добивать. Просто добивать. Войска вступили в бой. Таурен беспомощный. Минус соточка у него уже. Маны в лучшем случае хватит на один вейв. В лучшем случае. О, да ладно. Фэйрифайр, циклон. Цепанул Блэйдмастера. Слушайте, это может быть... Где Сокол? Инвул пошел у Блэйда. Начинается замес. Инвул на Инвул. Диспел. Нарезает Блэйд под Инвулом хорошо. Но... Таурен пустой. Маны нет. Эльф должен развалить просто. Арка, свиток. Очень хороший от чека. Прям по всем прошел. По всем талонам, по всем героям. И талоны там половина была уже оранжевая. Очень хорошо он кайтит талонами. Прям... Позицию правильную выбирает. ГГ. 1-1. Интрига. Интрига, интрига, интрига. А все почему? Потому что Блэйда отдал. Дважды. Причем. Наверное, это самое важное. А что у Майкера анимации в игре выключены? Фогич, а как ее включить? Скажи, пожалуйста. Миша пропустил стрим по XCOM 2. Как тебе игра? Хорошая игра. Посмотри в записи. Впечатление оставила... Следующее. Для старта сложна. То есть очень многое по механике изменилось. Мало... Прямо скопированных с прошлой части моментов. Очень много переработанных. И... В один вечер все понять даже в базе мне не удалось. То есть в голове все путалось уже к концу. И... Вот. Но... Графика значительно лучше. Много интересных находок. Смиссии теперь значительно динамичнее. Роли новые. Точнее, видоизмененные старые роли, так скажем, бойцов. Кастомизация просто сумасшедшая. Ну, я только начал, на самом деле. То есть у меня, судя по противникам, только-только в самое начало. Живаго, я не парился. Зашел в Steam, купил. Причем делюкс. И все. И... Нет проблем. Но я уверен, что при желании можно где-то найти. Это... Дело каждого. Я на хардкоре играю с роковой попыткой, говорит Баромир. На хардкоре это имеется в виду четвертый уровень. И... Без сейвов. Сразу со старта решил. Игру вначале поизучать, да? Ну, я хотел пожалеть и себя для первого прохождения и зрителей. Потому что практика показала, что мало кому интересно смотреть, как тратится первая миссия. Даже в игре, которую ты, типа, проходил раньше. И вот лучше, на мой взгляд, пройти ее дважды. На первый раз хотя бы по основам пробежаться, а второй раз уже жестить. А со старта, не зная игры, ну, там просто столько нюансов мелких. Там, по взломам, по механике. Например, что, там, тебе... Ты находишься на крыше, тебе стреляют в пол, ты падаешь и убиваешься просто. Кто же, кто же знал-то? Вот. Это одна ошибка тебе может на хардкоре стоить... Каждая из этих ошибок тебе может стоить троя просто. Ну что ж, а мы смотрим предпоследнюю серию. То есть, это последняя карта вот в рамках этого матча. А потом будет суперфинал. Проигравший занимает третье место, получает ориентировочную. Потому что призовой фонд еще может поменяться. 11 538 рублей. Победитель получает как минимум 17 307 рублей. Ну, а победитель получает 28 845 рублей. Еще непонятно, кто им станет. И в рамках этого матча непонятно, как ремайн с победителем сыграет. В этом-то и интрига. Блэйд как-то неожиданно для меня оказался с двумя серклетками в арче. Он, видимо, со старта просто побежал сюда. Зашел в два магазина просто. Продал ТП, докупил две серклетки. Это вот его... Ай-яй-яй-яй-яй. И уже проблемы начинаются у чека. Потому что грейд уже пошел. При этом минус висп. Минус арча. И по факту он, считайте, покрипился немножко уже. Только на эльфе. Войска вступили в бой. Обратная ситуация по сравнению с прошлой игрой, когда Демон Хантер бегала за Блэйдом сейчас... Ну, на базе у эльфа. Сейчас Блэйд бегает на базе у эльфа за Демон Хантером. Не уверен, что стоит вообще уб... А, он за ботинками. Может быть, он до магазина и обратно. Ну, потому что там открытая база. Там должны строиться Мунвейлы. Там есть чем заняться. Но нет. Блэйд решает отстать от ушастого. И пойти за девайсами. Первую, как катнули... Это третья игра. Счет 1-1. Страта от эльфов и от орка была абсолютно стандартной. Что первое, что во второй игре. Вопрос только был в исполнении. И в моментах, которые как раз и определили исход. Выпадает в центре ворды. Великолепный девайс для того, чтобы... Особенно после такого классного начала. Для того, чтобы... Вовремя прийти на Т2. Под строительство магазина. Хотя, может быть, у орка уже желание поменьше приходить отменять магазин. Но, тем не менее. Мунвелл отменить он не успевает. Ну, вообще никак. Альф времени теряет. Второй левел получил. Да, не стоит, наверное. Не стоит Блэйдон даже палиться. Хотя он все равно спалился на Виспе. Пытался сейчас подбежать. Поучаствовать в криппинге. Мана, Берн. Подрезать. Подрезать пытается Арчу. Ботинки есть. Грант на месте. Второй левел. Криты пойдут. Еще один Грунцер блочит. Отличный контроль какой. Да бей сам с топора. Тут можно было... Он даже готов был окружить его возле леса тремя юнитами. Подводил Гранта. Если бы Демон Хантер не сделал шаг вниз, то могло и получиться. Мог попасть Дима по инерции как бы вот в эту ловушку. Да, контроль от контроля. Стараются. Смотри, какой вард поставил. Да, вард на блок крипов. В общем-то, стандартная тема. Возвращается Блэйд теперь домой. Надо будет замазаться. Тут дефолт на Т2. Так, два Древа Ветров. Хорошо. Впрочем, тоже ничего нового. Нагловато немножко пух начинает. Пух, который чек. Арчу поймали, просветили, убили. А как ты видишь-то? А, просветка просто у Блэйда была. Я уже думал, что там свет из другого места. Этот вард блочит спаун крипов? Инпостно. Что за вопрос? Ты что, дотер, что ли? Войска вступили в бой. Какой спаун крипов? Это же Варкрафт. Да, просветка была. Просветка была от Блэйда. Как-то очень они агрессивно друг по отношению к дружке. Никто не хочет... Ну, эльф хочет крипиться, но орк... Орк терся долгое время рядом. Сейчас, правда, когда появился Таурен, и магазин под боком с потенциально хорошим девайсом... Все-таки фокус отвлекается. Скролл за бист. Ё-моё. Куда? Зачем? Могут быть 15-секундный инвул против циклона. Могла быть огромная бутылка маны за 300 маны. 400 она стоит, да. И... Ну... Даже бутылек лечения на 500, хотя... Ну, все равно бы, да, конечно, полезнее. Я думаю, надо брать магазин второй. Опять же, он, скорее всего, ради девайсов именно вот в таком приоритете и крипится. То есть ему нужны вполне конкретные вещи. И есть вероятность эти вещи из определенных точек получить. Он пытается это сделать, пока не везет. Эльф по мелочи больше. Но у него особо юнитов-то нет. Тем более, Арчу подрезали. Видимо, даже и не строил новую на замену. Войска вступили в бой. Правда, было две или даже три Арчи. Опять Скроу за бис. Да что ж ты будешь делать-то, господи? Не везет. Продает. Снова за 200. Свиток берем. Да, в этом плане, конечно, в Варкафте присутствует постоянный рандом. С другой стороны, конечно, эльф мог избрать типа другую страту. Пытаться как-то харасить. Но особо ты не покарасишь против сетки. Если в талонах решил играть, то тут уж вынужден терпеть весь Т2. Феррифайр почему не накинул? Накинул под конец. На юниты бы еще накинуть было. Хотя он все равно диспейлил бы. Просто на юнита дольше длится. Забегаем. На мэне. В плане строения отменять нечего. Боров? Да ладно. Ну, может он не знает, где Арк находится. Типа не успеет, но рабочих дофига. А почему рабочих-то не берешь? Так и Боров можно потерять. Что за... What? А у тебя есть ТП вообще, друг? Есть ТП. Сражаемся. Так моноберн же сделай. Да до спирит линка надо было. Ой, господи. Бей линкованных пацанов. Он бы сам мог сдохнуть. Он не сдохнет до конца, конечно. Но моноберна можно было добить. После линка. Да, есть, конечно. Странные вещи в действиях. Один отдал Бору. Не стал там рабочих с леса как-то заранее подводить, чтобы починить. Да даже и временно отвлечь трех-четырех рабочих с золотом было бы выгоднее, чем... 180-40, потом снова тратить. Странно. Приличный уже лимит такой у чека. Талоны все зеленые. Мана у них подкоплена, что немаловажно. Эльфу выпали девайсы, те, которые нужны арку. Камень маны, в частности. Ну и на дамаг, в общем-то, все, Блэйду. Он его продает. Хорошо, что этого не видит орк. А, 160, 180-40, это Манвелл, да, сори. А почему 160? 155 мне казалось. Бору. Да, наверное, 160, вы правы, 160. Капюшон, хитрость, надо Блэйду передавать, потому что ловкость и ловкость разом, да? Ловкость разом? Ловкость разом. Да, можно поспорить. Может быть, 60 маны важнее Таварену, чем 4 ловкости Блэйду. Так. Хотя Блэйду тоже мана пригодилась бы. Это практически лишний винбок. Эх. 50 лимита у эльфа, 55 орка, стандарт и, кстати, не менее стандартная база. Орку, конечно, надо доштамповаться. Ну, Борус и есть, он доштампуется и до 60, и до 70, если не будет встречи чуть раньше. Блэйда, главное, как раньше не отдавать, а то Сокол видит. Сделать фейри-фаер, поднять, моноберн, окружить, убить и все. Торопиться вообще фокусу не стоит. Он-то знает, что у него база строится. Этой эльфу надо как-то сейчас докрепиться, провести разведку. Но он тоже, наверное, догадывается. Если орк себя так ведет, это означает, как правило, только одно. Шторку как раз нужно размениваться. Эльф-то сидит в 50, у него и так все по жизни хорошо. А у орка обкип. Поэтому на город напали. Может быть, он даже уже и разведывал до этого, хотя и разведку не увидел. 50 лимита на 62. Опять же, фокус не лезет. Несмотря на то, что его больше. Сейчас должен выходить чек из лимита по сути. То есть, если он реально догадывается, что там происходит, он должен прямо сейчас делать 60. Да, он делает 60. Четко по таймингу. То есть, он придет в тот момент, когда вот нычка достроится. Ну, чуть-чуть запоздает немножко. Но со свитками, с лимитом тоже в плюс. Просто потому, что это такой стандарт хороший. А вот что делать орку? Крепить ли красную или пешкаросом бежать до экспанды? Я вот не знаю. Батками он пытается увидеть... А, все, минус нычка. Тайминг настолько четкий, что даже не стелепортироваться. Поэтому на красную точку. Да, очень... Опыт не пропьешь, понимаете? Тут чек прям чувствует, когда и что нужно делать. Боевые барабаны орков. Отлично. Отлично. Красная точка слева, кстати, не закреплена. Или сейчас, наверное, туда пойдет, потому что армия есть. Почему бы не взять? А вот успеет ли... Не, не успеет. Не успеет, не успеет. Почему вот? Почему Пух не... Не прокрепил эту красную? Зачем вот эти вот желтенькие точки? К чему они вообще? Такой дамаг колоссальный. Такой лимит хороший. Почему орк не добавит кода? Не знаю. На таком лимите, наверное, кода уже был бы хорош. Кода там никого не убивает, конечно. Но да, он был бы полезен. Он же стакается с боевыми барабанами орков. А, орк главного с красной уже взял. Sorry. А, ну да, у него тут, собственно, два девайса есть. Невнимательно я смотрю, прошу прощения. Ну, не все закреплено. Там остались еще мобы, но да. Главный приз уже у фокуса. Так, вот сейчас вроде что-то намечается. 60 лимита на 69. Пошел вейв. 4 талона плюс тинкер. Тинкера очень-очень-очень быстро убивают. Да, задача как закрепить голема, если у тебя одни талоны. Одеяние мага. Берет бист. Моноберны хорошие, вроде как, но... Тинкера жалки. Берн, 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 Берн. А где Сокол? Сокола забыл. Блайда не видел. Пошел ТП. От чека. И разбежались. Но все равно чек в хорошем плюсе. То есть, учитывая то, что у них одинаковые лимиты... Это беда для арка. Тут еще Свиток остался. Талонов просто миллион. Причем ману они далеко не все потратили. Есть фуловые абсолютно. И на мой взгляд сейчас просто чек не будет тянуть. Он выкупил Тинкера. Быстро его в оставшихся мунвеллах долечит. Но нычек там не доделалось еще. Строит орк, да. Фокус строит нычек справа. Но... Ее тоже должны чекать. Потому что она очевидна. Не так много мест, куда можно базу поставить. Свинья вроде в правильном направлении пошла. Но не добежала. Сейчас добежит кабан. Да. Это отличный повод для того, чтобы продолжить наступление. Раз Свиток. Два Свиток. Третий даже можно взять. Третий Свиток. Ооо. Сейчас кого-то в нулину разберут. И это будет орк. Хотя там есть камень маны. Если вейвы зайдут чудесным образом, то от контроля очень многое зависит, то чисто в теории можно большое количество талонов поубивать. Ну такая масса просто эльфа. Тебе тут и огр-солдаты, триггер-рой, кабаны. Разъяренные. Войска вступили в бой. Да. Нычка не работает. Свиньи саботируют. Под френди. Убивают довольно лихо рабов. Орк должен наступать. Ой, тролля. Как так-то? Чек взял и дал тролля. Почему? Ну не специально же. Специально бы сам убил. Так, эльф лезет. Пошла стратегия от орка тык в героя. Но нет. Рейдеры великолепно врываются в талонов. Еще бы Таурен до тут дошел. Таурен приземляется. Моноберн на 100. Ну где свиток? Ну где вейв? Вейв хороший. На 6. Падают потихоньку талоны. Правда падать начинают и рейдеры. Дима крайне бит. У него мало хп. Может быть после инвола Блэйдом посерьезнее за него взяться. Вот сейчас... Смотрите какая позиция у Таурена. У него полная мана. Талоны... Ой, талоном сейчас вейв приземлиться. Будет сразу вейв вниз. Вот сюда вот должен быть. Раз! Задел, правда, не по всем достал. Далеко не по всем достал. Талоны падают. Еще Таурену бы... Ой, зря вот... Сейчас после... Циклон зря. Сейчас вейв успеет кинуть. Еще один вейв. Дима очень битый. Очень мало хп. Блэйд нарезает. Блэйд в циклоне. Дима падает. Кошмар. Бистмастер тоже падает. Блэйд нарезает. Да ладно. И все-таки фокус вытаскивает эту игру. Да, лимит у него больше. Герои живые. Нычка здоровая. Это ГГ. Ливаем. До 100% ливаем. Еще ману закупил. Два бутылка. Два бутылка. О, подзад. Еще утюжит. Утюжит вейвом талонов и тинкера. Сетка. Тут мало кто уйдет. Герои-то точно не уйдет. Еще один вейв. Как же классно контролит фокус. Вот это да. Вот это да. И при том, что у них был одинаковый лимит. И у эльфа было три свитка. Три свитка. Урань и Мерор в финале. Да, это хорошо. Мы с вами сейчас посмотрим другой. Другую серию эльф против орка до трех побед. Нет. Класс. Вообще, я не совсем понял, как получилось. Хорошо надо пересмотреть. Может быть, позиция, что рейдеры хорошо забежали. Может быть, из-за того, что вейва в конечном счете было кинуто очень много. Говорил в нули. Но должны были в нули по-хорошему. Уфогича спросите. Он соврать не даст. Про равный лимит с талонами, с тремя свитками и с прокачкой не хуже. Раз мне не верите. Ну, басом. Фериков не было. Там две батки. Не хотелось сделать фериков. Хотя по деньгам получается выгоднее. Чем контрить эльфу, деку с масс-финдами и закопкой? Чем угодно вообще. Смотря какой стадии. Идеальный контрайт у медведей, конечно. Я еще, когда человек одну арчу и одного виспа потерял, сказал, что будет два-один фокус. Да. Да, тогда уже было все понятно. Просчет. Прогноз оказался верным. Васильев говорит, наконец-то детеныш спит. Можно спокойно посмотреть. Такой усталый молодой отец. Добрался, наконец-то, до компа. Старый добрый варкрафт. Да. Опыт. Да. Опыт. Черканье. Давайте перерывчик сделаем на пару минут. Чаек. Все дела. Надо подготовиться к финалу. Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, тут по-корейски они пишут. Я не вижу, но пошли цифры. 150, 100. Не пилят ли они часом призовой? Кто? Кто сможет это проверить? 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 Продолжение следует... 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 Это уже серьёзный срок. Первая карта будет Ancient Tiles. Проверка, ты был близок. Наивный. Наивный. Комментарии Соника где? Ну, комментарии Соника в записи вы послушайте. Они, конечно... Вообще, в этой секущей трансляции уже прошёл, я думаю, самый эпичный момент. Не только в рамках этой текущей трансляции. Я не вспомню, когда последний раз так было весело на Варкрафте. Когда были одновременные комментарии от Соника и от меня. Там просто прям... Такая игра. Надо вырезать её, наверное. Этот кусочек, концовочку прям. Если пропустили, обязательно посмотрите. О, Заратустра, фан, пишет. Здорово, как погодка в Питере. Ну, можно посмотреть. В Яндекс.Погоде. Но я в Белгороде сейчас, поэтому личные впечатления описать не смогу. Наверное, холодно. Верни мои 30 рублей, я донатил не на 3-2-2. А это ещё надо доказать, что 3-2-2. И надо доказать, что ты донатил не на это. Потому что твои мотивы могут меняться. На момент доната это... Могла быть совсем другая история. Всё. Хошк, ну вот серьёзно, шутки с шутками. А тренироваться ты будешь? Хотя раз брейн-капа 4-го, судя по всему, не будет. Поэтому всё. Надолго в Белгороде? Думаю, да. Уже, наверное, лет 7 здесь и уезжать не собираемся. А, слушайте, тут будет преимущество. В одну карту ремайнда. Это правильная, на мой взгляд, тема. Потому что он является винером. Он уже одерживал победу. И у него, как у человека, который находится в верхней части сетки, должно быть преимущество какое-то. Уже много раз об этом говорили. Есть два распространённых кейсов в таком случае. Либо человек, который поднимается снизу, нужно 2 серии выиграть. Это вообще жесть. Либо просто у него, типа, минус одна карта. Что, конечно, тоже добавляет сложности. Учитывая то, что ты и до этого проиграл, тебя ещё штрафуют на карту. Другой говорит, меня во вторник, возможно, не будет. Так, другой внимательно. Есть куда вбрасывать денежку на ваш бой с Боничем? Не-не, там не нужны деньги вообще другой. Там мотивация выше всяких финансов. То есть это краб против бобра. Это же вопрос принципа, смайла. Кто же круче? Поэтому мы день и ночь тренируемся к этому матчу с тренерами, кастомки, палим страты. И дополнительные мотиваторы не нужны. Спасибо. Русбрейн продержал. Миша, да будет, но раз ребята зажались и не донатят, то перерывчик дней 300-500 сделаем. 300-500, нормальный срок. Увидимся через год. Варкрафт и не такие сроки выдерживал. Так что будем живы, как говорится, не помрём. Ты за кого будешь катать? Ну я за себя буду играть. А, ты имеешь в виду за эльфов? За эльфов, конечно. Утром сырое яйцо и пробежка. Тренируется вроде только Бонич. Это ты так думаешь? Может быть я после 8-часового стрима по Икскому ещё ночь катаю ладер? Не думал об этом? Многоходовочка? Матч с Боничем будет во вторник в 20.00. Вернутся турниры на ГГшке? Нет, ГГшке вряд ли вернутся. Хотя ГГшке нет, вряд ли. Почему эти ГГшки? Тут уже всем за 30. У всех свои ГГшки. С большей стоимостью. Поэтому. Бо-1, бо-5, конечно же. Серьёзнее относись к крабам. Да я уже заочно смирился с проигрышем даже. То есть, чтобы как бы... Я уже морально готов проиграть. Поэтому отчасти из-за этого и даже не пытаюсь трениться. Я точно не переоцениваю свои силы. Точно не переоцениваю. Просто уже как бы... У всех по два выше. Да-да-да. Я только с одной сижу как у... Потренься лучше. Нет. Так, давайте к игре. Во-первых, у нас First Blood. Виспа убили. Кольцо у Димки. Перчатки у Блайда. Серклетка, просветка. Джентльменский набор. И поехали вперёд. Это отмазка и лень. Тренься и выиграть ты можешь. Да нет, забей. Нет, нет. Маловероятно. Я лучше что-нибудь такое казуальненькое катну. Для расслабона вечерком. Ох уж этот магазин от Remind. Магазин-то непростой. Ботинки перекупил Блэйд. Классно. По полной программе обгоняет. И Грант, вы видите, начинает уже... Он отменил Магаз, во-первых. Войска вступили в бой. О, интересный крипинг. То есть, интересно, но не в плане того, что, о, как оригинально он самому крипится. Просто когда он это делает? Когда у него на базе бегает Блэйд. Хотя вы просто посмотрите на этих виспов халявных. Ни к одному из виспов не добежать Блэйду. То есть, он прибегает, да, вертится 8 виспов. Но ни к одному не подобраться. Все они висят на таких елках, которым, ну, просто никак не пройти. Прикольно. Многоходовочка тоже хорошая. О, а тут что, был фаст... А, тут был Грейд плюс Барак. А потом Нага. Оп, Моноберн. Жалко отдавать, конечно, такого гнола здоровенного с Дивайсом вместе. Ой, так не хочется идти. Пока там дойдешь, пока убьешь. Нет, нет. И минус ТП еще. Жадность, жадность. Ремайнду стоило не только крипа и Дивайса, но и телепорта. Обидно. Отличное начало для Фокуса. Вообще, топич начало. Что скажет Фоги по этому поводу? Отменяется еще разок Магас. Грейд на Т3. Наглит, наглит. Шад сразу левает. Он лагал в какой-то игре, сейчас просто решил ливнуть. когда в общем-то да демотивирует демотивирует ремайнда да ему на самом деле пофиг должно быть соколик болеет за фокуса войска вступили в бой орочья солидарность что делать эльф вроде по криппинга он сильно не уступает но телепорта нет отменяли магазин сейчас третий раз магазин отменят может не стоит вообще строит вас отменяют постоянно зачем этот став зачем это арба ну явно о по о подошел закрыл до рисковал час blade потому что у него маны на виндок вот только-только она типа накапливалась если бы он остался внутри продолжал бить магазин то мог и не уйти и дерево подблочить окопаться она могла этом герой подходит лучше не рисковать героем там второго левела ради какого-то несчастного шопа выбивать пробует да и выбьет в общем-то девайс фокус из этого тролля здесь опять застряв застрявший братрум но не мне разогнаться не может он пройти через через елку буков дедом против эльф конечно в определенной ситуации буквы от может зарешать но грамотный конечно эльф он прокликивает такие моменты и если там есть книжечка то хотя блин ну и ладно хорошо эльф будет собой на босить возить парочку виспов но от а толку блэйд мастер во время битвы может их просто перещелкать другой поддержал канал на сумму 2к говорит в общем я уверен в той победе вау обещал 2к вот они вау если что пойдет не так сам решишь то это как с ними поступить а то есть я типа должен бы не в радость и 2к если солью поле им ну уж нет ну бо ничего деньги отдать это просто я без повода ему могу деньги отдать как бы но если он скажет что то просто не в этом дело ты подливаешь масло в огонь зачем ты меня провоцируешь войска вступили в бой 15 процентов кстати бы не ворона good date были моменты с 15 процентов может быть куда мы все затуманить его разумы это три причем да 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 было такое дело таковое это время появился циклон димка кстати без тп у нее инвул но как-то жалко инвул тратить ставчик они жалко беста отдавать как бы он тут под удар подставлять нет там у рейдеров сетка на кд у 2 3 4 только подбежал а сколько будет 15 процентов 300 рубликов с 2 такая это же очевидно я-то быстро посчитаем вот бонич может и ладно неважно контакт идет хороший почему-то основная армия орка пыталась сейчас прыгнуть от отсюда вот с мельницы вниз нет они просто ждали пионов и будут обходить аккуратно пытаются друг друга обмануть этот слева этот справа а все потому что у каждого есть по орду и оба палятся так выход из лимита идет сейчас у фокусом и mind что remind где его тинкер то ему надо как-то к таверне прорваться вот он прорывается к таверне видишь здесь орка но что-то стремно хотя мне надо брать уже денег у него просто нет ой рано ой рано рано лезет хотя нет тинкер уже есть кидается он на демона хантер у которого инвул и бутылек есть хила начинается и позиции великолепное время вы посмотрите как талоны стоят к ним не пройти факторочка классно стоит елки помогают эльфам рейдеры пытаются прорваться кто кому-то удается это сделать но большинство рейдеров тупит сейчас вроде сломили уже строй свиток хороший от фокуса падают талоны слышим их душераздирающие крики держит в воздухе о и вот тут book of dead кстати тинкер не в группе был не в бинде поэтому он остался вынужден юзать инвул мне кажется тут все-таки ремайнда коцует слишком серьезные потери в плане талонов кстати а можно же было тут и димку забрать а три рейдера есть решает просто он взять да классно нарезал нога помогает нога в отличие от таурена не имеет такой жесткой потребности там до третьего ловила где-то качаться то есть она выходит первое сразу и они с блэйд мастером уже вполне себе такая классная связка вы те конечно от нее пользы значительно меньше но боюсь что до этого и не дойдет серьезную точку крепить сейчас эльф не обеспокоит только что у него герои биты и телепорта нет как бы чего не вышло вот ловит димку сеткой а если держать нет ну а где став то ой диму спасите персоналочка там третье есть сетка ой-ой-ой-ой-ой-ой нет став да и без мастера счет дай гг пишет римайн один-один вот и отыграл преимущество фокусу римайндер про дпс руки кто больнее бьет патман ага или др ну смотря какие скиллы то есть как прокаченные стрелки то есть самый низкий дамаг на первом левеле у рейнджерки он не дает кажется то ли единичку то ли двойку нага вообще не наносит урона правда от мадисе 20-30 а у рейнджерки кажется на первом левеле фигня какая-то на втором третьем уже там по десяточке добавляется так что чисто по дэмиджу если они качают стрелку тупо тмак конечно урон наносит больше так файл ту mp nitro поддержал канал на сумму 2000 рублей для краба в случае его победы над бобром чат свидетели плюс запись стрима есть ps но в случае победа бобра хотя нет это фантастика да провоцируют провоцируют ой оп комментарий бонечка уже 4к получит почему 4к 2 300 4к 2к отсюда и 15 процентов от прошлого взнос хорошо или 600 рублей 2 не ну там как бы четко сформулировал товарищ по поводу второго ладно ладно да спасибо что за отметили этот барак у римаинда на лагере наемников это очень оригинально особенно на их уэлс никто так не делает никогда зачем ты начал уже видимо перед шоу матчем начинаю раскликоваться по этим позданиям клики пошли какие-то непонятные это уже все это болезнь надо еще 15 процентов 15 процентов налоги да 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 не нас упрощенка как бы мы только 8 возьмем с этих 15 точнее не 80 15 а 8 мы же с полной суммы налоги платим поэтому да да 7 процентов получается отчетные документы предоставим естественно хотя если налог с выигрыша платить он в россии под тридцатку вроде как так он должен будет в общем разные схемы не стоит на этом заморачиваться опа а вот это поворот вы понимаете что происходит разрыв шаблона против форка мы берем варден никто так не играет даже я отказался от варьки в ворковском мучапе конечно она хороша но если там будет сыха то преимущество по ну там даггеру против блэйдмастера но хилом то нивелируется а у ручей юниты жирные так что стрелка то не пройдет в смысле этот ножи не пройдут нормально и авария против орков имеет серию недостатков я против играли раньше говорит даже я нам понятно и единственный толковый товарищ который нормально играл варден против орков некоторое время сокол не даст соврать он эти моменты застал был крео соло варден против арка и в медведей и он длительное время так играл точно минимум полгода год как-то так русбрейн поддержал сообщает пусть на сейшелах сейшелах компанию открою туда получит прибыль сейчас пошли офшорные темы короче давайте еще трансляцию на записывается у медиа налоговая здравствуйте не надо так войска вступили в бой не стоит отвлекается на чат я бы послушал горит анфе как неудачно сейчас крепится продолжил ремайн арчи в сетке одна умирает одна чудом спасается вообще варька неплохо прокрепилась принципе даже получше чем чем блэйд магазин в центре это видимо чтобы проще было арку а может он вообще с талонами будет пушить сделать древо ветрова возьмет кого-нибудь полезного на т2 и с троллями там туда-сюда а кто полезный кто зайдет сюда хорошо нога нет но хотя нога может нога 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 тринжовая дебафа еще не на год наверное лучше всего да пожалуй ситуативно нога лучше всего пока с их сахи нет он не прокачался можно как раз блэйда убивать да ёшки матрёшки ну что ж такое то не дает ремайнда прокрепиться арча в хайт грунцер минус тролля спаси даггер в минус какой наглый а блэйд кстати блэйта мог умереть а почему он блэйда не убил но в нога плюс даггер он не уйдет вот сейчас он понял это другу поддержал ваш канал на сумму 800 рублей за этот стрим я еще не поддерживал спасибо за стримы w3 ps и можешь поздравить я получил пять уровень в твоем чатике да да это клёво спасибо за поддержку естественно ты не должен каждый стрим поддерживать другой все хорошо у нас все замечает у нас есть код любимая работа который даже работой да если это короче пусть с талонами на т2 ну все к этому шло и выбор героя и нага вторым и магазин в центре это все сигналы сверх ранней агрессии талоны нужны главным образом для того чтобы фэри файр и магический урон добавить все заготовочка что надо фокуса сейчас как можно быстрее добить третий желательно 2 получить чтобы был хекс хилл вот но боюсь что ремайн задерживаться не будет уже идет первый талон приходит ой как неудачно хотя тут можно сразу закупиться но время для криппинга не самый удачный выбрал все-таки фокус ему надо крепится но видите как нехорошо получилось не вовремя кольцо регена неплохо хотя даже ну там когти сапоги амулет медалька все было лучше арчи весьма много слушайте да это я восемь лет назад просто один в один кроме наги взял бы скорее димку против сахи и против этого чтобы там танковать было кем но виспов пригнал вообще красавчик нагу убивают хекс мана да что тут многовато народу а торков отменяется аов минус рейдер минус арчадна вторая пора уже ставят фокус это уже демотивирующий бору как демотивирующий nexus только демотивирующий бору зачем реально ему тут на хотя ему пофиг просто где ставить видимо не поставил просто не дай бог там до для отбивания застройки конечно все отбился я бы вышел сейчас вот путь на месте ремайнда хотя можно вардинку еще отдать под регенец там нагу дождаться прийти еще разок отдаться но то что он отдастся все-таки я практически не сомневаюсь потому что эффектно неожиданности нет арка теперь и герою повыше и лимита по большим зачем фокус постоянно таскать собой рабов апта что один даже один пион может испугать арча поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Ск 2 ТВ посасывает. Опасная зона. Не надо так. Зачем? Зачем ты так делаешь? Ну, тем более у нас очень высокое пересечение по аудитории. Каждый четвертый из... точнее, 4 из 5 людей на Ск 2 ТВ каждый день заходит. И у нас тоже приличное количество... ну, как бы, пересечение аудитории высокое. За что ты так ну за что не стоит надо будет ладно предупреждение сначала потом будем мочить войска вступили ой голем успел только в своей жизни слову кинуть борусы отстреливаются пионы там готовы нет них все таки есть какая-то польза на этой позиции правда можно снизу зайти и толку не будет а чё не стал убивать арчу я думаю просто боялся либо неманы на винвок не было что fairy fire ножик и как бы уже неприятно да манку восстанавливает 40 лимита против 40 нага тут самое слабое звено прощайте просто она не живет ну с другой стороны долго и не мучилась 21 фокус ведет это что замысел ремайнда во второй игре после слива в первой не прокатил это тревожный звоночек очень тревожный звонок энви говорит как же предупреждение если говорил если выбор между мочит или мощить всегда выбирай мочит я-то я советовал петру вот я-то уже как бы на следующую стадию деспотизма перешел мне лучше наоборот как бы полегче а он что-то фывы на 2 дня выдает странно как-то нога вообще не зашла хоть бы тинкера взял нога бы зашла если помню и в начале не терял было бы также значительно лучше если бы не было потерь парча вам самом начале там каждая мелочь в таких тайминговых вещах она усложняет пуши поэтому ставка была просто на то чтобы ноги ну так просто блэйд не качаный не подбежит фэйри фаер второй даггер саха нормально не лечит фокус удаем нога замедляют еще и блэйду ничего не остается как ретироваться поехали как-то быстро проходит может нет не буду зарекаться для фокуса этот эта карта может стать последней то есть положительную сторону естественно он ведет 21 серия до трех побед и победы в двух предыдущих они достаточно не вызывали много вопросов то есть фокус победил не на халяву а из-за серии причин игровых поэтому вот смотри если бы они играли две серии до трех побед сейчас бы закончилась первая серия и оба были бы в равной ситуации теперь римайн проиграет хотя одну те он winner кому так и так две нужно выиграть что в этой серии что в следующий хотя да ты прав одна карта в таком раскладе для для фокусов плюс но не заморачивайся когда ты начал фуфа катать в это годик назад так там пипи чё-то пишет нет не пипи нет не он вот сайлим вот так поехали проверяется сейчас время ближайшие x видимо это нужно делать при тем как выкапывать барак потому что блэйд может начудить говорят люди чтобы два годика я уже фуфа надо по записям посмотреть на самом деле на ю тубе когда было фуфа выложено первое и тогда пошло поехал войска вступили в бой опять не не везет немножко ремайду с разведкой о блэйд мастер соло убивает ограм ну как тут двое у граф воинов просто смотрят на избиение официальная версия не могут пройти но кольцо плюс 3 так себе диме тоже не везет особо талисманов и вейджин зачем продано кольцо то же самое судьбу видимо ждет это и талисман а так девайс это у димки неплохие лучше чем орг правда у него только один выбитый девайс это плащик остальное покупное хотят тоже выбитый сертифик тоже куплены оранжевую точку не крепили же еще одна арча кто-то сигналит вот типа на этих на черепах но кто же крепить будет одной арчой опа вот это повод ну-ну-ну-ну моноберн ай книга ловкости плюс 2 нормально конечно рассчитывал на домов экспириенс но книга ловкости плюс 2 и там две трети красного носка хантерского нет ждем талонов пытаются грантов достаточно много ботинок нету у димы а нет у димы есть быть нету диму нет ботинок пять хитов там четырех и так blade убежал но он мог себе это позволит на самом деле единственного единственная возможность добить это какой-то шальной стрелой от арчи но она с руки дай бог пять хитов блэйду снимет как раз шесть скорее всего вступили в бой или моноберна добить но там он уже был пустой по мане есть еще одна серклетка выпала ждем второго героя на бист будет будет бист тут все к талонам идет классно ему выложил девайсы на силу и на на эвэйжен прикольно что не стал продавать на самом деле очень грамотная штука потому что когда в талонов играешь главный удар ну не главный удар но очень часто под удар подставляются именно герои поэтому как раз берут и для создания массовок свиней там завод сам по себе тинкер очень удачный герой в плане танкования 600 из 5 арморы ну и тут как бы получается ты еще добавляешь себе эффективных 15 процентов хп здорово же будет проще танковать единственное что этот девайс наверное лучше даже тинкеру передать хотя нет надо его передавать тому кто чаще всего получает так что скорее всего это будет без мастер по идее почему я как только не повернусь в чат какую-то чушь это глупый вопрос задают минус грант у отлично ой опасно сейчас в час очень опасным ой о какая реакция хорошая на семи хитах телепортируется дима ну это даже был вопрос на самом деле не реакции потому что это было второй виндвок а учитывая разброс по по урону эти 89 хп вполне могли уложиться в рандом в рамках базового урона поэтому скорее ремайнд неправ в этой ситуации что довел дело до греха что позволил себя пробить из 2 виндвока бестмастер вообще мне перебить манку в ска потому что сам типа регенишься но ок ладно таурен у фокуса ему хочется покрепиться но пристальное внимание слепого демона но мешает даже начинать черепах мочить хотя вот blade придет будет попроще вот уж уже можно или он все-таки ждет сетки ждет пытается окружить в один заход и подвел ооо царь там есть конечно по времени запас но это было классно пытается сейчас составом спасти диму но потеряет любом случае бестмастер бестмастер напоследок вызывает свинью промах от зарешал амулет ай но крит но крит хотел черепахам сдаться но блэйд мастер возможно это было просто бежать вперед может быть блэйд ты не успел надо было до большой черепахи дайте она зубами цапнула бы и все было бы хорошо классно на город на паре крепинг продолжается блэйд 3 правда у него мана маловато для того что постоянно из виндвока там что-то делать скорее всего он просто ждет крепинга на черепахах ждал точнее но в ремайн видите решил взять оранжевую точку обычную это не очень хорошо для блэйдап на что не скоро начнет мигать виндвоку хоть и второе он же там 30 секунд вроде действует да уже пошел мигать это значит что он не успеет можно дождаться конечно следующего в но надо дождаться 15 не успеет ай какое неприятное окно а по виндвоку забирает спокойно ремайн большую черепаху получает большую при большую ну ай 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 а чё расстраиваюсь то лифта выигрывает нормально же сейчас ремайн замахнулся войска вступили на очень серьезную точку и каким-то удивительным чудом давай давай добей успеем успеем набернул удар с руки ну господи там выстрел талона быстрее быстрее за лутом за лут чаша у нас есть и телепорт отсюда телепорт 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 а телепорта нет хочу что пошел на эту точку без телепорта так только давайте без 322 фокус выиграл заслуженно по всем параметрам победил 31 фокус берет реванш и побеждает в русс brain copy номер три топ корейский я ж просил без 322 ну ребята ну вы чего короче я приглашаю всех кто слушает особенно топичи к нам на ффа фогич хавк там уже создали специально для вас заходите и оторвитесь особенно хавк оторвись на мне покажи что как ты можешь мочить всех ждем топичи если вам не хватило слотов а вы топич отпишитесь в чате мы о соник зашел хорошо соник уже с нами ффа отлично вот сейчас я я знаю просто как после слитого турнира или там после какого-то сложного лана ты приходишь и ладор мочишь своего уровня просто у тебя тебя столько злости ненависти и желание отомстить жалко что под горячую руку придется попасть бобру о чате кумбр и видимо после массовых обновлений он не выдержал они пожил кик нижнего и подождем еще пацанов хавк ушел спать понятно стоп старт просили да ладно это будет пасхалочку зачем так нижнего пускать потому что они никней мечтаем и я не хочу во время трансляции такую такую чушь писать прочитать чушь писать т.к. Субтитры сделал DimaTorzok Аня один читается Аня один Ой А, еще Да, слот Слот Для Арма Он прошел отборочный, он тоже играл на турнире Почему-то не заходит никто Может быть придется тел 3 Босни, это че кукти Это че говорю Да Это была Аня Катей Говорят Да нет, нет Close and open Слот ДВ поддержал ваш канал на сумму 500 рублей Понятно Слушайте, классно Все подтянулись уже Заходим Игорь Сулейманов, зачем же ты это делаешь? Сейчас мне интересно понять мотивы человека Так, заходим для начала Блин Черт, я такой слопок Разные Разные Скорее, баны На сайте пользователя Раз А в чате А, я его забанил Заматый И он создал Смурф Ну, он Сматерился Его забанили Его забанили И он Создал Смурф Салейман Жалко, конечно И правил не знаешь И злопамятный Заходим Заходим Не заходим Так Слут Сонику Нужен Два слота Заходи А имя игры Такой же ГГ А, три восклицательных Знака Есть, заходим Так 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 Готово Слот Сонику Слот Соник Плазе И слот Фор Арма Заходите Пацаны Нам нужен Слот Для Соника И слот Для Ну почему-то То ли тут Баг Нет, не баг Просто Видимо Много Одновременно Заходит И подтормаживает А шейку Еще О, Соник Есть Ждем Разок За днем Фуфа И закончим Сегодня Трансляцию Да Ланкастр Сори Ну вот Арма Зашел И Ласт Слот Фор Так Да Ласт Слот Фор Шейк Нет Сулейманом Что помиловать Или казнить А за что помиловать Человек Использовал Нецензурную Лексику Получил Заслуженный Бан В рамках Канала Причем Потом Создал Смурф И Продолжил Еще более грубо Нарушать За что тут Помилование Шейк здесь Шейк Нет Шейка нет Ждем Шейк Если ты слышишь Заходи скорее Давайте подождем Минуту А вот он Great Great Thanks Stream Off Полозе Глхф Ready А Шейк же Не русский Ой Беда Когда XCOM Завтра XCOM Послезавтра Шум Матч С Боничем Поехали Олег Спростим Не хватает Когда МВМ Майкер На месяц Заматы Банят Я не вай Не пишет Росбрейн Росбрейн Человек С историей Это будет Звездный час По скиллу На рандоме Получаем Эльфов Это дает Нам Так Нужно Ой Как же я мажу Там Так Нужно Скроу Побольше По Блин Только вот Побыстрее Нужно Игра Мышь Ок 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 Поехали Ого Нифига себе Я как Расслабился Может быть Пониже Дипя И сделать Да Вот так Лучше Нормально Вроде А Еще Надо этим Индикаторы Здоровья Выключить Таким Не привык Готово Готово Поехали Тебе доказали Что орки имба Какие нафиг Эльфы Я хочу Хочу Реабилитироваться За ремайнда Блин Одни расстройства Говорит трактор Чего ты переживаешь Все нормально Не переживай Все хорошо Господи Я тут После Сто лет Чувствовать Я не играл Пфа То ли это мышка То ли это руки Скорее всего Это руки Так Давай-ка Поставим Ауф Лучше здесь Следующим ходом Готово Неужели дождался Фф Как я долго Этого ждал Козлик Козлик Это неплохо Только я не знаю Что наверное Все таки Надо брать Ой выкапывайся Просто Просто выкапывайся Не-не-не-не-нет Ну бейте этого Нет покоя В наших лесах Да ё Моё Короче Вы бейте этого Вы бейте этого Арча Беги домой Да Прикольно Прикольно Это тебе не в XCOM Играть Ладно давай Enter Все таки Так Так быстрее Будет Ай-яй-яй-яй-яй Проходя мимо Прошходил Мимо Арчи И получил И получил Это седьмая группа Это первая Это так Это так Ты пока сюда Ты пока сюда Ты пока на троллее Ты пока сюда Здесь точка сбора Поставили Съели Вернуться Не вернуться Не давай Лучше сюда пойдем Раз уж такая Пошла тема Как там Мэнка там Живы Живы Будем строить Мунвелл Будем На Шедро Претендуем Прикопочка Есть Третья Арча Есть Хорошо бы Конечно Докрепить Все таки Но Пожалуй Не получится Ладно Попробуем Выкапываемся Здесь Поехали Не хочу Я просто Идти На В центр Пока Нет Пока Нет Не хочу Давай Энт Нам нужно время Здесь Сделаем Нет Нет Ребята Да Тихо Вообще Жесть Ребята Просто Просто Жесть Жесткая Шредер Еще не готов Я слишком Рано Пошел На эту Нычку Я полагаю Тут Меня Сейчас Савач Это Палит Вроде Нормализовалось Давай Хантер Скол Давай Магаз Давай Бараком Сюда Нормально Ну как Нормально Хреново Конечно Энт Или Прикопка Энт Тут Лечимся Тут Лечимся Тут Шредер Берем Поехали Домой Поехали Так Поехали Так Древо Выращено Сюда Так Героя Второго Закажем Ты Встань Лучше Сюда Сейчас Раскликаемся К Концу Та Игры Должны Веспов Правильное Количество Герой Пошел Тут Так Так Тут Так 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 Работаем Работаем Не так Работать Надо СМФ Лагает Ой Руки Деревянные Капец Вообще Ничего Не успеваю Давай еще Энтер Делаю Грейт На Т3 Надо будет Ботинки Купить Ого Хорошо Приходит Армад Он сверху Андетт Рейнджерка Покон Аэр Че даем можно было голема конечно забрать так а давай-ка мы все-таки лорница построим а за кого он играет какая у нее родная раса явно не андет так здесь хорошо берем виспов как раз 5 свободный есть восстановим ману козлу интересен нижний он орг отлично передаю когти и агилу рейнджер кем у нее сразу плюс 18 дамаг так так да давай став тоже возьмем можно конечно к нему сходить и убить раз он андеты он такой он сейчас ставит базу еще скорее всего да давай сейчас ой да ладно а снизу кто смф понятненько беру сапоги виспа надо было взять с собой не виспа лишнего даже и нет а давай козел с прикопкой со 2 тут начинаем медведи делать главное вот это вот попытаться а стоп понятно да не очень хорошая ситуация конечно же грейдит вышки гад я прикапываю просто потихонечку там постреливать наверно надо ой блэйд мастер это плохо оттелепортироваться отсюда же там много скелетов поубивал рабочих подрезал финда как раз сейчас мишки дойдут конечно тяжело андета добить и не факт что стоит потому что на вышке он потратился серьезно мне же нужно что за герой-то третий такой ладно кипера я могу пережить но блин да не пробить мне андета с зигуратами а мне нужно нужны людям то есть нужно кого-то убивать все так вижу хат хантером прикапывают хат хантера smf у него как раз тут берсерки пошли она давай так давай так давай так и так ой какая хрень то а козла уже сразу бьют тут дрей нужен надо было silence так надо заливать козла и медведями пробовать его дожжать там тоже вышки хотя вышка только одна если у него на экспанде вышек нет экспанде вышек нет мы можем и прикапываем салом еще реджу сражаемся то неплохо в общем-то панду можно забрать сейчас прикапывать ее не надо было на самом деле так тут правда дрейн пошел рычим о тут сзади еще подходит фон фор да ну зря наверно сражаю здесь со вторым были тоже медведи я телепортируюсь ай медведи еще молотком добил так значит что у нас орку сейчас будет хреново но учитывая то что мандет которого я не добил это может плохо выйти боком не выйти может это все и вроде как нужно снова возвращаться туда к этому товарищу давай пока остановимся на лимите на этом доделаем грейды а то денег запаса уже никакого нет иди кандиду нечего сканды вообще неправильно идти надо чекнуть центральную на всякий случай и проверить приказывай я устал ждать нет покоя в наших на центре ничего попробую сейчас скрипджекнуть еще разок этого товарища возможно просто на халяву мелочевку какую-то на убивать интересно он добивает этого орка или нет добивает вроде вышка минус трупы свежие есть так давай дрейн прикопка да и телепорт окей теперь пробуем добить этого орка ой таурен ну у меня времени то маловато пока не придет снова тот мне нужно нанести максимум урона ему резуректа то уренов это беда патма минус блэйд минус нет покоя в наших лесах хотя то урена вот этого еще сейчас это должен приходить как бы гг пишите самое так как теперь убить того за эти базы нужно сражаться с товарищем как что для этого нужно для этого нужно доделать грейды сделать виспа под 80 и подумать о жизни там а вот и он не нет там дриады как бы этот дичь но приближается я готова дриады медведем ну для начала нужно лимит хотя бы тех же самых медведей я не хочу делать сейчас пытаться этих как их химер их зовут а лучше наверное добавить пару талонцев и чистых медведей почему он кстати на меня не идет может ведь надо свитка взять ну надо базу вот за эту базу сражаться пара ферриков были бы тоже не лишние совсем свиток передам бэму свиток передам бэму доделался у нас мунвелл лимит 80 грейды хорошие идем ставить базы и ориентировочно сражаться с этим товарищем одну хотя бы дрядку сделать наверное надо кто нарушил наш покой а лучше парочку потому что штрафовать козлом я не смогу я нарушил наш покой прикопки дрейн в эмку в первую очередь приходим смотрим не строит он здесь базу не строит не строит странно а вот он пришел и надо строить как бы 80 лимита свиток нужен 3 сало кидать точно а стоп у него кажись у него кажись того давай дрейн прикопка на медведя поехали поехали а у меня тоже талоны это у меня есть феррик сало пошло дрейн пошел тут так прикопка на медведя сало второе да медведи через атаку давайте свиток пошел свиток пошел дрейн пошел прикопка пошла сало пошло леймстрайк пошел свиток пошел должен в развал вообще уйти он дрейн пошел прикапываем эмку убиваем эмку минус мк минус он 80 лимита осталось все улыбается так быстренько базы окучиваем риджувим проверяем у него центр центра нет надо на медведях уже ставить крест да потому что сейчас арма придет блин у меня лимит мягко говоря не очень хороший против андеда попробуем добить сначала этого в чем хочешь нет покоя в наших лесах природа не знает усталость готова кто нарушил наш покой хочешь нет покоя в наших лесах нет покоя в наших лесах природа не знает рычим тут флейм страйк нужен так этот падает прикапываем давай свиток из нем один хорошо риджув оркет нормально транквилла нужна еще транквилла пошла тут виспов закажем отстреливается видите как надо медведя сдавать медведя мне вообще сейчас не нужны уже я я нарушил наш покой телепорт я устал куда подкапываем нагу убиваем нагу я боюсь как раз андеда сейчас потому что сейчас самый такой момент очень опасный мк уходит как бы у него двух бас не было справа нет покоя в наших лесах медведей явно перебор просто перебор пусть они мрут шейк говорит гг шейк это что же этот да а и рядом соник с танками капец мне повезло конечно соник с танками надо дриад сдавать надо рычать и убивать надо козла перекачать чтобы воздух с воздухом нормально сражаться обязательно взять вторую прикопку и оставить и третью ауру сделать закупать ботиночки еще перекачиваюсь раз раз два три раз раз два свиток еще один добьем этого товарища здесь да закажем виспов блин виспы с виспами все хорошо давай медведем очканим одного медведя потом дриаду еще дриаду талонами взлетаем делаем грейд ты закупай ботинки ботинки и свиток бы еще он добывает еще здесь хорошо ладно захватили пару дополнительных шахт еще можно в общем то здесь поставить пять косарей есть химеры кстати и mountain giant хорошая тема учитывая соника который по соседству но мы недавно проверяли эту базу он скорее всего работает на своего соседа точнее просто фанфор пишет гг и левает хорошо так я пожалуй здесь лучше рейнджику прокачаю и у меня еще тролли на базе остались как прикажешь природа не знает усталость убивая медведей они реально сейчас мало полезны поставлю здесь базу чтобы просто потихонечку потихонечку да выкачивать ее как бы мне с соником раньше времени не схлестнуться но я вынужден гиппесов делать не против танков а против панды до соседа нет покоя в наших лесах так ты пойди лучше поставь эту базу два с половиной косаря тоже не лишние проверим нычку соником чисто хорошо проверим центр и проверим вот это вот центр потому что там андет может быть в принципе да андет здесь природа не знает усталости и вермы ну понятно ну без его на самом деле немного и если сейчас делать все правильно а именно взять построить там химерниц учитывая то что у него не прокаченный этот блин медведей не хочу отдавать нет покоя в наших ки 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 может развести немножко ну как ты его разведешь то развести то непросто так ботинки есть у всех надо заботиться чтобы всех были и свитки протекшн пригодится мне точно не хочется время терять надо было в центр сбегать все таки ну и медведи мне в такой ситуации не нужны один только медведь останется ну остальное все идет на замену под химер и по дополнительных гипосов похоже ох соник еще там шейда еще может быть во время сражения что у него нет слипа поэтому можно попробовать транквилу заюзать сало обязательно положить дрейн делать а кто там у него там блэйд ну и ясно меня спалил соник а я я ведь ничего ему не сделал понимаете ничего не сделал плохого в принципе так а давай-ка сбегаем получим третье сало здесь вот а тут что он тут не знаю так вот виспов перевести да 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 соник здесь телепортируемся там у него армия не самая жесткая судя по всему делаем тп рычим танк правда раз он убил меня базу стелепортировался менты пошли я подрезал там что-то но блин мне не нравится что у меня сосед соник я даже может отдать ему эти базы центральной просто не отдавать лучше мне андеда быстрее убить чем чем с ним вот так сражаться а тут андед занимает этот же нифига себе ты обнаглел я в шоке дай только волю и все и начнется а где у меня весь лимит виспах как обычно да нет покоя в наших лесах ну лечимся гипосами мне бы гипосов побольше кто нарушил наш покой цветки есть тп есть да соник мне не даст нормально поставить эту хрень его мало блин третий левел шестой правда этот а у меня же третья химера ок так может сейчас выйдем из лимита андеда убьем берешь и выходишь и профит сколько осталось то в базах косарь нет рановато лучше дождаться десять виспов сбагрить а пока его потихонечку бесить ну так вот раз два чтоб не расслаблялся просто отлично третье сало минус шахта мне кажется надо смотреть да он собирается сражаться за базу надо наверное да он здесь блэйд гарги а м ш ну что я предлагаю выходить из лимита еще две химеры здесь бы добавить продакшен вот так вот надо было заранее дождаться дождаться гиппосов во время сражения что во время сражения все рычишь понятно да есть у меня хорошие герои против против воздуха он тоже строится выходит гаргами из лимита может быть и не стоило мне две дополнительные химеры ставить так и лучше не снизу нападать а сверху потому что ну вы понимаете почему что снизу может еще один подойти так вы мне пока не нужны лучше лимит освободить а где две химеры там я же вас зачем строил там так перехватываем гарг где опасность природа не знает усталость нет покоя в наших лесах готовы пацаны рычим вышка-вышка провоцируем в наших лесах природа не знает усталость кто нарушил наш покой естественно природа не знает усталость где опасность кто нарушил наш покой так пошло сало пошла транквилла пошел первый свиток пошел второй свиток пошел дрейн на блейда но не того скорее всего свиток еще один так ну все вроде развалили в салат просто прикапываем дредлорда вбиваем дредлорда он делает телепорт правда блейдмастер тут так 86 лимита хорошо хорошо разрулили базу отвоевали дерево перетаскиваем да кипер конечно жесткий но у него дредлорд правда был аналогичный но он был у него хоть и первым но не докачанным мне нужно сейчас потратить этих виспов хотя бы чтобы на этой базе укрепиться попытаться его добить скорее всего надо будет юзнуть транквилити второй раз тем более что уже время пришло шредера переведем сюда а тр�к вилла пошла нам просто и талонов и химер там всех надо summertime Хорош, там про места заливать Кипер Show me your love поддержал Добрый вечер, не заходил Ты выбросил свой ужасный шкаф Да, кстати, мы четверть шкафа Выбросили и завтра будет Так, меня палят Надо переманить, может, у него А коли-то вроде как не хочется трогать В общем, не хочется трогать А коли-то Магазин здесь Блин, надо было быстрее бежать Но я был битый Лучше, наверное, так было сделать Соник докачивает базу снизу А мне ради экспы Нужно Вот так вот Дестроера делает Готово 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 Кто нарушил наш покой Крепещите враги Природа не знает усталости Кто нарушил наш покой Блин, он что-то контролит Где опасность Ладно, поехали Кто нарушил наш покой Давай Ну, где там у нас Сало Транквила Свиток Склевываем Убиваем Феникс уже есть А, там Блэйд другой В общем Я не у тех Забираю ману ГГ, ГГ Отлично Так, теперь У нас Здесь у нас Непонятная Тема Потому что не ясно Просто кто Кто занял эту базу Ну, скорее всего Соник И если это так То мне нужно останавливаться На гиппогрифах Больше не делать Они свою задачу выполнили Будет полезен В любом случае МГ Медведя Одного нужно заказать Потому что Пал он в бою Увы Козлик Козлик Манку должен Вообще нужно Затариваться В центре Я готова Проверю я гиппосом Не соником Думаю Что надо Уже двигаться В его Да, тут С танками ПРСТ Что у нас тут Господи Резурок Да нет И ничего Тут не нужно А кто сверху Парадайз Так Гиппосы вроде Как им могут Пригодиться На самом деле Против Соника Могут пригодиться Гиппосы Соник Как раз Базу Отстроил Мне нужны Против него Еще Свитки Ой Да ладно Совсем Что ли Обнаглел Там Базу Ладно Я ему Отдал Но Это то Что Бьешь А он Не бьет Ну я Тогда По Рабочим Поработаю Ну за что он Это делал Скажите мне Давайте разбирать Этот момент Пойдем К нему На мейн Тогда Здесь надо бы Еще вес Пов Добавить Алтарь Сразу же Давай 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 Соник Ты мне Базу Я тебе Пацанов Я тебе На мейн И главное Ну я же ничего Реально ему Плохого Не сделал Понимаете Ну не сделал Я ему Ничего Плохого Базы Даже отдал Снизу А телепорт Пошел Ладно Поехали Сайланс Транквилла Флеймстрайк Туда Сюда Атак Ой Минус Все Кажись Ну как Все Не все Но Как бы Да Давай Так Давай Так Давай Так Потом Так Прикопочку Еще Куда Нибудь Ну ты Спрашивается За что За что Он Меня Бил В свое Время Ну за Что Я ему Все Игры Откоментил Ему И Он вот так Вот Понимаете Надо Транквилл Ее Знать Сейчас Опять Будет Нет Покоя В наших Лусах Хорошо Что у нас Здесь Здесь у нас Беда Здесь у нас Беда Отвлекает Дрятки 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 Должны Помочь Пойду-ка Я Переманю Одного Грифона Поздоровее Бьем Бьем его Здесь Бьем его Тут Лимита Не хватает Видите Сапплай блок Из-за убитых Этих Надо ставить Мунвеллы Ну и Соника Конечно Надо все-таки Добить Чтобы Не развивался Так У него Справа Парабас Но скорее всего Они такие Обычные Надо здесь Нычку ставить Чем быстрее Тем лучше Пусть даже Это будет В ущерб Текущей добычи Но это нужно Нет покоя В наших лесах На календор Здесь продолжает Летать Природа не знает Усталость Священная роща Аспирна Да, он Видите Харасит Приказывает Кто нарушил Наш покой Что случилось В наших лесах Природа не знает Да, это ничего Приказывает Готово Готово Поехали Поехали Клюем Минус еще Два Грифона И добиваем Значит так Две базы Надо будет посмотреть Кто остался Еще три человека Кто нарушил наш покой Где опасность Кто нарушил наш покой Да, вот и Оставшийся Блин Блин Так не хочется терять Это мне на ком Терять вообще Без мастера убиваем Базу защищаем Как неудачно Получилось Телепорт Прикапываем Жучка Таурена бы Переманить Так вот Ну чтобы хоть Какой-то штраф Был Козочку убьем Девятый Этот Берет ТП Здесь база Да А тут кто остался Понятно Может не стоит Час всеми лезть Да, давай не будем Соника добьем И И все Ок Грифона Надо только убить Он лишний И кос Убить Да не хватает мне на рабочих Природа не знает Усталости Так, ну вот Соник Тут 2200 Кстати Есть корона королей Отлично И еще был инфернал Я видел Так, вроде все нормально Таурен оставлю Да в принципе надо Наверное Всех юнитов Оставить Под защитой Лишних Уничтожить Проверить У кого центральные базы Что очень важно Так, тут пусто Это очень хорошо А здесь Paradise Так, Paradise Который на меня ходил Хорошо Значит мы сейчас Добавим Гиппос Минус Тут еще бы Не, лучше здесь Наверное защиту сделать Базовую Сейчас попробуем Эта ворка Поднапрячь Соник Живой еще Не вышел Тут Флеймстрайк Может сверху даже Да не важно Тут надо все равно Все убивать Вон с двух сторон Типичный ФФА В общем Еще Флеймстрайк Мне выгодно Просто сейчас Матчетерка Потому что Потому что Выгодно Ооо Батка летит Флеймстрайк Нет Ой ты какой Вообще Раз Два Три Жука Минусуем Флеймстрайк Отсюда Пожалуй Это что Соник Не соник 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 И Транквилу Готово Готово Козочка Козочка Пофиг Грейды Есть Базы Есть Единственное Что не хватает Защиты По крайней мере На этой базе Но я думаю Что надо сейчас Просто брать Добивать Парадайзу Хотя Может Не стоит Добыча И так Идет Соник Не выдержал В туалет Побежал ГГ Пишет Этот ГГ Да Парадайз Минус Больше У него Нет Ничего И так Значит Остался Соник РГЛ Ин Пост Данных Про разведки У меня Нет Поэтому Я лучше Побегаю Только героями Убью Коз Вот Таурен То может пригодиться Это понятно Он же С поливерайзом В конце концов Медведь Может пригодиться Еще корона королея Безусловно Пригодится Ресторейшн Шикарный Свиток Просто Замечательный Тут Добавлю Против Хотя Непонятно Против чего Мне кажется Надо гипосов Будет резко строить Там же эльф Был С химерами Соответственно У него Какой-никакой Воздух был С другой стороны А где Май Эй А Короче Надо делать Еще продакшен Там Даже такого Да Инпост Это эльф Как раз Можно подходить Попереманивать Юнитов Там Химер Тих же Самых Даже не столько Для того Чтобы Или найти РГЛ Лучше Добить Хотя бы Кого Там Соник Пришел Ешки Матрешки Сультовать Будет Еще Священная Роща Аспернина Такой Вот он Знает Нет Покоя В наших Лесах Готово Окей Не надо Наверное Соника Соника Убить Все А то Это Может Долго Продолжаться ТП Есть Один Он Уходил Налево Готово Нумеруем Древо Ветров Ориентировочно Против Эльфа У которого Может быть Какой-то Лимит Вот он Строится Эльф Я даже Не буду Ему Отменять РГЛ Пишет ГГ Так Инпост Здесь Короче Соник Где-то Вот Между У Эльфа Действительно Воздуха Дофига Добавляю Немножко Гипсов Нифига себе У него Сколько воздуха Короче Товарен Мне не нужен С Химерами Тоже Перебор Выходит Находим Фермы Соника Малтон Джайант Лишний Денег Особо Нет На нормальный Лимит У него Правда Скорее всего Тоже Проблемы Есть Определенные С лимитом А по Героям По героям Пока не ясно Что у него там Вот он алтарь Сониковский Восстановленный Тролли есть Мне на эльфа Не стоит Поколеть Потому что Соник со своим Бестом И декой Может Может Вовремя Придя Прийти И По крайней мере Базу снести Раз Два Три Еще Три Гиппогрифа Делаем Свитки Нужно Со свитками Я Накосячил Вбиваем Троллей Не ради Экспы Скорее ради Небольшого Количества Бабла Хотя Это Чушь Конечно Ага Вот он Ой Там Панда Капец Там Панда Я Делаю Телепорт Лучше Ох Там Дредлорд Еще Мне бы Свиток Взять Ребят Ох Наверху Еще Соник Мне Нужны Свитки Мне Нужны Два Свитка Так Это Ладно Это Ладно Это Ладно ТП Свиток 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 Лимит Серьезный Но героя Конечно Надо Панду Обязательно Закрывать Если Не Закрою Панду Это Будет Беда Ну Тут Соник Приходит Естественно ТП У него Есть Ульту Это Вот Поэтому И Надо Добивать Таких Товарищей Потому Что Приходит Один И Сразу Сыха Тут У него Восстановлен Телепор Час Пойдет Нет Покоя В Наш Писан Рона Не Знает Таус Ой Господи Бесят 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 Возьми Колокольчики В маркетплейсе Для гипосов Там Там Кстати Был Еще Армор В маркетплейсе Я С баблом Как вы видите Есть Определенные Проблемы Там Армор 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 Тоже Хорош Конечно Я Готова Давай Я к эльфу Пойду Пока У меня Есть Окошко По Сонику Главное Сайлент Главное Сайлент Запомним Он Скорее Всего Будет Сражаться За Эту Базу Мне Нужно Поймать Его На ТП А Он Принцип Сюда Пришел ТП Будет Не Будет ТП Я Полетел Наверное Телепорт Значит Топ Один Сало Топ Один Сало Сразу Сало Сало Прошло Транквило Пошла Инфернал Рестор Перехватить Химеру Прикопать Дрейн Маны Свиток Сало Свиток ГГ ГГ У меня 100 лимита Как было Так и осталось Видимо Вышел Хорошо Кто остался Соник Остался Нормально Ну Панду Вырубили И все И воздух Как бы уже Без серьезного Дебафа Так что Нормально Все Сейчас мы Ищем Соника Но На разведку Много 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 Гиписов На самую Разную Разведку А вот А вот и он Пришел Красавчик Давай Телепортируемся Деньги у меня есть Поэтому Ах ты Красавчик А Так Во-первых Я вижу тут Базу Одну Слева Две базы Пару ТП Надо взять Где опасность Приказывай Кто нарушил И тут Грейт Еще делает Не дает Эвакуация Еще пошла Да Полицию Рот Не клади Он розовенький Кто нарушил Наш покой На карте Будет розовенький Так Раз Так Два Еще Посылаю Гиписов Потому что Они ну Не нужны Будут Мне Скорее всего Где Опасность Вбиваем ему Еще базу Но это Победа Скорее всего Если он там Не накопил Миллионы Что крайне Маловероятно Наши воины Вступили в бой Мирода Не знает Усталости Нет покоя В наших лесах Это все Кто нарушил Наш покой Нет покоя В наших лесах Где опасность Священная роща Оскорнена Приказывай Мирода Не знает Усталости Опять 25 Приказывай Тут Тут Кип готов Сейчас Став И пойдут Естественно Интересно Куда он Став Ставит Нычку Высасываем Все Что есть У дыки Нападение Нападение Дерзкое ГГ Ееееее Понимаете Пацаны Бобер еще Что-то умеет По крайней мере За эльфов Спасибо за то Что смотрели Спасибо Росбрейну Еще разок За такой Замечательный Турнир Ну а с вами Увидимся Завтра Ориентировочно В 17-18 Часов И поиграем Во второй Икском Все Хорошего вечера Спокойной ночи Продолжение следует